Раз, раз. И прежде всего, позвольте вас всех очень сердечно поприветствовать от лица Федерального ресурсного центра по организации комплексного сопровождения с аутистическим спектром. Дорогие друзья, вот уже 5 месяцев, 5 месяцев очень интересной, интенсивной, продуктивной работы у нас прошло, уже прошло по подготовке к конференции. Начиная с всероссийской конференции по аутизму, которая проходила в ноябре месяца, именно тогда приезжали к нам эксперты из ICDL. И именно тогда мы приняли решение окончательное о том, что в России, мы предложим Министерству просвещения, Министерство просвещения нас в этом поддержало, что в России пройдет первая международная конференция по использованию подхода Dear Floor Time. И, собственно говоря, так оно и произошло. И вот наконец-то мы дошли до этого рубежа, дошли до 22 апреля, прекрасный солнечный день. И разрешите вас всех поприветствовать, а вы всех нас бурными аплодисментами. Мне хочется сказать о том, что, конечно, очень высок интерес к современным методам работы с детьми с расстройствами аутистического спектра. И сегодня у нас на конференции зарегистрировано 500 человек очно, кто участвует в конференции, и 2600 человек, кто зарегистрировался на просмотр онлайн-трансляции. Это люди со всей Российской Федерации, из дружественных стран ближайшего зарубежья, из Белоруссии, например, из Казахстана. И это люди, которые смотрят нас за рубежом в более далеких уголках нашей планеты. Мне хочется сказать два слова еще о подготовке. Дело в том, что, когда мы готовились, это невероятно был увлекательный процесс. На самом деле и ночные встречи дистанционные с представителями ICDL, с Джеффом, с Екатериной. То есть тогда, когда уже все спали, мы выходили на связь. И это было очень продуктивно, между прочим, это очень интересная коммуникация программного комитета. У нас представители программного комитета сидят в первом ряду, и наши жаркие дебаты, дискуссии по поводу того, как провести конференцию, как сверстать программу, в какой последовательности доклады, какие круглые столы и дискуссии. И это было очень здорово. И я вспомню одно из писем, которое написал мне Джефф. Он написал нам всем в программный комитет. Друзья, нам понадобилось 80 писем для того, чтобы выстроить логику круглого стола, который занимает всего лишь навсего полтора часа из трехдневной конференции. И мы очень надеемся, и Джефф сказал, что мы очень надеемся, что в этой связи участникам конференции понадобится меньше времени для того, чтобы понять, что будет происходить на этом круглом столе. На самом деле, конечно, программа выстроена таким образом, что все будет максимально понятно, с многими интересными наглядными примерами. И еще два слова мне хочется сказать о том, почему же, как мне кажется, подход Dear Floor Time так заинтересовал Россию. Мне кажется, что в первую очередь потому, что у нас есть собственные традиции, это 40-летние традиции в работе в русле развивающих подходов с детьми с расстройствами аутистического спектра. Все вы знаете о том, что есть Институт коррекционной педагогики Российской академии образования, и Ольга Сергеевна Никольская со своей командой как раз работает в русле развивающих подходов. И, конечно, эти подходы, повторюсь, именно они развивались у нас в России в течение последних 40 лет. У нас будет круглый стол в конференции, вы обратите внимание, в третий день, как раз когда мы попробуем понять вот в этих спектре развивающих подходов, в чем же особенности Floor Time, чем он отличается от других подходов, и в чем есть сходство, и каким образом может происходить вообще кооперация специалистов. Собственно говоря, я завершаю свое приветствие, и позвольте поблагодарить в самом начале нашей конференции и соорганизаторов, и партнеров, а это, повторюсь, это Министерство просвещения, это Московский государственный психолого-педагогический университет, в стенах которого мы сегодня находимся здесь, это Федеральный ресурсный центр, это, естественно, конечно, содержательный ICDL, без которого эта конференция даже не могла бы стартовать в своей подготовке, и, конечно, фонд «Наше будущее», без которого тоже эту конференцию было бы организовать довольно сложно. Таким образом, я объявляю нашу конференцию открытой, и приглашаю к микрофону начальника отдела Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Министерства просвещения и науки Российской Федерации Сачко Юлию Михайловну. Юлию Михайловну, прошу вас. Добрый день, уважаемые коллеги. Рада приветствовать вас и от имени отдела образования обучающихся, с особыми образовательными потребностями, начальником которого я являюсь, и от Министерства просвещения Российской Федерации, которое занимается вопросами общего и профессионального образования всех, без исключения, категории обучающихся, в том числе, безусловно, и обучающихся с расстройствами аутистического спектра. И несмотря на то, что практика российской дефектологической науки имеет достаточно большое количество лет, организации образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра, данная категория обучающихся появилась в российском законодательстве совершенно недавно, пять лет назад в законе об образовании появилась эта категория, и, естественно, в подзаконных актах. И мы, со своей стороны, в настоящее время стараемся простроить преемственную вертикаль доступного и качественного образования обучающихся всех мозологических групп, в том числе, безусловно, и обучающихся с расстройствами аутистического спектра. Так развивается система ранней помощи в Российской Федерации, и на данный момент чуть больше трехсот консультационных пунктов находятся в системе дошкольного образования на базе дошкольных образовательных организаций. Вы скажете, что это достаточно малое количество служб, но вместе с тем они развиваются, и опыт их деятельности, мониторинг их деятельности показал, что они очень востребованы для родителей детей, которые не посещают дошкольные образовательные организации, но могут на базе детского сада получить профессиональную психолого-педагогическую консультацию, помощь и быть интегрированы в систему дошкольного образования, потому что это не какой-то отстраненный центр, существующий изолированно, а имеющий практику и возможность показать родителям систему дошкольного образования самого раннего возраста. А федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования позволяет нам начать реализацию образовательных программ, начиная с двухмесячного возраста, и, соответственно, самые малыши имеют право быть включены в систему уже дошкольного образования. В рамках этого стандарта мы разработали, как все вы, наверное, знаете, достаточное количество адаптированных, примерных адаптированных образовательных программ для различных категорий обучающихся, в том числе для ребят с расстройствами аутистического спектра. И с начала 2018-2019 года в семи дошкольных образовательных организациях из шести регионов эти программы проходят адаптацию. Они будут проходить апробацию до августа 2020 года, и основное, что мы ждем по итогам апробации, это разработка учебно-методических комплектов. Основным из них будет являться возможность обследования детей оказанием психолого-педагогической помощи на разных возрастных этапах дошкольного возраста. Потому что всем понятно, что ребенок годовалого возраста очень сильно отличается от шестилетнего ребенка. И совсем по-разному необходимо и проводить диагностику, и тем более оказывать психолого-педагогическую помощь. На уровне начального общего образования разработан отдельный федеральный государственный образовательный стандарт, в том числе для обучающихся с расстройствами аутистического спектра. И большой головной болью является вопрос организации образования пятиклассников, которые пойдут в этом году с 1 сентября в пятый класс, а это те ребята, которые были включены в апробацию федеральных государственных образовательных стандартов, и они получаются по возрасту и по классам старше всех остальных, кто начал учиться по ВГОС с 1 сентября 2016 года. В настоящее время мы активно разрабатываем федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, и включаем туда специальные требования для различных категорий обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе для ребят с расстройствами аутистического спектра. И к 1 сентября мы взяли на себя обязательство разработать адаптированную, примерно адаптированную образовательную программу для обучающихся основной школы, для того, чтобы пятиклассники имели возможность обучаться по документу, который им в помощь. Ну а в будущем, естественно, та же самая работа будет проведена и на уровне среднего общего образования. Совершенно недавно, в январе 2019 года, был утвержден приказ номер 32, который внес изменения в приказ Министерства образования еще тогда и науки Российской Федерации, номер 1014, который регламентирует организацию, порядок организации и реализации образовательных программ дошкольного образования. И в этот приказ мы включили требования к комплектованию групп, как отдельных, так и инклюзивных для различных нозологических групп воспитанников, в том числе с расстройствами аутистического спектра, и относительно специалистов, которые организуют и реализовывают психолого-педагогическое сопровождение ребят в дошкольных образовательных организациях. Поэтому он в свободном доступе находится, в сети интернет в том числе. Очень рекомендуем ознакомиться с этим приказом, кто еще про него не знал. Он достаточно тяжелый путь прошел, очень долго мы его готовили, но вот, наконец, был издан и утвержден Министерством юстиции. Несмотря на то, что наше министерство было год назад реорганизовано и разделено на два министерства, мы продолжаем сотрудничать и простраивать преемственную вертикаль и горизонталь, в том числе в деятельности двух министерств, и продолжаем быть открытыми для сотрудничества. У нас уже несколько лет функционирует экспертная группа по вопросам образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра, на которой достаточно много вопросов поднимаются снизу, так сказать, и имеют достаточно хороший выход в качестве конкретных реализаций вопросов, решений и всевозможных обсуждаемых моментов. Ну и также большая благодарность Федеральному ресурсному центру МГППУ, который является флагманом в Российской Федерации по комплексной системе сопровождения и семей, и детей с расстройствами аутистического спектра на всей территории Российской Федерации, в том числе подготовки педагогических кадров для работы с этой категорией обучающихся. Это действительно большая проблема, потому что категория ребят новая в российском законодательстве в том числе, и программ, простроенных и реализуемых в российском системе образования в рамках профессионального образования, не существует, и их недостаточное количество, и поэтому данная конференция, на наш взгляд, имеет очень важное значение. Инновационные технологии образования продолжают существовать, формироваться, мы продолжаем с ними знакомиться, и очень важно ознакомливать друг друга с этими новыми веяниями. И мы очень надеемся на плодотворное сотрудничество в рамках данной конференции и достижении максимального синергетического эффекта. Спасибо большое, Юлия Михайловна. И я хочу, в свою очередь, поблагодарить министерство за то, что однажды, открыв Федеральный ресурсный центр, министерство все это время поддерживает, продолжает поддерживать и развивать это направление, и, насколько я понимаю, планирует развивать в будущем. Что касается обучения, то действительно наша конференция, я присоединяюсь здесь к тезису Юлии Михайловны о том, что эта конференция, она по договоренности с ICDL фактически проводится как курс повышения квалификации. И вы все знаете о том, что очные участники, те, кто в течение трех дней посетил конференцию, получат сертификаты, подписанные в том числе Джеффом, в отношении того, что этот курс, пройденный здесь, он эквивалентен курсу 101 по Dear Floor Time. То есть это он дает право на обучение на следующей ступени по Dear Floor Time. И, дорогие друзья, мне хочется предоставить слово Светлане Владимировне Алехиной, проректору Московского государственного психолого-педагогического университета, в котором сегодня проводится конференция, как хозяйке, которая принимает нашу конференцию, и как куратора Федерального ресурсного центра в университете. Спасибо. Дорогие коллеги, любая конференция, которая проходит в этих аудиториях, всегда большое событие. Вот эта событийность практиков и профессионалов для университета есть ценность. Мне кажется, все, что мы делаем в свои будни, всегда ориентировано на то, чтобы собрать заинтересованных людей в одном месте и в одно время, и обсудить то, что их волнует. Мне кажется, вот это самая важная цель, которая сегодня и завтра, и послезавтра вас всех объединит. Это конференция практиков. Это точно и понятно, и мы планировали именно такое событие, и понимали, что это событие будет иметь серьезное влияние на каждого из вас. За влияние всегда надо нанести ответственность, и в этом отношении мы понимаем, что это такое, потому что вы придете потом к детям с теми знаниями, с теми новыми открытиями профессиональными, которые случатся здесь, на этом событии. Мне думается, что программный комитет продумал все риски и все спрогнозировал возможные вот эти вот профессиональные находки. Это очень важно, потому что результат конференции всегда не прогнозируем. Он никогда не зависит от программы, он всегда спонтанен, абсолютно непредсказуем и индивидуален, ну, субъектен. Каждый из вас выйдет из этого события со своим результатом. Я очень хочу, чтобы этот результат был полезен детям. Это первое. Второе – позиция университета. Вообще в этом деле достаточно ответственная тоже, потому что нам очень хотелось бы, чтобы та аккумуляция практического профессионального опыта, которую соберет конференция, стала тем концентратом, который родит новые научные тематики, исследовательские, может быть, решения, новые гипотезы. Все это построит на доказательной основе и на самом деле обогатит сам подход, потому что практики делают иногда феноменальные открытия, которые развивают теорию и развивают подход. В этом смысле академическая аудитория и академичность вообще всей этой конференции, та составляющая, которая говорит о ее научности, заключается как раз вот в этом культурном остатке от этого события, который может развивать и сам подход, и теорию, и, конечно же, доказательную научную базу вашей профессиональной практики. И третье, что хочется мне сказать, я думаю, что эта конференция родит некоторое сообщество профессионалов, пусть оно будет фрагментарно, пусть оно будет многократно рассеяно по стране, существовать очно или дистанционно, это не важно, но для того, чтобы подход жил в России, нужно, чтобы вы были и находились всегда в профессиональной кооперации. Вот запустить эту коммуникацию, этот профессиональный полилог, очень важная ответственность конференции. Я желаю вам три дня плодотворной, очень глубокой, богатой, содержательной работы. Ищите связи, задавайте вопросы, дискутируйте, учитесь, получайте профессиональное удовольствие и идите туда, где вас ждут. Спасибо. Спасибо большое, Светлана Владимировна. И, дорогие друзья, я предоставляю слово человеку, который является человеком, который продвигает идеи родоначальников подхода Dear Floor Time, Стэнли Гринспона и Сирены Уидер. Это генеральный директор ICDL Джеффри Гензел. Джеффри, вам слово с приветственным словом. Большое спасибо, приветствую всех вас на конференции. Нам очень приятно быть здесь. Я приветствую Министерство просвещения и наш университет, Федеральный ресурсный центр, которому руководит Артур. Он прекрасный партнер, помог нам организовать эту конференцию. Междисплинарный совет по развитию и обучению был создан Стэнли Гринспоном. У него тогда были революционные идеи, которые основывались на связях между людьми, которые у нас есть, как мы любим наших детей, как мы помогаем детям развиваться и расти. И в течение этих 30 лет мы многому научились в нейронауке, в клинической практике, за счет исследований. Чем больше мы узнавали, тем больше мы понимали, что те постулаты, в которые он верил с самого начала, что можно помочь детям развиться до полноценного состояния, и все это возможно. И есть способы для нас, чтобы этого достичь. Мы можем не только контролировать поведение, мы можем не просто находить способы помогать людям выглядеть нормальными. Нет, мы можем помогать им полноценно общаться с миром и реализовывать свой потенцевал. Я горд тем, что через 30 лет мы собрались здесь, в Москве, и проводим первую конференцию Dear Floor Time. Я думаю, что, конечно, Гринспену бы это все очень понравилось, и хотел бы благодарить, прежде всего, всех экспертов по Dear Floor Time, которые работают в России, и экспертов, которые приехали из США, Канады и со всего света, чтобы поучаствовать в работе конференции. Галине Яцкович особая благодарность. Она стала первым русскоязычным экспертом по Dear Floor Time, и она помогла нам продвигать эту методологию в русскоязычной части света. Спасибо большое, Галина, за все, что вы для нас сделали. Еще хочу поблагодарить Вирджинию Спилман из Института Стар. Институт Стар является международным центром, важнейшим международным центром, который имеет место с этими заболеваниями, и Вирджиния новый директор этого центра, института Стар. И я надеюсь, что Стар станет прекрасным партнером для нас всех. Я очень рад буду выслушать то, что она хочет нам сказать о развитии партнерства. И хочу поблагодарить Катю Сидор, заместителя генерального директора, за то, что она помогла нам реализовать наши планы. Я уверен, что вам понравятся текущие ближайшие три дня. Спасибо большое. Спасибо вам за то, что вы приехали. Коллеги, вы, наверное, увидели по программе, что у нас действительно очень мощная команда экспертов. Это эксперты, в первую очередь, приехавшие из Соединенных Штатов Америки вместе с Джеффом, одним самолетом. Наверное, самолет был полностью из экспертов ICDL, да, наверное? И, конечно, из Канады, и наши эксперты российские, которые этот подход, этот метод продвигают в Российской Федерации. Я хочу всех поблагодарить и поаплодировать этим людям. И, конечно, мне хочется сказать и предоставить слово представителю фонда «Наше будущее» Юлии Анатольевне Жигулиной, потому что, Юлия Анатольевна, честно говоря, без вашей поддержки вы впервые вот в этой теме. Мы вместе уже коммуницируем на тему расстройства аутистического спектра уже три месяца. И мы очень надеемся, что мы и дальше будем поддерживать партнерские связи, а фонд будет участвовать в развитии системы помощи в Российской Федерации. Вам слово, Юлия Анатольевна. Доброе утро, уважаемые коллеги. Спасибо за такие теплые слова. Я готова в свою очередь поприветствовать вас на этой замечательной конференции. Ну и чтобы было понятно, почему фонд «Наше будущее», почему мы с такой заинтересованностью решили поддержать конференцию, я думаю, вам тогда будет понятно, откуда мы вообще в курсе того, что сейчас происходит с российскими детьми и, в принципе, что происходит в мире. Фонд «Наше будущее» — это фонд региональных социальных программ. Мы с 2007 года очень плотно продвигаем в Россию тему социального предпринимательства. Тема социального предпринимательства, она, в принципе, достаточно проста и в то же время достаточно сложная, поскольку в первую очередь проекты, которые мы поддерживаем, предоставляя беспроцентные займы, должны решать острую социальную проблему. Мы постоянно в течении режима, в постоянном режиме онлайн проводим конкурсы, на которые поступают заявки. И каждая четвертая заявка — это социализация, реабилитация детей с ментальными или с аутистическими отклонениями. Поэтому мы знаем очень много проектов, видим и поддерживаем практики в регионах, которые, в общем-то, эту проблему решают. Ну и тема социального предпринимательства — это такая душевная тема, мотивация для которой является, прежде всего, любовь и сострадание. Любовь и сострадание к нашим детям и желание каждой мамы дать возможность своему ребенку социализироваться, быть особенным и в то же время получить равные возможности к своей профессиональной подготовке. Собственно, фонд «Наше будущее» помогает реализовать эти проекты на местах. И очень замечательно, что эта конференция проходит. Замечательно, что в Россию придет и будет внедряться еще одна методика. И, собственно, количество детей с аутистическими отклонениями растет. Каждый из 160 детей, как вот мне подсказывали коллеги, каждый один из 160 детей уже имеет такое вот расстройство. Поэтому мне очень хочется, чтобы наши дети были здоровы, чтобы они могли найти себя в этой жизни, и чтобы у них у всех были равные возможности и желание реализоваться. Спасибо вам большое. Я желаю вам успехов, продуктивности и всего самого хорошего. Юлия Анатольевна, вам большое спасибо еще раз. И догадываясь о том, что, скорее всего, вы не сможете с нами принять участие в конференции все трое суток, мне хочется объявить вам благодарность Фонду региональных социальных программ «Наше будущее» сейчас на старте. И разрешите вручить вам благодарность от Федерального ресурсного центра за вклад в это дело. Спасибо большое. Коллеги, и не всем, наверное, известно, а вот с Джеффом мы поговорили буквально за полчаса до начала конференции. Дело в том, что довольно давно уже в России вышла книга, если вы знаете, это красная книга, красного цвета, она называется «На ты с аутизмом». Это переведенный вариант англоязычной книги, которую написал автор подхода Стэнли Гринспон. И эта книга, она была переведена и издана издательством Теревин, в которой работает совместно с Центром лечебной педагогики. И на самом деле я хочу сказать о том, что очень большой вклад лично Анны Львовны Битовой, директора Центра лечебной педагогики, и этого издательства Теревин, вот в развитии этого подхода в Российской Федерации. Я хочу вас поблагодарить, Анна Львовна, и предоставить вам слово приветственное для конференции. Спасибо большое. Действительно, для нас, я хотела пару слов сказать, почему для нас так важен подход Дирфлуртайм, для меня лично, для Центра лечебной педагогики «Особое детство». Дело в том, что для нас, ну, самое, наверное, важное, это все-таки права человека. Права человека, права ребенка, права инвалида. И когда ты думаешь вообще, что такое главное в наших правах с вами, это все-таки право на свободный выбор, на полное поле возможностей, на то, чтобы человеческий потенциал развивался максимально. И одновременно с этим мы понимаем, что все равно должны быть границы, да, социальные роли, рутины, это все понятно. Но где же наш свободный выбор? И я вот решила вам такую метафору рассказать, да, вот у нас был такой ученик, который был фанатично углублен в расписании поездов. Он знал расписание поездов вообще всей Московской железной дороги на много-много километров. Он мог сказать, когда какой поезд туда придет, помнил какой-то невероятный вообще информационный объем. И ты говоришь, я еду туда, то он говорил, поезд придет во столько-то времени. Это было совершенно, ну, невероятно. И тогда, это было много лет назад, мы не понимали, как мы можем, ну, быть с этим, да. Вот сейчас уже, через 30 лет, после того, как Центр существует, я думаю, что надо было научить Колю, и он бы в этом направлении развиваться. И он был бы прекрасным диспетчером железной дороги, да. Пускай при этом он крутил веревочку, пускай при этом он не всегда здоровался, пускай там у него были определенные проблемы в коммуникации. Но тогда мы выбрали другой путь, да. Мы очень долго заставляли его оставить это как хобби, чтобы это не вылезало наружу. И в результате из Коли получился, ну, такой специалист, скорее, по клинингу, да, по поручениям. И железной дорогой он занимается вечером, когда находится дома. И как бы зато он держит социальные нормы. И вот в этой вот, вот в этой вот диалектике, да, в этом дуализме, что же мы делаем с человеком, да. Мы его удивительные способности ограничиваем, вводим какие-то рамки, тренируем поведенческими методами или все-таки развиваем его сильные стороны. В этом дуализме мы очень искали союзников на Западе, изучили очень много разных систем и набрели на Дирфлуртайм. Это было там, не знаю, около 10 лет назад. Мы изучили сами, нам очень понравилось. Мы решили перевести, нашли деньги. Пригласили Галину Яцкович, 5 лет назад прошел семинар. И я считаю, что вот в этом соединении, да, и того, и другого лежит где-то истина того, что мы должны дать людям с аутистическим спектром. Мы должны признать их особенности и пытаться опереться на них как на сильную сторону, да, и одновременно с этим все-таки дать им какую-то возможность существовать в социальном мире и держать социальные нормы. Вот. И поэтому мне кажется, что это для нас очень важно, что Дирфлуртайм все шире и шире распространяется в России. Я надеюсь, эта конференция этому тоже поможет. Я всем, всех приветствую и большое вам спасибо, что вы пришли. Я хочу сказать, что мы очень рады все-таки тому, что вот эта книга была издана, потому что, Анна Львовна, дело в том, что не все знают, но в 2002 году, когда Федеральный ресурсный центр еще не был Федеральным ресурсным центром, но уже активно к этому готовился, мы закупили 200 англоязычных томов различных книг, в которых были описаны самые на тот момент известные и эффективные практики в работе с детьми с рас. И в числе этих 200 томов была книжка как раз по Дирфлуртайм, и тогда, еще задолго до того, как появились первые эксперты в России, Федеральный ресурсный центр переводил эту книгу на русский язык, и это была, собственно говоря, методическая работа отдельных специалистов. И мы пытались внедрять эти идеи в свою работу. Поэтому, и еще хочу сказать два слова о том, что вот та программа дошкольного образования, о которой говорила сегодня Юлия Михайловна, эта программа предполагает плюрализм подходов в работе с детьми с расстройствами аутистического спектра в зависимости от того, какие потребности у каждого отдельного ребенка. И вот, несмотря на то, что там обозначен вот этот самый методический плюрализм, метод Флуртайм является тем методом, который вошел в этот проект программы как рекомендованный развивающий игровой подход в работе с детьми с аутизмом. Если не все об этом знают, то заходите, пожалуйста, на портал Федерального ресурсного центра, там уже давным-давно ждет вас проект программы дошкольного образования. И буквально за две недели, наверное, до старта конференции стало известно о том, что у нас появляется, а на самом деле уже сейчас появилась в России, ассоциация специалистов Дир Флуртайм в Российской Федерации. И мы надеемся, что благодаря появлению этой ассоциации, вот это сотрудничество и партнерство в продвижении этого подхода, как уже сказала Светлана Владимировна, в накоплении доказательной базы в России, это все будет совершенствоваться и развиваться. И я предоставляю слово уже теперь действующему президенту ассоциации, найденной Ирине Вячеславовне. Добрый день, дорогие друзья. Я первый раз президент профессиональной ассоциации, и меня, конечно, переполняет чувство. Во-первых, меня переполняет чувство огромной радости, что эта конференция состоялась. И чувство благодарности к тем, кто решил провести эту конференцию. Я благодарна Джеффу, что он здесь, и что он организовывал эту конференцию. Я благодарна Екатерине Сидор. Я Артур Валерьевичу очень благодарна, и всей команде. Я благодарна всем нашим экспертам, и всем спикерам, которые приехали. Аманда, которую мы знаем и любим по аудиолекции. Каждый, кто проходит 201 курс, слушает. К сожалению, не Аманду, а переводчика. Мы всегда хотели послушать именно ее, услышать ее голос. Вирджинию, которую я слушала в Вашингтоне, я уже представляю, что это будет очень и очень интересно и живо. Все мы здесь собрались для того, чтобы узнать или интегрировать свои знания о флор-тайм. И об интеграции сегодня уже говорилось. Действительно, очень важно. Пять лет назад, в 2013 году, по приглашению Центра лечебной педагогики, в Россию приехала Галина Яцкович, и дальше уже ее никто не мог остановить, потому что беспокойное сердце и любовь к России, и любовь ко всем детям в мире, и желание сделать то, что она может для нас, для всех, которые ее очень просили, сделать флор-тайм в России, привело к тому, что ее поддержал Джефф. И в декабре 2013 года появилась первая группа студентов, обучающихся на русском языке. Нас было 9 человек. А в 2016 году эта группа дошла до финала, когда у нас было 5 человек-экспертов, 4 из них из России. И все это время Галина держала холдинг, то есть она нас держала при поддержке и в заботе своей о нашем профессиональном росте. На самом деле сейчас уже, когда мы сначала увидели маму как Галину, и как отцовскую фигуру самого института, я вот сидела и думала, я очень рада видеть всех. Я российский специалист, я клинический психолог, выпускница Российского государственного медицинского университета. У меня российская школа и база. Но в то же время я эксперт-преподаватель, я специалист флор-тайм. Я часть моей души там, в Америке, со Стэнли Гренспином, с этими идеями, с этим большим ощущением того, что самое важное – это уважать каждого человека. И мы говорим об интеграции, да? Мы говорим об интеграции и моего личного опыта, и опыта в России. Очень хорошо действительно ложится подход Дирфлор-тайм на российскую классическую клиническую школу, я хочу сказать. И на лучшие гуманистические идеи и Лурии, и Выгодского, и педологии, которая была прекращена в 1933 году, у нас очень мощный фундамент философский. Зачем нам нужны эти американцы, этот Стэнли Гренспин с этим подходом Дирфлор-тайм? Потому что у нас философия-то очень похожа, но американцы умеют делать технологию. Я себе вообще не могла представить, как это можно, такой развивающий подход, очень глубокий, философский, очень уважительный к человеку, учитывающий все богатство его внутреннего мира, можно переложить на технологию. Технологию работы, технологию обучения, не теряя при этом той душевности, того уважения и того глубокого философского смысла, который мы все так любим в России. И что сейчас? Сейчас мы выросли. Мы выросли, мы освоились в этом подходе. В настоящее время в России насчитывается 136 специалистов Дирфлор-тайм. Это не так много для того, чтобы сказать, что в России Дирфлор-тайм развивается и работает очень активно во всех регионах, но это достаточно много для того, чтобы сказать, что нам пора задуматься о том, насколько наш подход идентичен тому, чего хотел Стэнли Гринспен и тому, что практикуют специалисты на родине флор-тайм, в Америке. Поэтому нам очень важно объединяться. И еще нам очень важно понять, а как этот подход работает в России? Как он на российской выборке с российскими специалистами, с российскими родителями и в российской системе дошкольного, школьного образования и в российской системе реабилитации. Это очень и очень важно. И нужно проводить исследования. И для этого нужно объединяться. Для того, чтобы мы интегрировали внутри себя, внутри сообщества. И в нашей стране этот подход в комплексную реабилитационную программу для детей с расстройством аутистического спектра. Ассоциация создана для того, чтобы объединить специалистов для развития подхода Диарфлор-тайм в России, для включения подходов в комплексные терапевтические программы с учетом российской практики сопровождения развития детей с рас и особенностями ИОВЗ. Я понимаю и я знаю, а Джефф знает тем более, нам не раз про это говорил, что подход Диарфлор-тайм он очень комплексный. В нем можно сделать все. В нем можно помогать ребенку развиваться от двух месяцев и до юности. И даже взрослому человеку и родителям можно помогать. Но мы еще эту систему не построили. Это было бы замечательно, когда мы создали бы центр или систему центров, где у нас дети от нуля и до взрослого возраста в философии флор-тайм им помогали развиваться. У нас пока нет такой системы. И если быть реалистами, а мы за принцип реальности, флор-тайм за принцип реальности, нам все равно придется включать наш подход флор-тайм в комплексные реабилитационные программы. Это пока. Надо осознавать, что это не цель, а промежуточный этап. Но тем не менее. И постепенно проводить исследование эффективности подхода на российской выборке. И тогда мы можем развивать этот подход и сделать то, что мы хотели бы сделать от рождения и до взрослости сопровождать ребенка. И может быть у него и не будет расстройства аутистического спектра или оно не будет таким ярким. Ну так вот, еще одна проблема или задача вернее, это сохранение аутентичности подхода, чтобы специалисты в флор-тайм занимались. Специалист, который закончил обучение, вот преподаватели, эксперты у нас, Галина всех отслеживает, да, в каком они там статусе, примерно, что они говорят. И мы друг друга слышим, да. Все остальные, кто-то посещает супервизии, кто-то не посещает супервизии, да. Мы не понимаем, то есть 136 человек, мы еще можем, ну, отследить или понять, на каком они уровне. Мы слышим это, нам говорят родители, дети, другие специалисты, да. Нам об этом говорят. Поэтому нужно, да, нужен контроль, нужна какая-то рамка. Для того, чтобы объединиться, для этого нужны рамки и границы. И для этого создана ассоциация. Итак, я приглашаю всех специалистов в флор-тайм, которые преодолели 201 курс, прорвались к сертификату 201 уровня. Вот, а это не очень просто. Я вам хочу сказать, поскольку сегодня вы получите, после трех дней конференции, вы получите сертификат 101 курса, да, но сертификат 201 курса реально надо заработать. Это мы вам в институте осидел, обещаем. С другой стороны, мы обещаем, что мы поможем, да, чем можем. Итак, специалисты, у которых есть сертификат 201 уровня и старше, и выше, мы приглашаем вас в нашу ассоциацию, потому что втроем учредители, я, Елена Сергеевна Гомозова и Надежда Сергеевна Бабырева, мы, естественно, не можем решить тот круг задач, который я сейчас озвучила, да. Заявления будут представлены у стойки регистрации, да. Заявления есть в нашей группе Дирфлор Тайм в России, там же есть устав ассоциации, мы просим тех, кто приехал из других городов, приходите, пообщаемся, выдадим анкету и будем рассматривать, значит, вопрос с членством в ассоциации. Поэтому я рада, что так совпало, что у нас есть конференция и есть ассоциации. Я рада, что именно сейчас мы видим здесь представителей специалистов с родины Флор Тайм, да, и видим специалистов российских. Я желаю нашей конференции успеха. Успеха, в первую очередь, для того, чтобы вы полюбили Флор Тайм и вы поняли, как же это здорово продвигать, работать специалистами Флор Тайм и продвигать этот подход. Спасибо вам большое. Спасибо большое, Ирина. Мы будем, конечно, кооперироваться и работать вместе, это однозначно. И два слова перед содержательной частью о моей благодарности трем людям. однажды мне позвонил Николай Романовский. Николай, можете встать, чтобы вас было видно? И сказал, ну вот есть такая идея организовать конференцию по Флор Тайм в России. И вот это событие, оно произошло много-много-много месяцев назад. Это произошло где-то, наверное, летом, по-моему. И тогда была инициативная группа, это Николай, Анна Азирова и Татьяна Бедник. Они все приехали, и тогда мы вот на эту тему поговорили. Так случилось, что вот после этой первичной идеи, зарожденной у меня в кабинете, мы, собственно говоря, совместно с ICDL, с Джеффом сошлись и приняли решение об организации большой международной конференции. Приветственная часть, дорогие друзья, у нас закончилась. Еще раз поаплодируем друг другу. и содержательную часть вполне закономерно у нас начинает продвигатель, продвижитель, продвиженец, и действия на лигринспона, последователь, и человек, который является по методу Deer Floor Time, сейчас на планете Земля главным. Джеффри Гензел, вам слово. Екатерина Сидор, само собой, само собой. Джефф, сейчас, сейчас. Да, доклад, не доклад, а лекция, да, сейчас семинарский час, у нас вместе, естественно, Джефф и Екатерина. Я прошу прощения, Екатерина, что не объявил сразу. Добрый день. Первый раз делаем презентацию на двух языках, поэтому мы немножко переживаем, надеемся, что все пройдет гладко. Мы хотели бы начать с такого вопроса, риторического, открыть конференцию и нашу презентацию с такого вопроса, как выглядела бы жизнь ребенка с раз и его семьи в разные периоды времени. И сразу здесь я бы хотела подчеркнуть, что слайд или наша презентация не об истории аутизма, ни в коем случае о диагностике. Здесь мы хотели бы наглядно показать, какие факторы могли бы повлиять на жизнь ребенка с раз и его семьи в разные периоды времени. Мы знаем, что в разное время у людей была различная информация или недостаток информации об аутизме, и, соответственно, люди пытались найти больше информации и изучить это расстройство, и делали все, что могли, чтобы помочь детям и людям. Сейчас, с нашей точки зрения, современные, некоторые способы могут показаться чем-то очень жестким или совершенно неприемлемым. Но мы понимаем, что люди в каждый период времени делали то, что могли, и чтобы помочь детям с расстройством. Мы знаем, что изначально аутизм рассматривался как форма детской шизофрении. И в 1911 году Эйдгам Блэр определил аутизм как форму детской шизофрении. И можно, соответственно, представить, ну, примерно, какой была жизнь ребенка и его семьи. То есть, если это шизофрения, соответственно, был выбор либо отправить ребенка в психиатрическое заведение, и, может быть, возможно, никогда его больше не видеть, либо жить за закрытыми дверьми. То есть, это огромный стресс для семьи. В 30-х годах мы знали, начали использование электрошокотерапии для лечения аутизма. Ну, то есть, соответственно, у семей выбора было достаточно мало. На следующую эпоху повлиял Лео Каннер, психиатр, который впервые описал аутизм в 43-м году. И он писал об детях с крайне аутичным, то есть, уходящим в себя одиночеством. И в соответствии, но он также отмечал, что многие из этих детей очень умны и обладают экстраординарной памятью. И в соответствии с его определением, DSM-2, это диагностическое и статистическое руководство по психическим расстройствам, в 52-м году определила шизофрению, все-таки определила аутизм все же как форму шизофрении, но с характерной отрешенностью от реальности. На протяжении, дальше мы знаем, на протяжении 50-х и 60-х годов существовала такая довольно пагубная теория о том, что одной из причин или причиной аутизма является холодной матери, матери-холодильники, то есть эмоциональные холодные родители. можно представить, какой стресс это дополнительный создало для семьи. Уже стресс воспитания ребенка с расстройством за закрытыми дверями, плюс тут еще обвинение родителей. Эта теория довольно пагубное влияние имела. И одной из терапий, кстати, становится отделение детей от родителей. Считалось, что если отделить ребенка от неэмоциональной матери, то ему станет легче. Также в это время лечение аутизма опиралось на лекарственные препараты. Впервые было попробовано LSD, которое, естественно, не являлось эффективным. Затем концепция матери холодильника была провернута. И поскольку растущее количество исследований показали, что все-таки аутизм биологический характер. И в третьем уже, в DSM в третьем 80-м году наконец-то аутизм был определен как отдельный диагноз. И в это время появляются различные холдинг-терапии, когда ребенка насильно держат и заставляют смотреть глаза, допустим, насильно обнимать. И также огромную популярность набирает ABA, прикладная анализ поведения. И ABA набрало огромную популярность, так как ее создатель в 87-м году объявил, что благодаря его практике интенсивной ABA практически половина детей, с которыми он работал, исцелились от аутизма или стали более социальными. И соответственно это ABA стало очень популярным. Он именно популяризировал идею того, что ребенка нужно нормализовать или поведение необходимо нормализовывать. но в то же время происходило что-то очень важное, зарождалась новая область психологии. Появилось такое понятие, как психическое здоровье младенца. И хотя, конечно, уже об этом в этой области был интерес еще в начале века, то есть уже говорили об важности эмоционального опыта в раннем детстве, как это влияет на развитие. Именно в 70-80-х годах в США это стало именно общественным движением, которое стало влиять на систему здравоохранения. Был открыт первый институт по клинической работе с младенцами, который в дальнейшем стал институтом от 0 до 3. И основателем института от 0 до 3 был доктор Стэнли Гринспен. И он являлся один из главных авторитетов в то время по работе по детскому развитию, по работе с младенцами. И здесь мы привели несколько цитат, которые отражают философию доктора Гринспенова, что он верил, как он много говорил об эмпатии, об значении эмоций в обучении, о значении взаимодействия ребенка со взрослым для обучения. Доктор Гринспен заметил, что в своей работе с детьми он заметил, что когда родители не ставят перед собой какие-то цели, не заставляют ребенка что-то делать, а присоединяются к ребенку в его игре и следуют за ним в его занятиях, ребенок вовлекается во взаимодействии с ними. И здесь задача родителя не пытаться тренировать ребенка и научить его каким-то определенным навыкам, а установить теплые взаимоотношения, чтобы ребенок на основе этих взаимоотношений эмоционально развивался. Свой подход доктор Гринспен назвал DIR Floor Time, то есть Developmental Relationship Based Model, то есть модель, основанная на развитии с учетом индивидуальных особенностей. А практическую часть он назвал Floor Time, что дословно переводится время на полу, хотя Floor Time может проходить где угодно, но дословно переводится время на полу с ребенком, игра. Когда в 80-е года он попробовал первый раз методику работы с детьми с аутизмом, у которых были действительно серьезные проблемы с налаживанием контакта с родителями, близкими людьми, он увидел, что методика работает для любого ребенка, и что при активной роли родителей, если родители действительно устанавливают теплые отношения, исследуют принципам модели, то ребенок пойдет на контакт. в 90-м году он основал нашу организацию, Международный Совет по развитию и образованию, и именно ICDL организация стала заниматься адвокацией методов в США и по всему миру, и также стала проводить конференции и тренинги на тему floor time. Позднее мы знаем уже в 2010-м году появились новые исследования о мозге и аутизме, и мы знаем, что у аутизма биологическая основа, и что есть, существуют различия у людей с рас и у нейротипичных детей, то есть мы можем это видеть на МРТ. А с 2011-го года были проведены несколько исследований, использованные именно floor time, которые подтвердили статистически значимые улучшения детей, с которыми работали по этому методу. То есть мы знаем, что история диагностики аутизма, она непростая, довольно извилистая. И, к сожалению, даже в нас настоящее время мы знаем, что очень многие семьи все еще так и живут за закрытыми дверьми, что поддержки все-таки не хватает. И здесь мы поставили такой символический вопрос для открытия конференции, риторический вопрос, как мы, как общество, как научное сообщество, как люди, работающие с детьми, как мы можем повлиять на жизнь именно детей будущих поколений с раз и их семьи, что это очень важно. Воспользуемся ли мы всеми знаниями, которые у нас есть на сегодняшний день и последние исследования, или будем пользоваться методами, которые были разработаны 60, 70, 30 лет назад. И такие вопросы мы бы хотели начать и оставить его открытым на следующие три дня. Это действительно так, это наша ответственность, ответственность нашей организации ICDL. Мы несем ответственность за это в качестве профессионала, в качестве родителей. что же мы можем сделать, каков наш следующий шаг, нужно думать об инновациях, которые уже существуют, и как мы будем работать с аутизмом, так же, как мы это делали 30 лет назад, до основания организации, или же на основе тех знаний и исследований и информации, которая появилась последние пять лет, в частности. Столько всего появилось, и мы могли бы использовать это для поддержки. Все эти идеи, связанные с развитием, и помощь, которую можем оказать детям, чтобы они развивались с самого начала. Таким образом, можем заложить основу для процесса развития. Здесь мы описали ключевые идеи DR floor time, которые часто обсуждались с Стэнли Гринспеном и его коллегами. И следующие три дня наши уважаемые специалисты, эксперты будут детально очень говорить о всех составляющих этой программы, поэтому здесь мы даем даже краткий обзор. Первое это от внутреннего к внешнему, то есть floor time уделяют очень мало внимания поверхностному поведению. Floor time смотрит на то, что влияет на поведение, что является причиной определенного поведения. Мы иногда используем метафору айсберга, то есть наверху то, что мы видим, поведение определенное и что же происходит внутри человека, что становится причиной каких-то действий. Фокус и содействие развитию. развитие является основой. Стэнли Гринспен создал такую лестницу развития с разными уровнями развития ребенка и зашифрованными способностями. Каждая ступень развития это определенная способность, которую ребенок достигает. Любую работу с ребенком нужно начинать, основываясь на развитие, на какой ступени он находится, встречать ребенка на том уровне. Третье, не существует двух одинаковых людей. То есть индивидуальные различия это норма, а не исключение. Мы знаем сейчас, что каждый человек рождается с исходным, обладает исходными способностями к обработке информации. Мы все по-разному, все люди по-разному воспринимают. Звук, запах и так далее. И при работе с методикой floor time это невероятно важно учитывать эти внутренние индивидуальные особенности. Роль отношений, эмоционально заряженные отношения являются существенным условием для развития. Доктор Гринспен говорил всегда, что отношения, эмоционально заряженные отношения это горючее развитие. Для того, чтобы человек развивался, он должен прежде всего наладить контакт с самыми близкими людьми, уже отталкиваясь от этого по лестнице развития подниматься. Быть с ребенком, а не только делать и действовать. Здесь имеется в виду, что очень часто с любым ребенком, особенно с ребенком с раз, у родителя, что очень понятно, у родителей специалиста существуют определенные цели. Мы хотим, чтобы он начал говорить, мы хотим, чтобы он начал красиво сидеть. И иногда во время терапии мы забываем просто быть с ребенком. Как помочь ему успокоиться, как наладить контакт, действительно глубокий эмоциональный контакт. Когда мы постоянно что-то делаем, делаем, делаем терапию, это очень сложно сделать. это модель опирающаяся на сильные стороны и уважающая ребенка. Здесь имеется в виду, что floor time смотрит на то, где находится ребенок на ступенях развития, и мы отталкиваемся от этого. Если ребенок чем-то очень увлечен, мы присоединяемся к нему в этом его увлечении, а не смотрим, что он делает не так. Или он не говорит, или он повторяет какие-то действия. То есть мы смотрим, что он может делать. И предполагаем, что если он что-то делает, значит его каким-то образом это успокаивает, и мы присоединяемся к нему в этом действии. Мы думаем о эмоциях, об аффекте и о том, какое он имеет отношение к психологии. я рассказываю вам об азбуке психологии. Я использую этот термин «Аффект поведения и когнитивность». Это А, Б, В для психологии. Многие многодеятельности в основном психологов связаны с поведением и когнитивностью, познавательной деятельностью. Поведение легко измерить, легко провести исследования, можно рассмотреть его изолирование, изолировать награду, посмотреть, какой результат. Познавательная деятельность, также ее легко обозревать и измерить. Мы можем подумать о чем-то, мы можем повлиять на поведение, но аффект или эмоции это намного сложнее как для профессионалов, так и для непрофессионалов. сложнее понять, что это такое и как с этим работать. Если мы углубимся в нашу историю в 67 году до нашей эры, стойки, дали начало новому учению, в котором говорилось, что мы сильны, если можем контролировать свои эмоции. и вот именно контроль эмоций пронизывал наши стратегии уже много веков, и доктор Гринспен подумал, что в нашей деятельности, в нашей работе эмоции не нужно контролировать, это что-то крайне важное, жизненно важное для взаимодействия, жизни, это то, что имеет место во взаимоотношениях, это связь между людьми, это то, что чувствует все человеческое существо, всем своим телом и душой, на это реагирует все тело, и мы исследуем мозг, и узнаем все больше о важности эмоциональной системы, и о ее влиянии, о влиянии эмоций на всю жизнедеятельность организма. Мы, тем не менее, все равно занимаемся и когнитивными, и поведенческими, бихеверистскими вещами, однако основание у нас такое с первого дня, когда ребенок в первый раз попадает в объятие матери, создается эмоциональная связь между ребенком и матерью, потом и отцом, и другими членами семьи, которые заботятся о ребенке, но эта эмоциональная связь крайне важна для нашего основного базового развития. Мы начинаем именно с этой эмоциональной связи свою работу. Тут приведены некоторые мысли относительно более традиционных методик. Катя уже об этом говорила, что 30 лет назад мы умели измерять поведение лучше всего, контролировать поведение. Действительно, это было неплохо, во многом были возможности, которые открывались для семей, родителей, и многие люди могли успешно жить и существовать в обществе благодаря таким методикам лечения и терапии. Но реальность такова, что мы знаем сейчас уже нечто большее. Если мы посмотрим и сравним традиционные поведенческие методики с новым подходом, мы скорее, знаете, не выбираем один или другой, это не или-или. Мы думаем о том, как развивать ребенка с самого начала, на новых основаниях. Но традиционные подходы, как я уже говорил, смотрят на поверхностное поведение, смотрят на то, на поведение, которое можно наблюдать, и пытаются управлять этим поведением. Мы знаем, что каждое поведение, каждая поведенческая модель, реакция, имеет какую-то первопричину. Поведение это лишь реализация того, что происходит внутри, то есть мы должны не на поверхность смотреть, не на поверхностные проявления, а на то, что происходит в глубине, там глубоко. и всегда мы можем как-то отвлекаться, смотреть, смотря на поведение, измеряя поведение, пытаясь гнаться с какими-то поведенческими реакциями и пропагандировать их, насаждать. Но наша цель попытаться понять, что происходит внутри у человека. Об этом говорила Катя относительно внешнего и внутреннего. мы смотрим, что происходит внутри, мы пытаемся построить исходящее изнутри у человека желание коммуницировать и взаимодействовать, а не в результате внешнего какого-то стимула или награды или каких-то внешних последствий в случае того или иного поведения. Мы хотим внутренний ответ развить. Это будет намного более эффективно, чем внешние факторы, которые влияют на поведение человека. Возникают всякие разные выводы, вызовы, когда мы говорим о поведенческих методиках, потому что навыки, которые можно развить с помощью поведенческих методик. Они, знаете, подобны каким-то медикаментам с побочными эффектами, которые могут возникнуть. И есть разные побочные эффекты от поведенческой методики. То есть, если мы учим ребенка какому-то навыку, подразумеваем при этом, чтобы навык был генерализован и повлиял на другие сценарии. То есть, если мы учим ребенка говорить привет, когда он заходит в школу, в класс, и он учится говорить привет, потому что его награждают за это, как-то хвалят, но мы ожидаем, что он будет в других местах говорить привет, не только в школе, в классе. Но это не всегда так, и нам нужна концептуализация. Человек должен понимать, почему он с кем-то взаимодействует, должно быть желание взаимодействовать с окружающими. Иначе этого взаимодействия может и не происходить, если нет внутреннего понимания. То есть, поведенческие подходы, чисто поведенческие подходы, часто упускают из виду то, что ребенок на самом деле, у ребенка внутри идет борьба, не учитывают причины, внутренние причины, и часто охота у ребенка пропадает, желание общаться пропадает, и он чувствует непонимание, чувствует, что его не понимают другие, а вот с помощью флор-тайм мы пытаемся понять, что происходит внутри человека, пытаемся понять, каково это, чувствовать то, что чувствуют ребята с рас, и помогаем им реализовать свой потенциал в полной мере и снять ограничители. у нас мало времени, к сожалению, но мы будем три дня продолжать говорить об этом, но просто немного о мозге и аутизме. Мы узнаем о аутизме и мозге так много, а еще намного большего пока не знаем, но есть некоторые отличия в мозгу тех, у кого есть этот спектр расстройств. Ну, наверное, и у нас, у всех тоже есть отличия. Мы знаем, что некоторые вещи более характерны для тех, у кого есть рас. Например, некоторые реакции происходят намного быстрее, повышенная миндалевидная железа, повышенная активность. Мы провели исследование, что после применения флор-тайм активность миндалевидной железы падает и активизируются другие части мозга и выходят на заданные показатели. В результате исследований мы пришли к тому, что были проведены исследования мозга, которые подтвердили наше понимание методики DIR и того, как надо взаимодействовать с человеком и того, как можно разрабатывать его нейродеятельности, ответ, отклик с помощью уважительного вовлечения, с помощью любви мы можем разрабатывать эти нейроканалы и, конечно, мозг начинает функционировать намного лучше. развитие, индивидуальные отличия и взаимоотношения, на которых базируется наша методология. Мы стремимся развить ребенка, а развить ребенка все равно, что построить дом. Сначала закладываем фундаменты, идем вверх. И вот мы понимаем индивидуальные отличия, используем их и вовлекаем во взаимоотношения. Вот то, в чем заключается наша методика Дэта развития. Мы будем говорить об этом в более поздних презентациях намного подробнее о потенциале развития. Но вот общая информация основная. Мы понимаем, что нужно идти в развитии снизу вверх по этой лестнице. Это отличается даже от философской точки зрения. Но мы можем достичь серьезного прогресса в развитии ребенка и способствовать дальнейшему росту и развитию. Лестница развития разработана доктором Гринсвеном. У нас сегодня будет презентация нашими экспертами по этой лестнице очень подробно с примерами, поэтому мы даем здесь очень краткий обзор. Первая ступень и наиболее важная это саморегуляция и совместная регуляция интерес к окружающему миру. Мы знаем, что дети с самого начала учатся передавать свои внутренние чувства эмоциями во внешний мир. Допустим, если ребенок маленький голодный, он плачет, или мокрая пеленка, он тоже заплачет, и, соответственно, родители покормят, поменяют пеленку, и ребенок успокаивается. То есть вот это первая стадия способности регулировать свое внутреннее состояние, когда мы убираем какой-то раздражитель. То есть это самая первая основная ступень. От нее нужно отталкиваться. Второе это вовлечение и общение. Доктор Гринспен говорил об этой стадии еще как влюбленность, влюбленность в мир. То есть мы знаем, что дети тоже с самого начала малыши могут отличать голос мамы или бабушки или любого человека, который ухаживает за ними от голоса незнакомца. Они через постоянное взаимодействие действительно влюбляются и получают удовольствие от контакта. И очень часто родителям одна из самых сложностей родителей детей с раз вот эта невозможность или трудность получения вот этого контакта порой кажется невозможным эта стадия порой кажется невозможным для родителей здесь раз и раньше может быть даже и сейчас в каких-то моментах родителям советуют насильно ребенка повернуть к себе и осмотреть в глаза стараться обнимать что-то делать своей инициативой но здесь смысл этой стадии по доктору Гринспену что у ребенка должна быть внутренняя мотивация он должен хотеть вступать в отношения и идти на контакт только тогда он в этом случае эта способность он осваивает эту способность далее двусторонняя целевая коммуникация это когда маленький ребенок свои начинает уже свои эмоции выражать с какой-то целью или он улыбается мама улыбается ему в ответ и он снова улыбается он улыбнулся потому что улыбнулись ему то есть он уже учится именно подавать какие-то сигналы коммуницировать это как бы невермальная коммуникация далее сложная коммуникация совместное решение задач это способность ребенка проделать несколько шагов коммуникации допустим у меня сын которому полтора года который подходит ко мне берет меня за руку ведет меня к коляску звуками показывает что нужно одеть ему кроссовки и отвезти его к коляске и поехать гулять то есть ребенок проделал несколько шагов чтобы сказать ему что ему нужно от меня и если на этой же стадии ребенок начинает осознавать что есть я а есть мама что если мама может быть не хочет на прогулку пойти то он может быть закатит истерику то есть на этой стадии ребенок начинает развивать понимание что есть я а есть другие использование символов и создание эмоционально значимых идей ну это это начало абстрактного мышления то есть ребенок начинает удерживать мы удерживать голове образы и символы то есть например опять же ребенок полтора года если ему что-то нужно или что-то не нравится он может уже в каких случаях сказать вместо того что просто плакают скажет не хочу или дай мне что-то то есть они уже начинают связывать какие-то образы с реальностью и шестая ступень логическое мышление построение мостов между идеями на этой стадии ребенок может соотносить внутренний мир с внешним проводить параллели и различия это стадия когда ребенок начинает изобретать играть символическая игра может начать играть в игры с правилами и так далее это лишь первые шесть стадий доктор Гринспен выделял больше то есть есть девять стадий которые ребенок развивает и вообще он выделял их 16 но вот эти шесть почему важно говорить именно о первых шести базовых ступенях если ребенок освоил согласно доктору Гринспену если он освоил первые шесть базовых ступеней у него очень хороший фундамент для дальнейшего развития то есть они действительно являются наиважнейшими потом в течение жизни человек развивается дальше но они уже позируются именно вот на этих основных ступенях и типично развивающийся ребенок осваивает вот 4-5 годам данные ступени но ребенок с различными отклонениями расстройствами его это может занять намного больше времени вот эти вот шесть ступенек в развитии мы об этом говорим очень много когда имеем дело с маленькими детьми приводим примеры новорожденных раннего детства говорим о нормальном процессе развития помните что эти шесть ступенек начинаются на ранних этапах жизни называются в течение всей жизни для детей с аэра с раз или для взрослых с раз для тех кто смотрит нас трансляции кто здесь есть связь между этими шестью ступеньками мы можем работать используя эту связь для более глубокого развития саморегулирования саморегуляции интерес к окружающему миру возможность регулировать себя вы можете здесь сидеть слушать эту конференцию и заинтересованно следить за ходом конференции с готовностью обмениваться информацией все мы по-разному можем этим заниматься некоторые сидят и слушают снова и снова и снова длительное время другим надо будет встать подвигаться походить и таким образом мы учимся понимать свою регуляторную систему понимать и учиться саморегуляции и заинтересовываться миром даже мы взрослые можем работать над этим навыком и улучшать их уже в таком позднем возрасте помните что работая с детьми самим маленькими и более старшими детьми и молодыми взрослыми все это применимо для тех у кого есть раса у кого нет раса потенциал в области развития очень важен эти все шесть ступенек они помогают успешно взаимнедействовать коммуницировать с миром для тех у кого есть аутизма нет индивидуальные отличия индивидуальные отличия когда начинают практиковать floor time мы говорим что нужно к каждому подходить индивидуально мы понимаем под этим уважительное отношение к человеку да это так и как многие из подходов говорят мы будем разработать индивидуальные сервисные образовательные планы индивидуально подходить к заботе это все так но floor time содержит себя больше чем любой подход по которому я работал он включает понимание того как человек воспринимает мир взаимодействует с миром очень глубоко глубокое понимание это ежесекундное понимание это взаимодействие и мы понимаем что происходит в голове у человека это обработка сенсорных сигналов например как ощущения из внешнего мира воспринимаются мозгом как мозг обрабатывает и тело как реагирует и усваивает организм связанные всякие отличия в здоровье например гастро какие-то кишечные или другие психиатрические отличия желудочно-кишечные психологи психиатрические проявления мы должны следить за тем как это влияет на ежесекундное взаимодействие обработка слуховых и звуковых сигналов как воспринимаются звуки как они хорошо как хорошо они могут слышать и видеть даже вот базовые какие-то вещи ну и какие-то другие моменты на которые мы смотрим в рамках партнера по подходу Dear Floor Time и сегодня позже господин Спилман будет рассказывать об этом подробнее но действительно это один из кроугольных камней нашего подхода понимания того как человек взаимодействует с миром как мы можем помочь ребенку что сделать для того чтобы выявить его сильные стороны и развить их что сложно пока как преодолеть существующие сложности каждому конкретному ребенку отношения R of DIR доктор Гринспен говорил что фундаментальные вещи происходят в эмоционально заряженных отношениях эмоционально заряженные отношения играют колоссальную роль в развитии ребенка и являются его фундаментом не только эмоционального и социального развития но и обучение каким-то дисциплинам математике и так далее доктор Гринспен в своей книге на ты с аутизмом писал что очень часто сталкивался с людьми с родителями которые считали что невозможно найти с ребенком контакт ребенок не говорит или очень много было попыток и это невозможно но он всегда говорил что за 30 лет своей работы он не встречал ни одного ребенка каким бы тяжелым неврологическим отклонением отклонению не было он не встречал ни одного ребенка с которым бы он не мог найти контакт и естественно близость отношений бывает разных уровней развитие речи у каждого ребенка разное то есть он говорил что нужно начинать с чего-то и потом придут эмоции придет теплота и это является самой необходимой одной из самых необходимых условий развития как я уже повторюсь он говорил отношения это горючее развитие домаш что о том что такое аффект мы будем об этом говорить сегодня завтра и послезавтра об аффекте эмоциях о том насколько это важно это базовая категория для взаимоотношений и как можно использовать это в отношениях в процессе терапии это очень сильный инструмент мы рассмотрим разные контексты доктор Эд Троник смотрел на лицо без эмоций это эксперимент вот может быть вы видели этот эксперимент это очень интересное видео берущее за руку мы берем на секунду исключаем из уравнения эмоций для того чтобы посмотреть как сложно ребенку становится когда этих эмоций и нет в процессе взаимодействия в этом уравнении так сказать это полевые исследования раннего развития и мы видим что на детей влияет окружающий мир и можно повлиять на их психическое здоровье таким образом в положительную сторону вот важность эмоциональной связи использование ее как качество основного инструмента здесь продемонстрировано этот маленький ребенок очень сильно откликается на эмоции и привлекает реактивность к социальному взаимодействию вот мы изучаем это уже 30-40 лет тогда 30-40 лет назад мало кто думал что какие дети могут вовлекаться в социальное взаимодействие вот мать например садилась перед ребенком начинала играть где-то с годовалым ребенком темой маленький она приветствует ребенка ребенок приветствует и вот этот ребенок начинает указывать пальчиком на разные места и мама пытается увлекать его они работают для координации эмоций для привлечения внимания вот к чему привыкает ребенок а потом просим мать не отвечать ребенку быстро очень быстро ребенок это воспринимает и когда она эта девочка исчерпывает свой потенциал инструментов инструментарь для того чтобы привлечь маму она улыбается маме потом пальчиком указывает потому что привыкла что мама будет смотреть туда куда девочка указывает обе ручки тянет девочка и потом говорит что же происходит что случилось она начинает выезжать ну что же такое чтобы привлечь внимание матери даже за эти две минуты когда нормальной реакции не происходит начинаются отрицательные эмоции она отворачивается чувствует стресс и конечно теряет контроль за положением тела и вот мой маленький а что делаешь чем ты занимаешься да 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 какая девочка хорошая вот вот знаете хорошее плохое и ужасное вот мы чувствуем разницу хорошее это то что мы делаем с нашими детьми каждый день плохое это когда когда что-то плохое происходит но ребенок может преодолеть это например сначала такое вот лицо без эмоций а потом не снова начинают люди когда происходит самое ужасное то вы не даете ребенку возможности вернуться обратно и восстановления не будет и они застревают в такой ужасной ситуации детям в какой-то степени это даже немножко действует на нервы беспокоит для того что мы видим как быстро ребенок теряет контроль но хорошо что можно быстро вернуть эмоциональный отклик поведенческий отклик но с точки зрения floor time это связь эмоциональной это эмоциональная связь она естественным образом происходит между тем кто заботится и ребенком родителям ребенка мы можем обучать родителей использовать это внимание и заботу как инструмент а также мы как профессионалы можем использовать это в своей практике в качестве инструмента давайте посмотрим на то что же такое floor time здесь есть такие компоненты как D это важный компонент для развития навыков это своего рода фундамент а нам нужен надежный фундамент на котором будет строиться все остальное это развитие дали индивидуальные различия необходимые для эмоционально заряженных отношений и отношения это основы я думаю что в третий день конференции мы проведем круглый стол на котором рассмотрим различные примеры Dear Floor Time но на этом слайде вы можете увидеть основные принципы Floor Time и из чего они состоят во-первых во-первых это настрой на эмоции ребенка на эффект это кажется несколько абстрактной идеей и люди думают ну хорошо кажется это очень просто я просто посмотрю на то как себя чувствует ребенок какие у него сейчас чувства но те кто прошел через первый курс DR на самом деле для первого пункта нужно намного больше времени и практики чтобы понять как именно настроиться на эмоции ребенка но это естественный процесс того когда вы просто осознаете все небольшие проявления того как взаимодействует ребенок и того как мы все взаимодействуем эмоциональные процессы и те эмоции которыми заряжен этот процесс Катя уже говорила об этом это идея быть с ребенком или делать что-то с ребенком мы в основном заняты тем что мы делаем с ребенком мы заняты тем что мы должны сделать чего мы должны добиться во время какой-то сессии или во время урока в школе и из-за этого мы часто забываем о важности того что мы должны просто быть с другим человеком и процесс быть с человеком очень важен Мы думаем о том, что очень много появилось технологий, которые помогают нашим детям, но дети слишком много времени проводят с электроникой, за экраном, и часто они забывают о важности того, что нужно быть с другим человеком. На видео, которое мы только что посмотрели, тому ребенку просто хотелось, чтобы он был со своей мамой, и как только он увидел, что мама не с ним, он почувствовал, что он расстроен. Поэтому очень важно просто быть настроенным на эмоции ребенка. Идея совместной регуляции – это то, как мы развиваем нашу способность регулировать. Мы все развиваем нашу способность, допустим, сидеть здесь и выслушать эту конференцию. Это тоже связано с со-регуляцией. Все начинается с того момента, когда ваши родители или те, кто заботится о вас, обнимают вас, когда вы плакали, будучи маленьким, и делили с вами ваши эмоции. Это процесс со-регуляции. И это происходит на протяжении всех отношений. И мы пользуемся процессом со-регуляции в качестве ключевого инструмента в рамках Floor Time. И таким образом мы понимаем, как мы можем использовать самих себя, то есть профессионалов и родителей, в процессе со-регуляции, который поможет ребенку самому также регулировать себя и проявлять интерес к миру. Это своего рода самоконтроль, но нельзя просто подумать об этом и решить. Я сейчас решу для себя, что я буду контролировать тот или иной импульс, или что я решу для себя не делать чего-либо, чего я хочу сделать, но не совсем полезно для меня. Это скорее внутренний процесс, который развивается часто с помощью со-регуляции. Это часть развития регуляции, но со-регуляция является ключевым процессом. Пауэрли. Как это делать? Здесь имеется в виду, что во время взаимодействия с ребенком игры присоединиться к тому, что он делает. Даже если с вашей точки зрения в данный момент то, что он делает, не имеет никакого смысла. Если ребенок автоматически что-то делает, двигает машинку взад-вперед, взад-вперед. Идея в том, что вы садитесь рядом с ребенком и начинаете делать то же самое, каким бы действие ни являлось. Я часто люблю приводить пример. У меня мой старший ребенок, которому 5 лет, он нейротипичный ребенок, но в нашей семье мы говорим на трех языках. На английском, испанском и русском. И я заметила, что я всегда говорю со своими детьми на русском, но отвечают в основном они на английском. Я заметила, что единственные моменты, когда ребенок говорит со мной, отвечает мне на русском языке, это когда сажусь с ним рядом и начинаю играть с ним в его лего, которые я особо не знаю ничего о супергероях, но я сажусь с ним рядом и начинаю с ним играть. И ребенок, для меня это было такое открытие, он начинает говорить со мной на русском языке. То есть для него это открывается какая-то новая дверь, и я как будто нахожу своего ребенка. Русская сторона. Перемещение вверх и вниз по лестнице развития с ребенком. Здесь имеется в виду, что ребенок не так происходит, что ребенок усвоил одну стадию, и вот он пошел дальше по лестнице, и на шестой стадии, и вот он все хорошо, отлично, и дальше он никогда по лестнице не спускается. Даже во время одной сессии с психологом или во время игры с ребенком, ребенок может идти вверх-вниз по лестнице. И очень важно специалисту или родителю видеть, на какой стадии находится ребенок. Например, если вы играете с ребенком и работаете над его четвертой стадией, и все хорошо, и он спокоен, играет, вовлечен во взаимодействие с вами, но потом неожиданно он расстраивается по какой-то причине, начинает кричать, плакать, расстроен, истерика. В этот момент важно ребенку или специалисту спуститься на первую ступень, регуляться, успокоиться, прежде чем пытаться снова подняться на четвертую. То есть это постоянное такое вверх-вниз, и как Джефф тоже говорил, в течение всей жизни мы, как люди, всегда идем вверх-вниз по лестнице развития. Это пересечение искусства и науки. Мы знаем, какова наука, на основе которой все это появляется. Мы знаем, какие шаги предпринимаются. Но это искусство, уметь взаимодействовать с человеком и уметь перемещаться вверх-вниз по лестнице развития. Для этого требуются усилия, и часто многое из-за этого происходит естественным образом, но тем не менее вам нужно учиться. Это все равно, что научиться танцевать. Сначала вы учитесь определенным шагам, а затем вы доходите до уровня, когда кажется, что вы просто летаете по полу, а не думаете о каждом шаге. И в этом процессе мы наблюдаем постоянные циклы коммуникации. То есть происходит постоянный откат и продвижение вперед, шаг назад-вперед. И нужно продолжать взаимодействовать, и нужно продолжать это поступательное движение назад и вперед. Я очень часто говорю с точки зрения нейробиологии. Мы наблюдаем за этими нейродорожками в голове, в мозге, и мы понимаем, что чем больше интенсифицируется взаимодействие, тем больше нейродорожек развивается в мозге человека. Развивать процесс и ставить задачи, когда необходимо. Это важный процесс флор-тайм. Это один из ключевых концептов, что нужно следовать за устремлениями и требованиями ребенка. Нужно быть уважительным, поддерживать играющий процесс с ребенком. В то же время мы делаем все возможное, чтобы ставить задачи перед ребенком, чтобы он шел дальше. Это часть нашей концепции, и мы делаем все возможное, чтобы ребенок развивал свои способности в любой ситуации и продолжал стремиться к новым уровням. Это центральный процесс, и мы постоянно работаем над тем, чтобы ставить задачи перед ребенком. Да, вначале мы действительно следуем за устремлениями ребенка. Мы начинаем с интересов ребенка, но в то же время нужно осознавать, что мы ставим перед ребенком задачи и развиваем для него, расширяем границы. И последнее. Поскольку речь идет о процессе, основанном на отношениях, и мы говорим о приближении, о не о содержании, и меньше говорим о содержании взаимодействия, а скорее больше о самом процессе, то необходимо помнить о саморефлексии. Это очень важно для меня как клинического психолога, как родителя. Для меня важно также прислушиваться к себе и понять, каким образом я влияю на процесс флор-тайм. Это крайне важно для того, чтобы процесс был успешным. И в конце презентации хочу показать короткое видео. Это пример флор-тайм. И это часть серии тренингов, которые мы проводили несколько лет назад. Это простой пример взаимодействия. Я подробнее расскажу о том, что происходит на этом видео, но вы сами увидите радость от связи, и вы увидите, как ребенок раскрывается, как только происходит эта связь. Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА То, что сейчас произошло, это был аффект эмоций. Это своего рода магия, и мы хотим добиваться такого все время. Вы больше взаимодействовали с ребенком, вы играли, вы действительно начали работать с ним. И он в ответ также проявляет инициативу. Действительно, прекрасно, вы можете это делать, и это поможет вам со всем остальным. Это своего рода основа. Вы все равно что заложили фундамент. Это необходимо для постоянного взаимодействия. Продолжайте в таком же духе. Итак, это ключевой процесс взаимодействия. Необходимо продолжать такое взаимодействие, шаг вперед, два назад. Это важно для ключевых процессов развития. И в то же время это так сложно для многих детей с рас. Как говорил доктор Гринспен, он очень много мудрого сказал, и это цитата, к которой мы чаще всего прибегаем. Речь идет о том, что мы несем ответственность за то, чтобы каждый ребенок в этом мире смог раскрыть свой потенциал. И возвращаясь к вопросу, который задала Екатерина вначале, у нас есть знания. Как же мы их используем сейчас для того, чтобы улучшить жизнь наших детей, чтобы они росли и развивались? И я рада, что у меня есть возможность провести с вами еще два с половиной дня, три дня почти, чтобы мы смогли вместе прийти к ответу на этот вопрос. Ведь мы действительно можем вместе прийти к этому, можем вместе научиться тому, как сделать жизнь наших детей лучше и как помочь им развиться. Спасибо. Джефф, Екатерина, огромное вам спасибо за введение в проблему. Спасибо. Приветствую вас всех вновь. Хочу представить нашего следующего спикера, о котором я уже говорил коротко. Вирджиния Спилман. Мы впервые встретились, когда я участвовал в курсе. Она была там во главе центра в Гонконге, и она меня абсолютно очаровала и своими знаниями, и своим опытом, но и также умением объединять все это, синтезировать ее знания таким образом, что все это очень впечатляет и помогает тем, кто учится у нее индивидуальным различиям. Вирджиния – эрготерапевт. Она училась в Великобритании, продолжила свое образование в области эрготерапии. И у нее степень магистра, и она сейчас пишет докторскую. И сейчас она исполнительный директор Института сенсорной обработки Стар. Я очень ценю Вирджинию. Спасибо. Как сказал Джефф, я генеральный директор Института сенсорной обработки Стар в Денвере, штат Колорадо. Этот институт учредила доктор Люси Милла. Она исследовала сенсорную обработку и интеграцию. Она многие годы работала над этим и учредила Стар за год до моего рождения, то есть 41 год назад. Она изменила наше видение сенсорной обработки с помощью своей работы. И она учредила научную рабочую группу, о которой я вам позже расскажу. С радостью приглашаю вас зайти на наш веб-сайт. На английском можно пройти обучение в режиме онлайн. У нас очень много курсов, вебинаров, и мы продолжаем разрабатывать новые все время. Как говорил Джефф, я училась в Великобритании на эрготерапевта. Я практикую в Великобритании, Гонконге, Кеннии и США то, чему я следую. И впервые я выступаю в России. И спасибо за приглашение. Темпл Гратен – это девушка с аутизмом, которая очень много говорит о своем опыте. Она выросла в нейротипичном мире, в мире, который создается людьми без аутизма и без такого опыта. Она сравнивает аутизм и подобный опыт с настройками на звуковой панели. Каждая песня, каждый музыкант – это все очень разные звуки. И нужно научиться тому, на какие кнопки нажимать, где что крутить, где уменьшать звук, увеличивать звук. И она говорит, что это лишь небольшой пример, который демонстрирует о том, как различается каждый человек. И мы будем говорить о том, почему Deer Floor Time является междисциплинарным подходом. поскольку нам нужны специалисты в области языка, психологии, сенсорной обработки, которые могут работать над сенсорной обработкой и эрготерапией, физиотерапией, в области образования. И этот список можно продолжать до бесконечности. Это невероятно сложная наука. Есть невероятно прекрасная книга, называется «Невротрайбы» или «Невроплемена». Это действительно очень большая книга, в которой описывается история аутизма и классифицируется болезней. Он говорит, что каждый человек с аутизмом требует написания целой биографии для того, чтобы поставить диагноз. Сейчас больше нельзя провести всего полчаса с профессионалом и определить, что у человека есть аутизм и отправить его домой. Необходимо усердно трудиться для того, чтобы понимать каждого индивидуума и его различия, которые настолько сложны, в которых так много разнообразия и различий. Когда мы говорим об индивидуальных различиях в аутизме и в ОДИР, мы смотрим на самые различные компоненты, и я сегодня рассмотрю некоторые из них. Но можно написать целую докторскую про это, если вы захотите. Есть компоненты, которые имеют отношение к окружающей среде. Есть компоненты, которые связаны с нашим телом. Аллен Фолкнер говорит, что дети вступают в разные отношения. Это отношения с миром, отношения с телом и самим собой и отношения с тем, кто заботится о ребенке и друг с другом. Индивидуальные различия имеют огромный потенциал, который может повлиять на успех выстраивания каждых из этих отношений. И если мы неверно рассмотрим наш мир и неверно его интерпретируем, то наша нервная система скажет нам, что это небезопасное место, это опасное место, то это может прервать процесс развития. Поэтому мы рассматриваем причины таких поведений, когда мы смотрим на индивидуальные различия. Классический пример, как я об этом уже говорила, это лечение, в котором мы пытаемся управлять поведением. Но мы смотрим на поведение и пытаемся проанализировать причины каждого поведения. Мы своего рода детективы поведения. Мы проводим расследования, чтобы понять, что произошло. И таким образом мы пытаемся понять, что приводит к тому, что ребенок чувствует то или иное чувство, и потом мы интерпретируем его. Мы знаем, что нет двух одинаковых детей. Мы об этом уже говорили. Мы считаем, что лечение не должно одинаково рассматривать детей. мы должны проводить процессы и писать протоколы, влияние на детей, ведь они бесконечно отличаются друг от друга. То же самое касается всей их жизни. Это касается и подростков, и взрослых, и людей старшего возраста. мы должны подумать о таких компонентах, как сон, общее здоровье человека, ребенка, кормление, питание, зрение, слух. Мы не говорим только о видении 20-20 или частоте звуков, которые может услышать ребенок. Также нужно рассматривать систему поддержки, то есть семья, терапевт или врач. А ведь у многих детей нет доступа к возможности лечиться у терапевта, а также социальные ресурсы и общество. Мы должны также учитывать иерархию потребностей. Возможно, мы должны рассматривать и академические способности, ведь мы хотим, чтобы ребенок умел писать и читать. Но что насчет безопасности и сохранности? Чувствует ли ребенок, что он безопасен? Ведь это фундаментальные вещи. Безопасность позволяет ребенку функционировать. Мы должны чувствовать себя безопасностью, чтобы участвовать в чем-то и взаимодействовать с кем-то. Еще более важным является сон ребенка. Есть ли у ребенка безопасное место, где он может отдыхать и жить? спят ли родители? Родители, которые не могут спать, также нуждаются в поддержке, связанной со сном. Мы же видели видео, на котором мама очень много усердно работала, а доктор Гринспен говорил, «И это то, что нужно вашему ребенку все время». А мама ответила, «Все время?» Это ведь так много времени займет. То есть нужно рассматривать такой важный компонент, как сон. Это фундаментальный компонент, и он важен, прежде чем на него накладывать другие уровни. Также различается иерархия потребностей ребенка и родителя. Дети полностью зависят от других в плане безопасности, в плане обеспечения их потребностей. Ребенок человека рождается полностью беззащитным и уязвимым. А ребенок ведь еще даже не завершил свое развитие. Мозг человека еще не полностью сформирован, когда человек рождается. Очень важны несколько первых месяцев беременности, потому что ребенок все еще формируется, он все еще растет. А когда он рождается, первые несколько месяцев также время, когда он развивается. Это время, когда ребенок крайне беззащитен, уязвим. И именно в это время мы уже должны начать устанавливать отношения, чтобы помочь нейронам в мозге ребенка создавать мозг. И эти первые несколько месяцев жизни ребенка это поможет ребенку развиться быстрее. С помощью отношений, с помощью заботы развивается мозг человека. Поэтому так отличается иерархия потребностей ребенка и взрослого, потому что ребенок полностью зависит от тех, кто о нем заботится. И мы таким образом возвращаемся к вопросу Кати. о том, что мы знаем сейчас о мозге, об отношениях, о силе взаимодействия между ребенком и родителем. каким образом мы можем реагировать на ту терапию, которую мы сами проводим. Нужно начать с рассмотрения индивидуальных различий, нужно поддерживать индивидуальное развитие, или же наоборот отойти от индивидуального различия. Что же нужно изменить в той поддержке, которую мы оказываем в нашей системе, в нашей школе, мысли в рамках нашего сообщества, что мы делаем. Итак, рассмотрим здоровье. Мы работаем с педиатрами, с терапевтами, с специалистами в нутрициологии, с аллергологами. Мы делаем все возможное, чтобы все было учтено. Подумайте о важности респираторного здоровья. Если ребенок не может нормально дышать, если диафрагма не работает почти, ведь многие такие дети страдают от астмы, то есть мы считаем, что целая команда докторов должна быть вовлечена в работу и здоровье ребенка. Итак, зрение и слух. Вы проводили проверку зрения и слуха ребенка. С исторической точки зрения, когда дети с раз проходят через поведенческую терапию, выясняется, что у ребенка никогда не проверяли зрение и слух, хотя это абсолютно фундаментальная вещь, это крайне насущная необходимость, и через это нужно пройти в первую очередь. Нужно сделать все возможно, чтобы первичный сбор информации о ребенке был проведен до первой встречи с арготерапевтом, как спит ребенок, как он слышит, как он видит. Мы делаем все возможное, чтобы родители этим занимались. Посмотрите на среду жизни ребенка, то есть близкие родственники, дальние родственники, поддерживают ли их дедушки и бабушки, являются ли они положительным влиянием или они токсичны. Можете ли вы обратиться к кому-то, кто может вам помочь, если у вас не получается. Нужно учитывать культуру, окружающую среду и кросс-культурные элементы. Если собрать все эти различные компоненты, здорово, кто-то это перевел. Это документ, который можно использовать. Что такое? Есть какие-то ошибки? Мы можем использовать это в качестве шаблона для того, чтобы рассматривать индивидуальные различия. Нужно смотреть, реагирует ли ребенок на что-либо, что у него с двигательными способностями? Может ли он визуально обрабатывать информацию? Итак, разобраться с сенсорной интеграцией ребенка. Необходимо понять, какие процессы задействованы. Сенсорная интеграция и обработка это то, что появляется в утробе. Именно так ребенок реагирует на внутренние и внешние сигналы. Именно так ребенок ощущает мир. И нужно понимать, что нельзя различать чувства и эмоции, сенсорные чувства и эмоции. То, как мы себя чувствуем, это и эмоциональный, и чувствительный процесс. И это влияет на аффекты и на эмоции во всех областях жизни. Поэтому нельзя сказать, это сенсорный опыт, а это эмоциональный. Подумайте о новорожденном и о том, как он сначала вступает в отношения со своей матерью. Это, как правило, тактильные действия, это прикосновения кожи к коже. И мы представляем примерно, что происходит в мозге ребенка. Для него это крайне важно. Для него важен опыт прикосновения к матери. И чувства и аффект взаимосвязаны, их невозможно разделить или разграничить. Я еще вернусь к этому. Итак, почему сенсорные особенности важны? То, как мы воспринимаем мир через сенсорные процессы и интеграции, крайне важно. сенсорные существами. Мы изначально сенсорные существа. И мы рассмотрим каждую из этих систем в рамках презентации. Но это начинается действительно на ранних этапах жизни человека. это фундаментально для рас. Очень много различий в том, как индивидуумы воспринимают мир с помощью своих сенсорных систем. И мы начинаем думать, что возможно, что изучая движение в утробе, можно определить детей, которых позже в жизни можно диагнозировать, у которых возможно потом выявить аутизм. Можно выявить ранние сигналы, а это крайне важно, возможного аутизма. Это значит, что можно развивать сенсорные особенности с помощью вмешательства. И так можно улучшить качество жизни человека сразу. Мы смотрим, как мы познаем мир, ощущаем мир, чувство, которое отвечает за движение, гравитация. расскажем более подробно о том, что значит эти разные системы. Нам нужны эти системы для того, чтобы получать необходимую информацию и оставаться в безопасности. Одним их фундаментальных элементов является возможность поддерживать гомеостаз. вы сегодня в отеле останавливались? Прошлой ночью кто? Поднимите руку вот здесь где-то кто-то. Да, кто-то останавливался в отеле. Вы засыпали и для вас было новым ощущением засыпания в отеле. Ваши органы чувств настраивались и улавливали все новое в этой среде, в которой вы до этого не спали. Новые звуки с улицы. Вы чувствовали, что на ощупь подушка, одеяло или матрас выглядят по-другому. Матрас может быть жесткий или слишком мягкий. Воздух также отличался. Свет в комнате надеюсь, что в течение ночи ваш организм почувствовал эту разницу, решил, является ли или нет это приоритетом. Если это не является значимым, то привык, организм привык к новым вводным. Это привыкание позволило вам вернуться к состоянию гомеостаза. способность поддерживать равновесие. То есть, сначала ваш организм ответил на стресс из-за всего нового, что он увидел, а потом вы привыкли и вернулись к гомеостазу. Надеюсь, что сейчас в нем находитесь. Я, кстати, не часто смогу. Я резко, мало привыкаю, редко, сложно привыкаю. я снова и снова зацикливаюсь на этих новых стимулах. И для меня редко первая ночь в отеле является спокойной. Я редко хорошо сплю, потому что у меня чрезмерный отклик системы, нервной системы и других некоторых систем. Мы об этом поговорим подробнее. Вы можете подумать о детях и людях рас и то, как их организм может поддерживать гомеостаз. Сложно или легко им этого достичь? Как мы можем им помочь? Многое связано с ощущениями. Поступает стимул, это новый стимул, новая информация. Опять представим номер в отеле. Организм замещает изменения. Информация посылается в мозг. Мозг решает, важно это или нет. Надеюсь, что в основном правильные решения принимаете, хотя не всегда. Потом нервная система в номере отеля решает, как правило, да нет, все в порядке, мы в безопасности, можем привыкнуть и вернуться в состояние равновесия. Однако, если, допустим, запах дыма идет, что-то к чему приходится, на что приходится обращать внимание, некоторые системы верхнего уровня у вас включают сигнальную тревогу, и вы решаете разобраться с этим. Вот такие системы, ну, например, если там срабатывает какая-то сигнализация по-настоящему, тоже вы реагируете. дети учатся всему этому с помощью практики, взаимодействия, взаимоотношений, они смотрят на своих родителей, ожидая от них помощи в какой-то ситуации, и подсказки является ли ситуация безопасной или нет, это смешно или это страшно, и так далее. наш организм учится за счет взаимоотношений всему новому. Сенсорная система, которая помогает нам, наши органы чувств, помогает нам воспринимать информацию. Мы поговорим о этих разных органах чувств. Это вкусовые ощущения, прикосновения, слух, зрение и запах. Это вот пять чувств. Если вы в начальных классах школы спросите в основном детей, они скажут, что пять органов чувств, есть пять чувств. Но мы не говорим о том, что кто-то там видит будущее и так далее. Мы говорим о именно биологических системах. Есть еще проприоцептивные системы, это положение тела, частей тела по отношению друг к другу и положение относительно гравитации, баланс. Ну, это, я бы так сказал, что это очень связано с телем, с балансом, это вестибулярная система. есть еще интроцепция, это ощущение изнутри нашего тела, в литературе, которая сейчас появляется по интроцепции, говорится, что это очень полезная система. Я бы, кстати, советовал почитать эту новую литературу, потому что там очень много нового происходит, очень полезно будет ее изучить, и мы, к сожалению, не сможем сейчас об этом поговорить более подробно, но у нас будет три дня, чтобы вернуться к этому еще. Сенсорная система не есть различительная и защитная функции, то есть она служит для обеспечения безопасности и для того, чтобы мы поняли, что происходит, различали, что происходит вокруг нашей чувствительной, органы чувств могут быть давать чрезмерный отклик, какое-то маленькое событие может восприниматься, реакция может быть гипертрофированной, и наоборот, какие-то системы могут давать низкий отклик, недостаточно громко, недостаточно для нервной системы, недостаточно громко, недостаточно быстро, недостаточно заметно, чтобы эта система своевременно отреагировала. Также есть смешанные случаи, например, по трем или четырем чувствам мы можем давать чрезмерные отклики, по одному обычные, по одному какой-то сниженные, допустим. Поэтому мы начали вроде глубинную оценку. Раньше, не знаю, я получала отчеты, в которых говорилось, что у этого ребенка сложность в обработке интеграции информации, сенсорной информации. Но ситуация намного более сложная, пока только на поверхности проблемы и продолжаем изучать тему. Каждая система чувствительности может давать либо чрезмерный отклик, недостаточный, либо нормальный. Также очень важно не просто смотреть на пуденческие модели. Мы проводим стандартизированные деловолуации, потому что ребенок может слишком сильно реагировать на окружающий мир, он заикается или реагировать на все, что происходит вокруг, мечется по комнате. Но такой ребенок может также выглядеть закрытым, а не сужают, уменьшают свой мир. Они выбирают такую стратегию и кажется, что у них недостаточный отклик. На самом деле это не так. То есть по поведению не надо делать предположения. Нам не нужно быть детективами области поведения. Нам нужно проводить исследования с помощью наших коллег по обработке сенсорной информации, информации органов чувств. поговорим о интероцепции. Интероцепция висцеральные сенсорные процессы, мы раньше это называли, то, как мы получаем ответ. Например, у вас бабочки в животе, и вы чувствуете, по-русски тоже бабочки в животе есть, вы чувствуете нервы, да, нервное напряжение. Кто-то говорит, например, мне нужно попить, моя интероцептивная система мне посылает такой сигнал. Ну, например, у меня бьется быстро сердце, потому что я в этой сцене выступаю первый раз, я не нервничаю, это интероцепция. Мне нужна информация, чтобы чувствовать себя безопасно, и я говорил вам, что первая функция это чувство безопасности, физиологическое состояние меняется. Я могу судить на основе этих данных в опасности я или нет. Я должна фронтальную часть мозга использовать так же, чтобы понимать, что я в безопасности, я чувствую себя по таким-то и таким-то причинам, мне не нужно убегать из комнаты, мне нужно остаться в зале и закончить лекцию, надеюсь, именно этим я и займусь. Интероцепция дает нам всю эту информацию, это чувство внутреннего благополучия. Сейчас проходит исследование, интероцепция связана с эмоциями, это ощущение на основе эмоций. Те, кто недостаточно отвечает на интероцепцию, они часто не понимают полностью, не осознают свой эмоциональный опыт и эмоциональный опыт других людей. И, кстати, по этому поводу сейчас проводятся определенные исследования. вот классические пять чувств, мы не слишком много будем о них говорить, но это зрение, слух, вонение, вкус и прикосновение, тактильные ощущения. У нас есть эти устройства, приборы, которые подсобирают информацию и отправляют на обработку нашим ПО программного обеспечения. Вот это здесь находится. Мы не хотим, чтобы там не хотим, чтобы у нас все работало как единый ансамбль, чтобы там ничего не протекало. Мы не хотим, чтобы, допустим, одно приложение опустошало батарею, как бывает на телефоне. Нужно просто, чтобы все работало как единый ансамбль. Вот информация со всех органов чувств поступает необработанная, она интегрируется, и у нас есть большая картина, широкая картина того, что происходит. Поэтому нам нужно, чтобы ПО функционировала. Интеграция, оценка, включают как эти вот устройства, аппаратную часть, так и программную часть нашего восприятия. Вестибулярная система выявляет все чувства, которые влияют на голову. Вот, пожалуйста, как у растений. Даже у растений и деревьев есть чувство гравитации. то есть это говорит о значимости этой системы и о том, насколько она недооценена. У каждого организма есть чувство гравитации. Направление гравитации выявляется, например, если вы наобок положите растения, они повернутся не только из-за солнечного света, нет, у них еще есть датчики гравитации для человека. Это также важно. Когда мы лежим на боку, мы знаем, где у нас вверх, где вниз и так далее. Когда наши родители закидывают назад, допустим, мыют нашу голову, кстати, это спорная практика, мы знаем, где вверх, где вниз, мы в безопасности, мы можем подстроить зрение, мы можем мускулы привести у нас вокруг позвоночника для того, чтобы поддерживать равновесие. Если вестибулярная система не работает должным образом, то у нас проблемы. Это система, которая помогает организовать другие ощущения. Это вот то самое ПО мозга, которое обрабатывает поступающую сенсорную информацию, все сигналы, имеет место интеграция. Вестибулярная система очень важна. Некоторые из наших детей дают слишком сильный отклик на вестибулярные сигналы, и маленькое движение кажется для них огромным взлетрясением, смещением земли. Или, например, вестибулярная система не говорит, что мы движемся, когда глаза подсказывают, что движение идет, и тогда возникает замешательство, они не понимают, что происходит. Мы можем чрезмерно недостаточный отклик давать на разные аспекты движения, потому что у нас вестибулярная аппаратная часть может выявлять разные планы движения, например, жидкость есть, жидкость есть в этих каналах, эндо лимфическая жидкость, она двигается вместе с нами, движет мембраны, которые показывают нам план движения. Можете вот так покрутить головой? Пожалуйста, кто-то крутит, я вижу. Можем вот так вот из стороны в сторону, это угол изменяется, есть еще вверх и вниз движения, талифты. Можно сделать так, чтобы у нас запустилось тут запустился рак. Нужно будет Посмотрим, как эндолимфическая жидкость перемещается. Ощущение движения головы и угла происходит из-за движений эндолимфы в вестибулярной системе. А на темпоральной кости находится это внутреннее ухо, и те взаимосвязанные каналы представляют собой лабиринт вестибулярной системы. Она отвечает за баланс из чувства положения в пространстве. Эрелимфа находится внутри, который наполняет эти лабиринты мембран. Структура этих лабиринтов мембран состоит из трех полукруглых сфер внутренняя, наружная и боковая. Там есть эбьюла, это такое расширение, они связаны с трикулой. Таким образом мы видим движение этой системы. Сейчас посмотрим, как эндолимфа реагирует на движение главы. Для того, чтобы повышать ясность, мы сферы включим туда вот в эндолимфическую систему. Будем смотреть движение левого вестибулярного аппарата по оси вращения. Вот в боковом полукруге можем посмотреть движение. То есть жидкость движется несинхронизно, несинхронизованно с лабиринтом в результате инерции. Если мы нагибаем и вытягиваем голову, внутренние полусферы реагируют наиболее сильно. движение эндолимфы в заднем доке, в задней полусфере. Мы будем наклонять голову на бок для того, чтобы посмотреть это движение. Как вы видите, эндолимфа течет, и это является очень важным элементом процесса восприятия движения нашим организмом. Итак. надеюсь, мы можем начать представлять классические модели поведения, которые демонстрируют дети. Исторически мы пытались их загасить, и они могут быть связаны с дисфункцией вестибулярной системы, и восприятием вестибулярных движений. Дети, которые крутятся, которые крутят головой вот так вот, взрослые так же иногда ведут себя. Если вы можете подумать, то, о чем вы, то, что сейчас вы видели, можете начать в голове устанавливать связи насчет того, нужно ли мне действительно быть детективом в области поведения, или можно как-то с другой стороны подходить к делу. Может быть, у ребенка есть какие-то ощущения, которые заставляют его так себя вести. Дерегулируемая система возбуждения может нарастать. Если вы попросите их посмотреть на вас и поговорить с вами, у них гиперреактивная система, гиперреактивный отклик, и таким образом они понимают, когда кто-то из родственников взрослых требует контакта, чтобы ребенок посмотрел наверх или помыл голову, например, это для них становится сложным, и ребенок пытается избежать такого поведения. например, фиксируют шею, так вот не нагибают шею, нет, они поднимают вещи, сфиксировав шею, они не могут этого сделать, потому что сенсорная система, система чувств, которая должна обеспечивать им информацию относительно того, что происходит в мире, не работает должным образом, и им сложно даже просто повернуться в своей комнате, в комнате, где проходят занятия дошкольные группы. нам пытаемся сделать так, чтобы они не метались, не дергались, но нам нужно помочь им справиться с этой неправильно функционирующей вестибулярной системой, которая просто взрывает мозг, и начинается реакция «Дири-Сили-Беги». Эта вестибулярная система очень важна. Она очень хорошо развита у гимнастов, олимпийцев. Это система, которая сегодня сработала, когда вы ехали в лифте. Вы ехали в лифте, вдруг почувствовали, что как-то немножко что-то замирает внутри. Это вестибулярная система, которая не подала вам сигнал неопределенности относительно того, что происходит в пространстве. Также крайне важно развивать эмоции, успокоение очень важно. Когда у ребенка проблемы с вестибулярной системой, то появляется беспокойство, тревога. И это для регулирования эмоций. Это очень важно. Когда вестибулярная система не работает должным образом, ребенок беспокоен, мы можем отправить его к любому специалисту, психотерапевту, но нужна не только психотерапия, но еще и помощь специалиста по интеграции сигналов органов чувств. Вестибулярная система помогает нам осознавать себя в мире. лаборатория Кристофа Лапезеса провела исследование о том, что вестибулярная система определяет некоторые черты личности, то есть ощущения, эмоции на протяжении всей жизни связаны, проприоцепция и другая система органов чувств. Мы чувствуем, что населяем, мы находимся внутри своего тела, мы хозяева своего тела, осознаем положение тела и конечностей, движения конечностей, применяемая сила. Если нас на детской площадке толкают, появятся проприоцептивные данные для того, чтобы мы могли надежным образом отреагировать либо тех, у кого проблемы у детей, они просто упадут и они могут реально очень сильно упасть и разбиться. Потому что может быть у кого-то недостаточно отклик на проприоцептивные данные. То есть это карта тема, положение тела, осознание себя и все это нужно для того, чтобы у нас было самосознание, самовосприятие, самоанализ. Это дорефлективное, прелефлективное самосознание, предрефлективное. Вот сенсорная и моторная деятельность и опыт в этой области влияют на эмоциональные процессы. Это взаимосвязано очень тесно. У нас есть эти рецепторы в наших суставах, мускулах, глубоких слоях кожи. Все это говорит нам о сжатии, растяжении, допустим. Все это рассказывает нам о положении нашего тела в пространстве. Когда сокращается или удлиняется мускул, мы получаем пропорецептивную информацию, если возьмете тяжелого ребенка, но они иногда кажутся намного легче. Взяли его, начали поднимать, он оказался легче, чем вы планировали. И вам приходится менять усилия уже по ходу. Это вот работает пропорецептивная система. Или если вы когда-то сталкивались с кем-то, кто начинает вдруг ломиться в дверь слишком сильно, наверное, у них пропорецептивная система не совсем правильно работает. Многие из наших детей имеют дирегуляцию этой системы, не могут ее надежным образом перерабатывать, они могут преклоняться, падать, ломиться куда-то, стучать, потому что у них неправильная обработка пропорецептивных данных идет. Прорецептивная система очень хорошо развита у гимнастов, как я уже говорил, у скалолазов, тех, кто занимается экстремальными видами спорта, танцорами, они могут хорошо использовать эту систему. Когда эта система работает нормально, функционирует в штатном режиме, у нас есть лучшая возможность двигаться так, как мы запланировали, и есть гармония между намерением и действием. Я надеюсь, что мы все знаем эту дисгармонию, видели ее. Мне, например, пришлось довольно долго работать, потом я поняла, что я плохой танцор на занятиях по танцам. Я всегда забивалась назад, и мне всегда как бы пытались мотивировать меня, энтузиазм поддерживать, и потом я выходила вперед, и я когда-то поняла, что я на самом деле не очень хорошо танцую, хотя я пыталась работать активно. То есть я намеревалась танцевать хорошо, но на деле-то у меня не получалось. Вот эта интеграция, выход сенсорный и моторный у меня был плохой. Сейчас я танцую сама для себя, когда никто не видит, и все нормально. Но это, в общем-то, на самом деле не очень приятно, когда ты это осознаешь. Мне было не очень приятно, но дети, для которых это так важно, им так, они так с таким трудом всего этого добиваются, и они постоянно об этом помнят, это постоянно вот у них на уме, что вот они ощущают, что у них не получается, их тела не слушаются их. Например, они хотят сесть и сделать все, что им говорят, но по процептивной системе не позволяет эта дисгармония. То есть стадия дисгармонии, когда вас в тело не слушается, она может быть крайне сильной у маленьких детей, для них это очень важно. Мы должны их помочь, помочь ребенку, который хочет присоединиться к своим одноклассникам и сесть за парту, но у него дирегуляция систем в организме, и он должен бегать, приходится бегать. Это очень важно для движения, как я говорила уже, и эта система важна для создания возданных относительно того, как работает мир. Все мы знаем, я вот смотрю на этот стол, я думаю, что он такой твердый, он гладкий, если я ударю его, будет больно. Я знаю, как все это, все эти ощущения. Я, наверное, когда была ребенком, грызла такой стол раз в тысячу. Мы строим, создаем свою базу данных, засовываем все себе в рот. Так мы познаем мир, и многие пытаются остановить детей, но мы лишаем их серьезного объема данных относительно того, как устроен окружающий мир. Мы даем им конечно можно тактильные рецепторы на пальцах есть и так далее, но во рту их намного больше. Может быть, кто-то из вас до сих пор сует что-то в рот себе, какие-то там карандаши, потому что у вас из детства осталась эта неудовлетворенность, вы недостаточно поисследовали все. Вот надо понять, для каждого конкретного ребенка создал ли он такую базу данных или нет, и можем ли мы помочь ребенку нарастить этот объем информации. Итак, существуют различные рецепторы на коже, которые могут разграничить различные виды прикосновений, и все то, что вступает в контакт с нашей кожей, создает ощущение, которое переходит в наше программное обеспечение, и мы чувствуем что-то вроде того, что чешется, и мы чувствуем давление на кожу, горячее или холодное, и также мы можем определить форму, текстуру, и можем быстро отреагировать на болевые ощущения. На следующем слайде это изображение демонстрирует, как именно наши рецепторы работают. Итак, большая часть рецепторов находится на руках, ногах, на языке и на губах. Именно по этой причине дети так много всего кладут себе в рот, потому что именно там у них больше всего рецепторов. Мы сейчас работаем над тестированием, и мы рассматриваем в рамках этого тестирования, что дети часто кладут что-нибудь себе в рот, чтобы определить форму предмета. Это очень сложно оценить правильность такого исследования, но мы работаем над этим. Так, наша тактильная система имеет большое значение для здоровья новорожденных. Я как-то работала с ребенком, которого привели, когда ему было 7 лет, когда я работала в Гонконге. Его все время отправляли из школы домой, его отчисляли из школ, из трех дошкольных учреждений. он как-то обнаружили на шкафчиках. Он спрятался там и кричал на учителя. И он все время сбегал из школы. И он как-то пришел в мой спортзал, в котором были мячики. и он все время визжал и смеялся в высоких тонах. И его мама сказала, никогда не видела его таким счастливым. Я подумала, но он не выглядит счастливым. Он скорее как будто бы хочет сбежать. Я не считаю, что он наслаждается чем-то или он счастлив. У нас была сессия игры, и он реагировал на все, на любые визуальные действия, движения, на любые звуки. Он был в состоянии возбужденности очень сильной. Он на все реагировал гиперактивно. Его невероятно заботливая мама всегда говорила с ним хоть и очень тихо и заботливо, но тем не менее у нее был высокий голос. И она гладила его по руке, чтобы он успокоился. И я поняла, что это на самом деле его еще больше возбуждает. И я сказала его маме, вы пришли к правильному врачу. Сегодня, когда приедете домой, держите его за руку, держите его очень крепко, не гладьте его, немножко снизьте тон вашего голоса и говорите медленнее. И не требуйте от него, чтобы он смотрел вам в глаза. Потом они пошли домой пешком, они шли 15 минут, через час его мама позвонила мне и сказала, он держал меня за руку всю дорогу, что мы шли. И это было первый раз за всю его жизнь, что он держал меня за руку целых 15 минут. Она плакала, и даже я плакала. Это было прекрасно узнать, что 7-летний мальчик первый раз в жизни взял за руку свою маму и держал ее за руку в течение 15 минут. Поэтому подумайте о внутреннем здоровье, подумайте об отношениях с тем, кто ухаживает за ребенком и о тактильных ощущениях. Подумайте о том, что каждый раз, когда его мама его гладила, его мозг кричал «опасность, опасность!» Его рецепторы неправильно работали, и рецепторы работали против таких ощущений. Поэтому очень важно обращать внимание на осязания. Они могут сыграть важную роль в развитии отношений, и он чрезмерно реагировал на тактильные ощущения. Итак, наши сенсорные системы работают вместе, чтобы мы могли выполнять действия, планировать действия в пространстве, чтобы мы могли понять, что происходит вокруг нас. Это для того, чтобы мы могли верно реагировать и в нужной степени на то, что происходит. Речь идет о возбуждении, то есть о... Вот сейчас работаете над возбуждением. Вам сейчас нужно быть с одной стороны спокойным, с другой стороны открытым к информации, и у вас, по-моему, неплохо получается. Вы все действительно выглядите спокойными, вы открыты к получению информации, и в то же время вы бдительны. А некоторые могут сказать, знаете, мне тут тяжело, например, здесь слишком горячо, тут слишком жарко, кому-то нужно приложить больше усилий, чтобы иметь возможность выслушать. Итак, действительно нужно приложить усилия для того, чтобы быть спокойным, бдительным и открытым. Наши ощущения говорят нам, когда нужно что-то изменить. наши сенсорные системы говорят нам, когда опасно, но они нам не помогают, если у нас отсутствуют какие-то функции. Поэтому просто быть спокойным, бдительным и открытым это сложно. А если же у вас есть ребенок, которому и так сложно находиться в комнате, а его еще и просят выполнять какие-то действия или учиться новым навыкам, то для него это уже своего рода ловушка и ему становится еще сложнее. И поэтому нужно изменить среду, чтобы помочь ребенку, чтобы его мозг по-другому воспринимал это взаимодействие. и это сенсорная обработка. Мы регистрируем этот процесс, мы пытаемся вывести приоритеты, распределить их по классификации и затем оценить. Это необходимо, чтобы сделать как можно быстрее реагирование, чтобы босс как можно быстрее понял, что здесь безопасно. его нервная система говорила ему «на тебя нападают», поэтому он убегал от своих учителей. это было реагирование на уровни его нервной системы. Представьте себе, что вы идете по темному парку ночью вы одни, вы идете по подземной парковке и вы пытаетесь найти вашу машину, вы не помните, где она, и затем вы что-то слышите. ваша нервная система становится бдительной, и возможно протекает где-то труба, вы слышите, как она капает, возможно где-то мигает лампочка, и вы быстро ориентируетесь и быстро воспринимаете изменения в окружающей среде, и ваше тело пытается определить, определить в опасности вы или нет. разве что не бежите к вашей машине, а может и бежите, в любом случае вы залезаете в машину, закрываете дверь, и тут вы можете выдохнуть, вы включаете музыку, открываете окна или звоните другу, таким образом вы пытаетесь восстановиться, или вы жуете жвачку, то есть вы делаете что-то, что откликается на эмоциональном и сенсорном уровне. Например, вы подпеваете каким-то песням, помогаете вашему телу таким образом восстановиться от состояния бежать или бороться. И вы научились этому восстановлению в ранние годы вашей жизни. восстановления. А если речь идет о детях, чья нервная система говорит, что тут небезопасно все время, то это восстановление может потребовать нескольких часов или целого дня. И если они чувствуют опасность, представьте себе, что они находятся в подземной парковке. Просто просите детей успокоиться. на деле это восстановление требует очень много времени. И это часть общего процесса. И сейчас возвращайтесь, пожалуйста, из подземной парковки. Уже можно продолжить презентацию. И несколько слов о сенсорной модуляции. Если мы говорим о сенсорной модуляции, интеграции, регулировании, нужно отметить, что эта модуляция происходит на нейрональном уровне. То есть это что-то, что происходит в ответ на сенсорное событие, когда нам нужно уменьшить или увеличить степень реакции на нейрональном уровне. Поэтому мы называем трудности сенсорной модуляции, невозможность вовремя переключить степень реакции. И чтобы понять, на каком уровне сейчас находится реагирование, необходимо определить нейрональный уровень. Мы очень много говорим о сенсорной модуляции. Это не то же самое, что соорегуляция или саморегуляция. детском развитии. Вы видели когда-нибудь подобные схемы, рисунки? Нет, ни разу. Может быть, несколько раз. Что-то подобное. и так это путь, по которому идет ребенок, переходит от одного сектора к другому. Итак, вначале ребенок должен бороться с силой тяжести. То есть потихоньку ребенок двигается, и затем он может противостоять силе тяжести и может ходить на ногах. А некоторые дети сразу все еще на этом уровне. Им все время приходится опираться на стол или на стену. Они падают. Но это один из первых шагов, который, предположительно, должен произойти. И затем должны работать все ощущения, чтобы ребенок шел по этому пути, и чтобы в нем развивались сенсорные двигательные ощущения. И мы инстинктивно помогаем ребенку, делаем все возможное, чтобы способствовать развитию этих ощущений. массажируем детей, поддерживаем их. То есть мы инстинктивно понимаем, как помогать ребенку с развитием этих сенсорных компонентов. Но когда речь идет о мозге, то мы не всегда можем это воспринять на интуитивном уровне. в мозге человека происходит реагирование, затем появляется идея, далее эта идея становится планом, и затем мы зарабатываем последовательность действий для воплощения этого плана. Может быть, поэтому у меня не получилось с танцами. мы позиционируем наше тело в пространстве, и затем мы пытаемся выполнить план. Даже в ходе выполнения задачи мы можем менять идею, план и действия. Например, если мне кидают мяч, и он идет не по той траектории, которой я ожидала, я быстро меняю свою позицию в пространстве, а человек сразу может смотреть, как мячик проходит мимо. В любом случае, мы меняем положение пространства, чтобы реагировать верно на изменения в окружающей среде. И все эти действия происходят почти одновременно, и, между прочим, они включают работу многих компонентов практически всех сенсорной системы. Итак, это процесс планирования двигательных систем. Итак, начинается с идеации или воплощения идеи для детей, для некоторых детей. Есть что-то вроде идеационной диспроксии, то есть они не могут даже прийти к какой-то идее. Мы, прежде чем у нас появляются идеи, смотрим на окружающий мир и смотрим на все возможности, которые у нас есть. Мы начали говорить об этом еще в 50-е, 60-е годы. То есть если я смотрю на стул, я, как взрослый человек, думаю, что это что-то, на чем можно сидеть. А ребенок может смотреть на стул и видеть что-то вроде кресла-качалки, для него это или корабль, или лошадка, что угодно. Итак, ребенок рассматривает все возможности, прежде чем у него появляется идея. Потом нужно иметь возможность инициировать идею, чтобы ее затем выполнить. А затем нужно приспособить то, что я делаю в качестве реакции на изменения в окружающей среде. И у ребенка могут быть проблемы с любой из этих стадий. Для навыков высокого уровня, умения, возможность быть успешным в школе, на академическом уровне, участвовать в жизни общества. Кстати, я могу вам отправить все эти слайды, если вы меня попросите. Итак, навыки самого высокого уровня. Я так понимаю, что все хотят получить эти слайды. Итак, слайды самого высокого, навыки самого высокого уровня, это происходит в верхней части головного мозга, занимает большую часть головной коры. Все это основано на навыках более низкого уровня. Все это необходимо для того, чтобы происходило развитие. То есть, это довольно опасная ситуация для наших детей с раз. Если компоненты снизу, в начале пирамиды, не работают верным образом, то для ребенка участие в обществе или когда его пытаются научить читать или писать или выполнять указания учителя, скорее всего, все это не приведет к успеху. Ребенок настроен не на успех, а на то, что не справится. Поэтому необходимо думать в рамках этой иерархии. Конечно, на более позднем этапе развития можно использовать верхние уровни пирамиды, но в рамках типичного развития мы говорим о маленьких детях, и дети, которые не развиваются типично, в их случае нужно подумать о нижней части пирамиды, о том, что им нужна поддержка на этом уровне. И это нужно прежде, чем требовать от детей чего-либо. И мы возвращаемся к слайду, который, если он верно переведен, я также вам перешлю. Необходимо рассматривать все эти компоненты в каждом индивидуальном случае отдельно. Мы думали о том, что есть своего рода спектр не очень аутистичный и очень аутистичный и средне аутистичный, то есть крайняя степень аутизма и так далее. И мы говорили раньше о том, что есть аутизм сильный или слабый. Это линейный подход. То есть мы думали, что возможно какому-то ребенку нужен эрготерапевт или логопед, но ведь есть же и подростки, и взрослые с АРАС, и они говорили прекратить. Это неадекватный способ описания нас, и это не приведет к успеху. Поэтому наша задача была по-другому смотреть на этот спектр. То есть это более пространственно верное изображение РАС, которое включает различные аспекты, с помощью которых ребенок функционирует в мире. Внизу слайда есть ссылка на этот рисунок, там очень много других материалов. Мы переходим таким образом к более многопространственному изображению аутизма, но даже это своего рода 2D изображение. Но ведь нельзя говорить о том, что есть какой-то один вид аутизма. Их намного больше. И сейчас появилась книга, которую написала Франческа Хапа. Вы можете видеть название книги. Она считает, что аутизм это своего рода созвездие. И аутизм проявляет себя в сложном взаимодействии различных областей. Это сложные взаимодействия различных взаимосвязанных областей. То есть это не просто 3D-пространство. Нужно думать не только о времени, окружающей среде. То есть мы возвращаемся к началу нашей презентации, когда я привела вам цитаты о том, что нужна целая биография ребенка, чтобы поставить диагноз. То есть это целое созвездие аутизма, которое демонстрирует сложность, многоуровневость этого явления. Необходимо учитывать все для того, чтобы помогать и поддерживать человека с аутизмом. И это все происходит в контексте отношений. И можно поддерживать отношения, а иногда какие-то наши действия наоборот приводят к разрыву отношений, как в том примере с 7-летним мальчиком, который я привела. Все наши действия влияют на это. Итак, это был конец первой части моей презентации. Спасибо. 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 И сейчас хотелось бы начать сессию ответов и вопросов, но прежде всего вопрос, который я хочу задать Вирджинию. У меня три ребенка, старшему 25, младшему 16. и с одним из моих детей мы обнаружили, что очень много различий в том, как мы взаимодействуем с миром с точки зрения центральной нервной системы. И один из них, как мне показалось, расстраивался в детстве. Он плакал, а я делал то, что всегда со мной делала моя мама, когда я расстраивался. Я лишь трепал его по плечу и говорил ему, все будет хорошо. И я в качестве родителей очень расстраивался, потому что вместо того, чтобы успокоиться, он, наоборот, еще больше расстраивался. и я решил, что я не состоялся как родитель, как отец и с моей профессией как так. И мне приходилось каждый раз спрашивать моего сына, почему же он расстроен. И тогда я понял, что я, видимо, не самый умный человек, потому что я очень долго повторял это движение, пока я наконец не понял, что так не надо делать. Один раз он расстроился, я опять потрепал его по плечу, и внезапно он успокоился. И тогда я понял, подождите, в этот раз это сработало, а почему не работало в другое время? Различие заключалось лишь в следующем. В этот раз на нем не было рубашки, то есть это было прикосновение кожи к коже, и это было теплое прикосновение, и оно сделало то, что оно должно было сделать, то есть у нас установилась человеческая связь, то есть я здесь, я рядом, но ощущение моей кожи на его одежде было для него расстраивающим. Это повышало его тревожность, и он из-за этого переходил в оборонительное состояние, пытался защищаться. Поэтому первый вопрос, который у меня возникает, вопрос к вам, Вирджини, как же мы можем определить и выявить эти различия. То есть я, как отец, лишь по случайному стечению обстоятельств смог понять, в чем была проблема. в идеальном мире у вас огромное число профессионалов и эрготерапевтов, которые занимаются сенсорной обработкой, и они будут рассматривать разные виды ощущений и их последствия. но если у нас нет доступа к огромному числу эрготерапевтов, то очень много ресурсов. Это книги, которые нам могут помочь. Но можно лишь попробовать понять, что за этим стоит. Вы, например, не увидели своего рода поведения, вы не увидели, что он воинственно начинает относиться, вы не увидели, что он не хочет этого, вы не поняли, что вызывает его реакцию. С этого надо было начать. Нужно было вести дневник, нужно было говорить об этом с людьми, которые также вместе с вами ухаживают за этим ребенком. Нужно быть детективом в области поведения. То есть выйти в его поведение, подумайте, это сенсорное или, возможно, это функциональное нарушение. И после этого уже нужно решить проблему. Или можно просто спросить ребенка и попробовать найти надлежащий способ задать такой вопрос ребенку. Но это что-то очень сложное, потому что нужно иметь силу воли для того, чтобы именно искренне проявлять эмпатичность. иногда родители слишком эмпатичны или неправильно интерпретируют это чувство. Но иногда надо просто уметь видеть, смотреть на мир через призму другого человека и смотреть на мир сквозь призму ребенка, чтобы понять, насколько сильно его могут расстроить какие-то процессы или ощущения. И защитная система, наша нервная система делает все возможно, чтобы мы просто выжили. Поэтому наша реакция в этом плане кому-то другому может казаться странной, если сам человек никогда этого не испытывал. Он может подумать, что в этом слишком много драмы. Не слишком ли у вас сильная реакция? Почему вы так сильно расстраиваетесь из-за чего-то? Почему вас расстраивает, что свет слишком яркий или что слишком жарко? Ведь не так уж и жарко, не такой уж и яркий свет. Но разные люди по-разному реагируют на разные сенсорные ощущения. И именно если вы посмотрите на все это сквозь призму других людей, то вы можете получить ответы на многие вопросы. Поэтому тут нужна эмпатия и взаимодействие с человеком и попытка понять, что человек чувствует. Итак, не вопросы, а только комментарии. Сейчас, секунду. Вирджиния, значит, Джефф, мне очень нравится, что делает Джефф, он, когда задает вопрос, он уже знает ответ на этот вопрос. Джефф, я говорю о том, что, когда вы задаете вопрос, вы уже знаете на него ответ. У меня вопрос, ответ на который я догадываюсь, но до конца не знаю. Вот, смотрите, для того, чтобы определить сенсорные особенности ребенка, есть, с одной стороны, достаточное количество в настоящее время опросников сенсорного развития, которые дают сенсорный профиль на основе поведенческих реакций ребенка. С другой стороны, нам известно, что у неврологов есть целая серия батареи, так сказать, вот таких тестов с ребенком, для того, чтобы определить тактильную чувствительность, насколько его кожа на это реагирует, насколько посмотреть зрительные реакции. А вот в вашей работе вы используете какие-то аппаратурные методы, которые дают нам картину, что происходит в мозгу у ребенка, то есть какие-то аппаратурные исследования, картирующие головной мозг, что происходит с ним, когда его, например, ущипнули вот здесь. и каким образом вот это возбуждение, то есть я имею в виду, имеете ли возможность увидеть, каким образом вот это легкое с нашей точки зрения возбуждение сильно накрывает, так сказать, человека и его мозг. Есть ли такие методы? Вопрос был. Это хорошее начало для продолжения моей речи. И я именно об этом и буду говорить на протяжении следующих презентаций. Но да, есть работа, которую проводили люди, и результаты удивительны. И в названии моей презентации я говорила о том, что есть изменения в паратигме в представлении аутизма, потому что над этим работают различные дисциплины, различные науки. Над этим работают эрготерапевты, нейрологи. Мы делаем все возможное, чтобы измерить неврологическую реакцию. То есть это междисциплинарная работа. Мы сейчас собираем информацию, приходим к определенному консенсусу о том, насколько важна обработка сенсорных ощущений для аутизма, для людей с раз. Это очень важно для тех, кто определяет поведение ребенка. И после обеда я полностью отвечу на ваш вопрос, как если бы я заранее подготовилась к нему. сенсорной информации микрофон переводчик не слышит, переводить не может. Спасибо. Скажите, пожалуйста, первично все-таки с вашей точки зрения, как эрготерапевта, нарушение восприятия той или иной сенсорной информации или, как было заявлено в начале, изменение системы аффективного реагирования на эти ощущения. Это принципиально разные вещи. Нарушение сенсорики или нарушение реагирования на те или иные сенсорные стимула, что лежит в основе Dirt Flow Time. Я проверю, понимаю ли я вопрос правильно. То есть, что должно быть? Сенсорное восприятие, которое идет в кривь и в козь или эмоциональная связь? Да. То есть, что первично? Что является первопричиной? Вам не понравится мой ответ, потому что это круговой процесс. Это такой круговой процесс, это системы, которые влияют друг на друга, двунаправленно. Вот Аманда завтра расскажет, что нельзя отделить одного от другого. коммуникация также. То есть, все очень сложно, к сожалению, сложный процесс. Галинии, прощения за... Я вижу, что есть еще вопросы, есть еще интерес большой, но давайте мы сделаем так. Сначала все-таки обеденный перерыв, и после обеденного перерыва вторая часть лекции Вирджинии, да, Вирджиния, а после этого вопросы. Тогда коллеги, тогда обеденный перерыв, давайте поаплодируем Вирджинии. Большое спасибо. Спасибо большое. Меня спрашивали об институте STAR и о методике DIR Floor Time. Коллеги, давайте на счет 5. 5, 4, 3, 2, 1, поехали. Спасибо. Мне задавали вопросы об институте STAR, где я работаю, о методике Floor Time. Хочу для всех ответить. Институт STAR находится в Колорадо, в Денвере, мы занимаемся исследованиями, помощью и образованием, помощью пациентам и образованием. Мы работаем только с обработкой сенсорных сигналов при аутизме, HDAD для взрослых, для тех, у кого есть психические заболевания. Все обработка сенсорной информации. Наш круг ведения включает сенсорную интеграцию и DIR Floor Time. Мы сочетаем обе эти методики. Мы все проходим подготовку в методике DIR Floor Time. Мы продолжаем изучать DIR Floor Time. И мы работаем только с теми, у кого проблемы в области обработки сенсорных сигналов, интеграции. Давайте немножко более подробно посмотрим, о чем идет речь. Обработка интеграции сенсорной информации. Как я уже раньше говорила, это тот процесс, где все происходит одно с другим и в то же время практически одновременно. И разные сенсорные системы подают сигналы, мы получаем от них информацию. это формирует наше восприятие мира. Регистрация, приоритизация, распознавание того, что происходит, интеграция информации из разных систем, планированные ответные реакции и ответная реакция. И, надеюсь, происходит адаптация реакции. Это конечная стадия, это поведение. Но мы понимаем, что предыдущие стадии могут повлиять на именно само поведение. Очень важно понимать, что помимо понимания разницы между сенсорными системами, они разные, нужно понимать, как могут быть, какие могут быть нарушения. Могут быть разные нарушения. Лисси Миллер и доктор Миллер предлагают вот эту вот систему. группы значимости. Если мы представим трехмерный график, трехмерный измерение, мы на этом графике попытались бы поискать важность этих факторов для разных популяций. это группы кластеров, значимые фенотипы. Надо мне следить за временем. Нарушение сенсорной модуляции с этой стороны, о них мы уже говорили, можно давать чрезмерный отклик либо недостаточный отклик. есть еще тяга к ощущениям. Средняя категория моторное расстройство, имеющее в основе сенсорный компонент. Это, конечно, влияет на положение тела, на возможность стоять прямо, сопротивляться гравитации или моторное планирование. Вас могут отнести к категории диспроксичный ребенок или неуклюжий ребенок, тот, у кого проблемы с координацией, дискриминация, это развлечение, сенсорное развлечение. Получаются сигналы, но я не знаю, что они значат. Я не моглю по категориям разнести эти сигналы. Можно по руке потрогать такого человека, они поймут, что их трогали, но не поймут, где именно, в каком месте. Мы думаем об этом созвездии, есть модуляция, моторика и распределение различения по разным осям. говорим о модуляции и нарушениях сенсорной модуляции. Такие дети непропорционально отвечают на ситуации. Происходит сенсорное событие или ситуация, они либо слишком сильно реагируют, либо недостаточно реагируют. В любом случае логически это необоснованно. Они могут казаться либо гиперактивными, либо ленивыми, либо слишком драматизирующими. Но вот такой целый день это сложно нам всем сидеть и слушать, особенно после обеда надо сконцентрироваться, правда, да, сидеть прямо, слушать для того, чтобы возбуждение поддерживать себя. То есть это возможность успокаиваться и возможность возбуждаться и внимание уделять тому, что происходит. Те, у кого нарушение сенсорной модуляции, у них недостаточное возбуждение. За ним легко, кстати, следить, потому что они особо не шкодят, но они могут быть обманчиво. обманчиво. И мне говорят родители, у нас такой ребенок простой, но на самом деле это обманчиво. Когда мы говорим о каких-то отклонениях, то это сложностью модуляции. есть ли влияние на функции? да, давайте посмотрим, какое влияние. я говорила, что модуляция не связана с регуляцией. Вот эта чашка кофе от одного из наших профессоров, в эту чашку можно разное поместить. Это может быть сенсорная модуляция, которая возбуждает вас слишком сильно. Но тогда у вас для других сигналов нет, для эмоционального напряжения. например, не можете в классе дать внимания тому, что говорится из сенсорики. Либо, например, есть какие-то другие факторы стресса и сенсорная модуляция страдает, потому что есть регуляция нарушения в другой сфере. Однажды я работаю с детьми с аутизмом уже 20 лет. один раз я встретила ребенка, у которого по стандартизированному тесту по всем очкам сенсорная интеграция была в сильной дисфункции, но по другим раздражителям все было в порядке. Это был только один ребенок, а у меня было очень много детей, как вы понимаете, за 20 лет. Надо задать вопрос, какие еще стрессы и сигналы надо учитывать. Нам нужна сенсорная интеграция, модуляция для того, чтобы развивать кластер навыков, которые мы называем исполнительные функции. это навыки для фронтальной доли мозга и система конечностей и низшая доля мозга должны надлежащим образом функционировать для того, чтобы развивать исполнительные функции, которые развиваются в течение жизни, особенно в конце. Заканчивается это формирование в конце 20-х, ближе к 30-ти уже, как нам контролировать импульсы и подавлять ответ на какие-то раздражители, быть гибкими. Вот работа Стивашенко self-reg.ca чувственное восприятие пронизывает все сферы у него для школьников и родителей это очень хороший ресурс, рекомендую. Кривая возбуждения, оптимальные показатели в середине этой кривой. Когда мы идем ниже, например, мне нужно с утра выпить кофе, это немножко стресса мне добавляет, и моя кривая идет как раз в нужном направлении, в окно. После обеда мне нужен кофе, опять у меня приходит кривая в оптимальный коридор. Для многих детей оптимальный коридор очень-очень узкий, эффективный коридор, то есть им сложно до этого коридора добраться в покривое возбуждение или выйти. Это расстройство сенсорной модуляции. Небольшое количество стресса это хорошо, если мы можем пропорционально ответить в надлежащий временной промежуток и надлежащим образом по интенсивности и быстро закончить, вовремя закончить. Вот узкий коридор коревой возбуждения пять минут в день ребенок только может учиться условно, а остальную часть дня они либо перевозбуждены, либо недовозбуждены. Мы хотим растянуть это окно. Мы хотим эффективное возбуждение расширить его границы и для этого нужно спрыгнуть в этот коридор с ребенком и вдвоем расширить вот так вот эти границы в стороны руками прямо. Нам не нужно, чтобы все наши сессии были такими безопасными, приятными, а потом мы отсылаем ребенка в реальный мир. Нет. Мы хотим постепенно увеличивать возбуждение на наших сессиях. Хороший стресс и плохой стресс имеют примерно один и тот же физиологический выхлоп. Веселье, хорошее настроение повысят коридор, расширят коридор, но такие вот тихие, мирные, спокойные сессии вряд ли. Они не генерализуются в реальном мире, если мы не будем работать над возбуждением. Я встречала многих родителей, которые огорчались, потому что терапевт приходит сессии с ребенком и говорит, такая прекрасная сессия, они так хорошо работали, прекрасно дают родителям ребенка, они говорят, спасибо, хорошо, потому что они-то знают, что остальную часть дня все будет не так хорошо, потому что им надо еще в какой-то зал дать тренажерную специальную музыку, там специальные освещения, то есть нужно повышать уровень возбуждения с помощью надлежащих практик, я считаю, что DIR как раз и является надлежащим инструментарием для нас, мы должны просыпаться и засыпать хорошо, нам не нужно столько кофе пить, сколько обычно я пью, и как это, как научиться во время, в контексте взаимоотношений, наша жизнь, это учение регуляции за счет нового опыта, помните, когда вы были маленьким ребенком, вспомните маленькие дети, у них глаза как два пятака, потому что там уточка крякает, и родители говорят хорошо, 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 и весь этот опыт дня родители помогают усвоить своим детям, что-то происходит, мама и папа дает им какую-то установку, это хорошо, это нет, это нормально, это нет, может быть разные рефлексы, когда учат рефлексом, когда, например, будет по коленке, подпрыгивает, ну, можно сказать, что это хорошо или плохо, или можно сказать, все нормально, все нормально, ничего страшного, то есть мы помогаем нашим детям кодировать свой опыт, мы учим, учимся регулированию, саморегулированию, за счет сорегулирования сначала, вместе с помощью родителей, сверхчувствительность, это переполненный бензобак и любое ощущение вызывает переливание через край, все, что происходит, это слишком, мы слишком сильно реагируем на все, все время, нам требуется больше времени, чтобы восстановиться, мы можем пытаться избегать чего-то, это сложные дети, шаловливые, суетливые, есть такие категории, времени у нас недостаточно, когда мы недостаточно чувствительны, наш бензобак настолько большой, что он всегда пуст, и мы никогда не можем залить нужное количество бензина в бензобак, чтобы запустить мотор, ничего не кажется быстрым, достаточно, достаточно большим, достаточно интенсивным для нас, мы выглядим отстраненными, потерянными, ушедшими в себя, используем, испытываем усталость, мы реагируем медленно, уже потом все начинают другим заниматься, когда мы наконец среагировали, незаинтересованы, ленивые, с нами нельзя поиграть, нам сложно делать какую-то работу, а вот еще сенсорный поиск, это самая теоретическая часть этого учения, шанс увидеть ребенка, который подпадает под эту категорию, они очень малы, это нетипичная категория, нет, это ошибка, думать, что это типичная категория, нет, сенсорный поиск, это, знаете, как петля зависимости у взрослых, которые подвержены редактивному положению, сенсорный поведение, сенсорный поиск, кто-то ребенок ищет это ощущение, они получают ощущение, но после получения ощущения их самоорганизация не повышается, то есть, если вы даете им нужное ощущение, которое они ищут, для большинства детей это организует их, они откроются для взаимодействия, такой ищущий ребенок, он станет только еще более неорганизованным, больше такой сенсорный поиск. Они хотят все больше, когда получают, это им на пользу не идет. То есть, если у большинства детей дадите нормальный, нужный им входной сигнал, то они успокаиваются и начинают работать. Вот о чем сенсорный поиск. Это хочется принимать на себя риск, например, осторожнее с этим. Это очень теоретический момент. Многие дети, дети, которые испытывают это, у них какая-то травма была в раннем детстве, об этом нужно помнить. Вместе с вашим психотерапевтом. Моторные расстройства, координация, развитие, диспраксия, диспраксия, это возможность какую-то придумать идею, составить план и исполнить план. В итоге невозможность всего этого и постуральное расстройство, плохой моторный тонус, нарушается, может быть, даже нарушается дыхание, они всегда падают, они ложатся, они прислоняются к стене, идут по коридору, прислоняются к стене, на своих одноклассников, ложатся. Даже, может быть, 7-10 лет такие расстройства. Но в обычной школе сложно выявить такие расстройства, потому что они обычно на стол опираются, еще что-то там. Но, знаете, учитель скажет, все с ними нормально, но это как приложение, которое создает батарейку у вас в смартфоне. У них нет сенсорных процессов, надлежащим образом работающих, они компенсируют другими механизмами. Некоторые модели поведения, которые демонстрируют дети с пастуральным расстройством. Можно посмотреть, что же это дает. Это организация зрения, например, посмотреть на доску и обратно, следить глазами за кем-то будет для ребенка слишком сложно, но у них появится стратегия компенсации, они будут находить способы обходить это. Праксис, что это? Это возможность создать мультиплан, последовательно задать незнакомых действий и дети, у которых есть диспроксия, могут моторный план выучить. Но это знакомый план, уже знакомых действий. Если новые действия, то они в замешательстве. Ребенок может нанизывать бусинки на ниточку, он ходил в школу, специально он знает, но он может иметь диспроксию. Они будут учить этот навык, если вы ниточку измените или другую бусинку дадите, они будут смотреть, недумевать, что вы сделали со мной. Нужно посмотреть на праксис у этого ребенка, чтобы понять, есть него наторные расстройства. Всегда мы приходим к регуляции. Каждая сессия, каждая оценка начинается с регуляции. Даже в середине оценки сессии мы проверяем регуляцию. Является ребенок спокойным и достаточно возбужденным или нет. Это возможность, праксис возможности, способность мозга планировать, организовывать, осуществлять последовательность незнакомых действий. это Тереза Мэй Бенсон. Двойная фамилия Мэй Бенсон. Нам нужно исполнять задачу, организовывать свое тело, использовать конкретные мышцы. Нам нужна позиция, надлежащая сенсорная модуляция, должны быть в норме. а то все становится еще сложнее. Опять же, у Терезы Мэй Бенсон в работе это все описано. Это углубленное понимание того, что такое мультипланирование, многостадийное планирование. Мы слишком упрощаем эти концепции, когда мы их учим. Можно, конечно, в моторном планировании написать кандидатскую, но не слишком это связано с реальностью. Опять же, примеры должны быть у вас, все эти причины. Водисплексия может выражаться следующим. Задержка в освоении новых навыков, в обучении многоступенчатым задачам, пытаются не играть, избегать игры на площадке, давайте поиграем. Нет, я лучше поразговариваю со взрослыми, потому что для них это намного легче разговаривать со взрослыми, чем двигать частями тела, или они могут заниматься саботажем во время игры, потому что они боятся этого физического вызова, физической активности. Каковы эмоциональные составляющие, нужно тоже подумать о дискриминации, нарушении сенсорного развлечения, неулавливание мелких деталей, нюансов, развлечение нюансов. Невозможность или возможность отбрасывать ненужную информацию также является значимой, тоже один из навыков дискриминации, развлечения, дискриминация. Кто-нибудь занимается серфингом? Нет. Лонгбордингом? Один или два. Кто-то на задних рядах. Нужно слушать звук волн, различать место, точку, где волна идет, и понимать, когда придет к вам волна, и комбинировать с визуальными ощущениями, с джалим сигналом. Нужно отдавать себе отчет управления телом, насколько нужно высоко или длинно подпрыгнуть, чтобы чувствовать доской, стоя на доске, проприоцептивно, как нужно себя вести. Это довольно сложная задача. Это сенсорное развлечение. Сенсорное развлечение. Нам нужно сенсорное развлечение. Я возвращаюсь к этому слайду с исполнительной функцией. Нам нужна хорошая дискриминация, развлечение, чтобы мы могли дальше мыслить лучше. Вы живете своим телом. Например, у ребенка не очень хорошие переходы, вы учите вихряистской методике. Он не научится понимать время до тех пор, пока вы не вернетесь к работе с его телом, пока он не начнет работать над ритмом, темпом. Вы смотрите на поведение и подумаете, что же стоит за этим поведением. Может быть, сенсорика. вот как все это может выглядеть для детей, у кого возможно сложности с развлечением, мир сложный, они неправильно интерпретируют сигнал, они понимают, что происходит, они могут полагаться на своих одноклассников или на учителя, потому что сами они не могут надлежащим образом различать информацию, как эти все более низкие, низкого уровня вещи помогут нам, академические навыки улучшить, исполнительные функции, они высоко, все начинается с поддержки развития детей. Нам нужно все это по гнездам сгруппировать. Сложно, редко ребенок обладает, например, расстройством сенсорной модуляции только нет. Наверное, у него по нескольким моментам проблемы, по нескольким направлениям проблемы. С какого начинать? Ну, надеюсь, если у вас хорошая клиническая основа, вы можете работать над одной или двумя областями и таким образом раскрутить спираль, разбить порочный круг. Не нужно заниматься всем одновременно, но нужно владеть как можно большим количеством информации. нужно понимать, в каком контексте ребенок, какая у него среда. Мы хотим, чтобы терапевты подстраивались под ребенка, они играли, были гибкими, они следили за собой, занимались самоанализом, контролируем, контролировали себя. Хотим, чтобы у терапевта были хорошие клинические навыки, хорошая логика клиническая. Мы смотрим на различные факторы, которые влияют на показатели во время терапии по интеграции и обработке. Почему? Потому что такая система Wi-Fi беспроводная, коммуникация между ребенком и родителем очень важна. А вот дисфункция обработки сигнала получается и является препятствием на пути такого сигнала. Огромное количество людей строит от этого и большое количество проводящих путей в мозгу взрослых людей и у большинства детей с аутизмом нет этих 15 миллионов сигналов за данный промежуток времени. У них происходит разрыв связи. Для сенсорной обработки конечно нет волшебной таблетки. терапия по сенсорной интеграции требует интенсивности времени и большого количества работы, труда. Нужно поддерживать взаимодействие между родителем и ребенком. нужно организовать правильным образом мозг ребенка, помочь ему в организации. Все мы испытывали, ну может быть некоторые у нас слишком молодые еще, когда вам звонят по интернету и еще приходит один звонок и происходит задержка сигнала, как может быть с переводом небольшая задержка идет. Все это хорошая аналогия того, как обработка сенсорной информации и ее сбои могут затруднять прохождение сигнала. Мы знаем, что есть Wi-Fi сигнал беспроводной. Джиладин Долсон говорил об этом угнетаемая фронтальная доля мозга у матерей и у детей также наблюдалось угнетение этой доли. И наша работа в рамках теории флор-тайм Дир, практики методики Дир-флор-тайм как раз поддержка этой связи беспроводной между ребенком и матерью или родителем. Позвольте мне убедиться в том, что у нас вообще есть время для вопросов. Я проверю время. Итак, следующая презентация. я до обеда говорила о том, что исследования из разных областей науки недавно объединились и мы поняли, что несколько лабораторий заявили о том, что сенсорная интеграция является крайне важной для людей с аутизмом. И когда это происходит, как это описывает Кун, это научная революция, это сдвиги в парадигме. То есть несколько дисциплин пришли к консенсусу кое о чем. Это новый консенсус, который мы называем сдвигом в парадигме. Я сейчас об этом расскажу. Итак, большая часть исследований проводилась рабочей группой доктора Миллера. Они уделяли очень много внимания раз и нарушения сенсорной обработки. Как если бы это были два различных нарушения. Это все началось давно. И вопрос заключался в следующем. Это одно и то же нарушение, разные это нарушения. Есть ли дети без аутизма, но с нарушением сенсорной обработки, и они хотели исследовать именно эти вопросы. И затем была идея о том, что очень многое смещается, но есть группа детей, они это обнаружили, у которых есть проблемы с обработкой сенсорных ощущений, но при этом они не аутисты. И есть, возможно, группы детей с аутизмом, но без сенсорных нарушений, но это 100% всех людей. Поэтому интересно, к чему приведет это исследование. Один из вопросов в рамках исследования было, каковы отношения между этими двумя феноменами. В 2014 году Чьян провел исследование, он оценивал сенсорную чувствительность и аутизм, и рассматривал эти два фрагмента, и он понял, что проблема с сенсорной модуляцией и выявление людей с аутизмом, а также чрезмерное реагирование, сенсорное реагирование, и все это стало частью диагностических методичек. Были различия в вестибулярной обработке, сенсорной обработки, и группа людей с аутизмом или с рас делится на разные кластерные группы и отличаются от тех, у кого нет аутизма. То есть это как диагноз Джилл, это аутизм и нарушение сенсорной обработки. То есть сейчас мы говорим опять же о созвездиях, а не об отдельных нарушениях. Также много было выявлено проблем с вестибулярным аппаратом, с движениями. Элизабет Торрес исследователь обнаружила, что иногда движения для детей с аутизмом настолько сложны, что им очень сложно, и она называет это перспективой микродвижений. DSM-5 это книга, которая была написана. Это диагностическая методичка, которая рассматривает болезни, связанные, нарушения, связанные с аутизмом. Итак, после того, как книга была опубликована, мы обнаружили огромное число исследований, которые появились сразу после публикации этой книги. Она вдохновила большое число публикаций научных. Итак, диагностические критерии, которые можно прочитать на слайде. Итак, часть связанная с модуляцией, то есть гиперреагирование или недостаточное реагирование. То есть речь идет о диспраксии, неумении управлять своей позицией в пространстве. У вас разве нет распечатанных презентаций? Извините. Да, потом я вам перешлю все презентации. Я попробую говорить не так быстро, но просто я думаю о времени, о том, что вы не так много. Итак, в лаборатории доктора Миллера сначала попробовали выявить, есть ли нейрологическая связь с гиперреагированием, сенсорным гиперреагированием. И они провели протокол сенсорных ощущений. вы видите, что сейчас ребенку проводят тестирование, и они смотрели на различия между разными группами. Это дети с аутизмом, с нарушениями сенсорных ощущений, и таким образом они рассмотрели различия. была попытка создать надежную парадигму, с помощью которой можно выявить сенсорное реагирование. И это было в 1995 году. Итак, они провели 10 исследований по 5 сенсорным системам. Например, им давали что-то с резким запахом, они пытались проверять одну из систем за один раз. Были также визуальные и звуковые сигналы, мигание лампочки, то есть визуальный сигнал. Прикасались пером к лицу ребенка, то есть тактильные ощущения. Мне сама эта идея кажется противной, что пером вели по лицу. Затем ребенка сажали в кресло, и это кресло отодвигали назад, и это был вестибулярный сигнал. Также были электродеятельность. Во-первых, они поняли, что электродермическая деятельность давала точные результаты, поэтому они использовали этот метод в большом числе исследований. Но это сложно использовать для диагностических целей. И психофизиологические измерения помогли просмотреть биологические изменения. Итак, кожа проводит больше электричества из-за деятельности пота, и это влияет на нервную систему, и таким образом можем понять степень реагирования на данные действия. Итак, дети смотрели на этот космический корабль, а мы все контролировали с помощью этого компьютера. Я покажу вам видео. видео. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует... ...и 31 с нарушением сенсорной модуляции и 33 нетипичной группы. И так, что же они выявили? Что ощущения по коже были ниже у детей с раз. То есть это значительное различие. И типичная группа не показала того же различия, не выявила того же различия. Дети с нарушением сенсорной модуляции быстрее реагировали, и их реакция на сенсорное нарушение или вторжение была намного быстрее. Быстрее у них была повышенная физиологическая реакция. И дети сразу последовательно проявляли более низкую и незначительную реакцию по всем сенсорным системам. Тогда, в то время, это было очень важное и значимое открытие. Тогда стало понятно, что есть три группы, то есть дети без аутизма, которые по-разному влияют на сенсорное влияние. Было проведено еще одно исследование. Резан Шаф. Это группа эрготерапевтов из США. Их фамилия на слайде. Они работали над нарушениями сенсорной модуляции. Они работали с 79 детьми, и у них было два сенсорных события в рамках исследования. То есть ребенок проходил через что-либо, а затем они измеряли степень реакции ребенка на сенсорное событие. Группа, которая ярче других выражала нарушения сенсорной модуляции, совершенно иначе реагировала на реакции, на внешние реакции. И основное различие заключалось в том, что прежде чем что-либо произойдет, они уже демонстрировали различия в уровне возбужденности. Это нельзя использовать в качестве диагностических мер. Также сейчас проводится работа с помощью специальных браслетов. У кого-нибудь есть часы Apple или фитнес-часы, которые с шагомером говорят вам, какой у вас пульс, когда вы бегаете в зале? И сейчас очень много работы проводится с помощью таких браслетов. Они пытаются понять, какие из них показывают точные измерения и какие из результатов эффективны в результате. Нужно надежное оборудование. Ведь речь идет и о том, чтобы не слишком много тратить. Также тут должно быть надежное оборудование, чтобы это можно было носить, чтобы это было надежно. И что сделать, чтобы ребенок мог это носить и не беспокоился. Эти исследования все еще проводятся в текущее время, и они пытаются прийти к тому, какие измерения считать эффективными. И в этих исследованиях смотрели на различия между детьми с РАС и детьми с нарушениями сенсорной модуляции. И также они выявили очень много различий. Итак, они использовали нейротипичное измерение, это эмпатия. Но измерение эмпатии в ребенке или во взрослом с аутизмом предполагает, что у вас должен быть какой-то специальный инструмент, который… Но этот инструмент, скорее всего, изначально разработан для кого-то, у кого нет аутизма. Итак, смотрели на различия между двумя группами. Итак, нарушения сенсорной модуляции могут быть сами по себе, могут быть и в рамках аутизма. Это лаборатория Алиса Мако. Они выявили значительное различие в реакции мозга. И сейчас очень много появится новых исследований, которые рассматривают различия именно на уровне работы головного мозга. И сейчас они рассматривают такие моменты, как психическое, психологическое здоровье и детей без каких-либо болезней. И сейчас мы видим, что организации высокого уровня говорят о том, что нужно рассматривать и сенсорную модуляцию, и другие болезни. То есть нельзя проводить никакое психологическое исследование без включения сенсорной модуляции. Итак, это различия головного мозга среди таких детей. Вы видите связи, нейрологические связи и различные реакции в разных частях. Ну, в группе с нарушениями обработки есть что-то общее. А у детей с РАС, чтобы это разрабатывать, нужно, чтобы это была междисциплинарная наука. Итак, мы вновь пересматриваем различные теории 50-х, 60-х, 70-х. И если вам интересно, обязательно почитайте это исследование. Он демонстрирует, каким образом нейронаука поддерживает все эти изначальные теории. Конечно, тут много еще предстоит доработать. И было много гипотез на разные темы, но тогда не было оборудования 50-х, 60-х, 70-х, а сейчас многое появилось. Итак, также нечто довольно очевидное, но что требовало исследований, у каждого человека отличаются результаты. И это так интересно, что необходимо проводить дорогостоящие исследования, чтобы прийти к таким очевидным выводам. Да, у каждого индивидуума разные оценки и разные в итоге результаты. Итак, сенсорная обработка. Исследования показают, что 90% людей испытывают сложности с сенсорной обработкой и интеграцией. Итак, если вы спросите взрослых, людей с аутизмом, я слышала, что они говорят 100%, что вообще довольно интересно. Это очень высокие цифры. Потом появилось исследование в еще одной лаборатории, Каролайн Робертсон и Бейрон Кухен, два автора. И это исследование не вызвало большого шума, было незаметным. При этом Саймон Бейрон Кухен был человеком, который считал, что ключевые дефициты в аутизме – это недостаток эмпатии. Я не могу сказать, что это какое-то невероятное открытие, но это исследование несколько меняет данную позицию. Он говорит, что, возможно, сложности с сенсорной обработкой и интеграцией, возможно, приводят к нарушениям других вещей. И если об этом подумать, то представьте себе, если я научусь, как регулировать путем обработки сигналов, этих беспроводных Wi-Fi сигналов от моих родителей, смогу ли я имитировать их черты лица и выражения лица, то, что они делают, как они меня обнимают, как они кормят меня. Получается, что сенсорная обработка и интеграция могут прервать все эти процессы, которые я только что обозначила. И если я не могу даже контролировать свое тело, и это незаметно в течение первых месяцев и годов моей жизни, то, возможно, я не смогу разработать собственную теорию, я не смогу быть эмпатичной и смотреть на других людей с их точки зрения, я не смогу интерпретировать язык жестов, я не смогу определять тонкие различия, микро-жесты, у меня тогда будет лицо без выражения, я буду буквально воспринимать мир, и я не смогу воспринимать что-то новое, и переходные моменты, я не смогу управлять временем собственным. То есть это огромный сдвиг. И Элизабет Торрес и ее лаборатория, а также Саймон Берн-Коуэн, который говорит, что очень большое количество исследователей также занимаются этим вопросом. Они говорят, что это не просто социальный вопрос или отсутствие интереса у людей. Возможно, что такой важный ингредиент, который называется сенсорная обработка, интеграция, все это влияет на другие процессы и компоненты. Раньше мы говорили, что это социальное, этот ребенок просто не заинтересован в людях. Это традиционный взгляд на вещи. Но мы не хотим переходить через барьеры и говорить, что это всего лишь сенсорное нарушение, ничего не поделать. Нам нужно найти золотую середину и понять, как друг с другом взаимодействовать. И что неудивительно, но Джинес и Стэнли Гринспен уже в течение многих лет говорили, что нужно думать и о том, и о втором. Это взаимодополняющие вопросы. И вместе они помогут нам справиться. Это системы, которые работают вместе. Исследование о сенсорных нарушениях очень сильно повлияло на общий ход исследований. И данное исследование может соединить тревожность и гиперактивность. Таким образом, мы можем быть детективами в области поведения. Итак, это исследование рассматривало сенсорную гиперактивность, смотрело на реагирование на сенсорные события и на общую тревожность. Гиперактивные дети набрали больше баллов в области тревожности. То есть, с самого начала они были нетипичными. То есть, они уже начали ходить в школу, имея все эти различия в их степени возбужденности. Также было проведено исследование, которое смотрело на социальную коммуникацию. Часто это измеряется и является целью исследований, пытаются найти какие-то специальные навыки. Например, пытаются научить правилам взаимодействия или о том, как соблюдать дистанцию с друзьями, как говорить по очереди. То есть, это социальные навыки, отдельные навыки, которым пытаются научить. Но на деле, что вам нужно, это не просто понимать правила у себя в голове, хотя дети с аутизмом понимают эти правила. Но навыки более просты, то есть, принимать и правильно реагировать на информацию. Поэтому, когда они приходят к нам на занятия, мы говорим им о социальных навыках, и им говорим еще так же. Как только выйдете из школы, мы понимаем, что как только они выйдут из школы, они не смогут этого делать, потому что вы учите, но ведь столько всего происходит в жизни, и они не знают, как применять эти знания. Было ли такое, что вы учите детей чему-то, а они не применяют этого к жизни? Итак, есть более простые навыки, это своего рода кирпичи, из которых можно создавать фундамент социальных навыков, социального успеха. Мы видим очень много различий в этом плане. И сенсорная нетерпимость прямо сказывается на способности регулировать себя в рамках социального взаимодействия, быть успешным в плане социальных навыков. Это довольно сложная статья, если вам интересно, подумайте просто об этом. Есть идея сенсорной реакции. Это идея, которую я проносила сквозь всю презентацию. Если я могу, если у меня есть компетенция и возможности регулировать и контролировать свое тело, значит, я могу повлиять на весь мир так, чтобы мне было комфортно, чтобы я чувствовала себя безопасно, чтобы я могла взаимодействовать с людьми. То есть я что-то исполняю. Например, это начинается, когда что-то падает с под носа, а наша мама подбирает. И мы опять что-то роняем, и мама опять подбирает. И мы думаем, а что будет, если я опять уроню? Мама ведь опять поднимет это за меня. Нам кажется, что мы контролируем окружающую среду и, скажем так, контролируем маму. И нам кажется, что это очень круто. И мы таким образом создаем ощущение самих себя. Это на базовом уровне, но многие дети сразу не понимают этого. Им очень нужно это взаимодействие. мы не позволили этим детям самим подобрать то, что они уронили. Они понимают, что с ними обращаются по-другому из-за раз. И если подумать об этом, о том, что мы являемся сами сенсорной силой или сенсорным посредничеством, то мы планируем план, выполняем план, приспосабливаем план. Ведь это все взаимосвязано. И для детей, которые не могут справиться с этим аспектом развития, то мы должны предложить междисциплинарный подход, чтобы оценивать стандартным образом ситуацию. Опять же, нет единой нейрологической меры, нет стандартных способов оценивать. Есть SIPT, разработанный GNS. Это очень сложный тест, но дает очень много информации. Есть еще три новых показателя, которые сейчас появляются в США. Один называется EASY или легкий, второй называется SOCI, вам, наверное, нравятся аббревиатуры, и SPF3. Это то, что мы делаем в нашем университете STAR. Итак, я обещала вам, что останется время для вопросов. Я знаю, что я очень быстро рассказывала, но зато я рассказала по каждому слайду и очень рада, что смогла. Итак, есть время для вопросов. Друзья, есть ли время для вопросов? Есть ли у вас вопросы? Потому что сейчас есть возможность их задать. Джефф, наверняка у вас есть вопросы. Из Ютуба, я помолчу. Ну, сегодня я, наверное, помолчу. Сейчас я, наверное, помолчу. Евгений, вы говорите, что через Ютуб-трансляцию поступают вопросы. Есть смысл их зачитывать. И на самом деле, коллеги, вот кто слышит нас и находится в соседней аудитории, если у вас есть вопросы, вы можете их записать на маленьких листочках, и мы организуем их транспортировку транзит сюда. И здесь и Джефф, и наши коллеги, эксперты смогут ответить на эти вопросы. Да, Евгений, давайте тогда с вопросом из Ютуба. зачитываю вопрос на русском, чтобы перевод был. Все-таки самое важное – это отношение близких к ребенку и общение с ним, или это проблема мозга и все-таки болезнь? Что первично? Вот вопрос. Видимо, от родителей. может быть, я начну, а потом вы, Джефф, продолжите. Если мы вернемся к минутку этой вот картинке сигнала Wi-Fi, беспроводного сигнала между родителем и ребенком, вот эта картинка нам известна и это из области психического здоровья. Мы знаем благодаря многим исследованиям мы видели различия в мозгу. Вот пожалуйста те, кто живет в детских домах и у них отличается очень объем мозга от тех детей, которые получают большое количество внимания и заботы от родителей. Вот это один из таких ярких примеров, говорящих самих за себя. Мы видим, что эти взаимодействия, жесты, тон голоса, даже на невербальном уровне, они помогают организовывать мозг надлежащим образом. Это взаимоотношение является частью процесса структурирования мозга. Взаимодействие с миром помогает структурировать мозг. Когда интеграция сенсорного сигнала затруднена, идет прерывание такой коммуникации. Начинается циклический эффект, порочный круг замкнутый. То есть эти 15 миллионов повторов, сигналов вы не получите, о которых говорилось на презентации. Может быть там какая-то психологическая травма, не слишком большая, но там небольшое Т, а маленькое Т в этой травме. Может быть ваше тело реагирует взаимодействие как на угрозу, хотя это не угроза, это меняет мозг. Нужна поддержка, нужен специалист психотерапевт, специалист по ДИР, специалист по сенсорному обработке сенсорной информации, интеграции этой информации. Но иногда нам кажется, что виновата травма, или что там недостаточность внимания, могут вызвать проблемы в обработке информации, а может быть и наоборот, то есть это может быть с одного конца или с другого конца. Я хочу сказать с точки зрения Floor Time ДИР, что мы понимаем, что взаимоотношения очень важны, и если мы используем этот процесс, взаимоотношений с ребенком и расширяем возможности родителей, то это помогает, но мы ни в коем случае не говорим, что проблема взаимодействия вызывает аутизм. Это отсылает нас к матери холодильнику, где было сказано, что именно вот ее вина, что появился аутизм. Нет, мы этого не говорим, аутизм нейробиологическая природа. Это уже установлено, однако пока нет полного понимания этой природы, поэтому такой широкий спектр аутизма. Но мы знаем, что взаимодействие является очень большой силой, значимым фактором. Но в этом процессе мы видели эксперимент с безразличным лицом, да, вы помните, и взаимодействием. Если повернуть все это, то некоторые из наших детей, у кого проблемы, не дают родителям отклика на их заботу. и это динамический процесс, не то, чтобы вернуть какую-то одну из сторон родителей детей, нет, но как нам лучше понять процесс? Нужен, конечно, и ребенок, и родитель. Эти взаимоотношения крайне важны. То есть мозг или взаимоотношения такой антитезу не надо вводить. нейробиологическая основа, конечно же, но с точки зрения взаимоотношений, процесс этих связей, этих обменов взаимоотношений, любви, заботы, он, конечно, может сильно помочь в наращивании потенциала мозга. Есть еще вопрос у вас, уважаемый? Дорогие друзья, у меня сегодня две агнозии, одна из них с пониманием трудности с пониманием английской речи, вторая агнозии с пониманием русской письменной речи. Вот здесь все-таки есть вопрос из зала, раз, два, три, четыре, и после этого я зачитаю, если еще останется время, да? Давайте вот вы сначала. так, вас слышно? Здравствуйте. Родители очень часто интересуют вопрос, какое время займет для нормализации вот эта сенсорная интеграция. Мы, специалисты, понимаем, что это очень длительный процесс, что нам говорить родителям и как объяснять, в какое время мы уложимся или не уложимся никогда, то есть какая должна быть интенсивность занятий, есть вообще какой-то временной отрезок когда должна нормализация нормализоваться эта сенсорная сфера у ребенка. окей. Что касается дозировки, интенсивности, рассматривая этот вопрос и по сенсорной интеграции, чтобы она была эффектная, эффективная. мы проводили исследования, тоже научно-доказательная информация, доказательства говорят, что три раза в неделю лучше всего сессии с оккупационным или физиотерапевтом по 30-40 сессий. С некоторыми детьми намного больше времени требуется, с другими можно прерваться. 30-40 сессий, потом перерыв, а потом, когда они приходят на новую стадию развития, нужно, возможно, потребуется вернуться к этим сессиям. Многим хватает и 40 сессий, но за другими нужно присматривать. Нужна поддержка, когда они переходят на новый уровень. Но вам нужно найти надлежащего провайдера этих услуг и может быть вот примерно такая продолжительность и интенсивность. Что касается результатов, как можно быстрее наблюдать результаты. Я много историй слышал и сам видел, что очень быстро иногда отклик происходит. Даже вот история Вирджинии относительно того, что ребенок держал руку матери и звал ее с собой чтобы они пошли куда-то гулять. Это очень на ранней стадии уже. Можно помочь выявить эти моменты и указать родителям на них. Иногда родители чувствуют, что вот уже эффект есть, а иногда нужно найти обнаружить эти маленькие шаги в правильном направлении. Ребенок начинает взаимодействовать и нужно помочь клиническим специалистам и членам семьи увидеть, что прогресс пошел. Очень часто довольно быстро идет отклик. Мы поговорим еще, приведем примеры, в ближайшие два дня будем приводить примеры относительно того, какие программы, есть сколько часов. Как только подключаются родители, то в общем-то там много часов для родителей и детей, чтобы взаимодействовать, но это такой захватывающий, радостный, веселый процесс, которым все наслаждаются, родители и ребенок. Но нужно задавать надлежащие цели в развитии. То, как вы задаете цели в развитии, это очень важно. если у ребенка серьезные нарушения сенсорной интеграции, а тут родители хотят еще, чтобы он говорить нормально начал, нужно задать шкалу достижения целей постепенно. Тогда будут идти положительные изменения, нужно задавать реалистичные цели. Вы сказали, что нарушение сенсорной обработки информации начинается в первые месяцы жизни. Вопрос, как это заметить, какие признаки? да, это может начаться в первый месяц, если это нейрологический процесс, то уже в утробе это все начинается. У каждого ребенка все индивидуально, конечно, но это есть чрезмерный сигнал, воздражительный ребенок, получается, ребенок, который не успокаиваться, которого можно только раскачивать, может рассказывать только один человек, и только в одном направлении, то есть какие-то очень узкие рамки, и если другие близкие люди не могут к нему подойти, то это будет чрезмерный отклик, это один признаков низкая реакция, очень легкий ребенок, которому вообще наплевать, что происходит вокруг, и ему мало интересно, что происходит в окружающем мире, и может подумать, что знаете, а может быть стоит обратиться к специалисту, если у вас такой ребенок, в одной из этих двух категорий. Я надеюсь, что вы знаете такую технологию флойэйтинг, когда мы помещаем человека в среду в утробе матери, когда наоборот отсутствуют все сигналы, то есть там соленая ванна такая, нет звука, мы наоборот убираемся сигналы и разгружаем левые полушария. И есть американские исследования на эту тему, что как раз таки для детей с аутизмом данная технология дает положительный эффект, что они начинают больше желать общаться, скажем так. Что вы можете сказать в эту сторону? Работает ли флойэйтинг и знаете ли вы такие исследования? есть много разных подходов к снижению сенсорной нагрузки. Я слышала от взрослых от студентов университета о успехе, но я не буду говорить о том, что такие слишком успешные такие практики, но если кто-то скажет, что давайте полностью снимем нагрузку, может быть, для кого-то это и неплохо сработает, я бы, кстати, не была не против, универсальных ответов универсальных и рецептов для всех. Все очень индивидуально, есть другие техники. Если у вас ребенок с низким откликом, то убирать эмоции вообще очень плохо, убирать сигналы вообще очень плохо. Нужно по никакой профилю ребенка и потом подбирать уже индивидуально терапию. Всегда должен быть согласие ребенка. Если ребенок не приемлет, то не нужно ни в коем случае продолжать такую терапию, но если все хорошо, то почему бы нет, почему бы не попробовать. Кроме эмоциональной коммуникации применяются ли другие альтернативные методы коммуникации? Мне кажется, на этот вопрос могу ответить я, а меня эксперты поправят, если что. Дело в том, что эмоциональная коммуникация это не отдельный вид какой-то коммуникации, а эмоциональная коммуникация это то, что является основой для развития всех дальнейших форм коммуникации. И в этой связи на самом деле мне кажется, вопрос стоит не очень корректно. То есть разные виды коммуникации в работе вашей, я так понимаю, в Вирджинии они могут применяться, но все это не кроме эмоциональной коммуникации, а надстройки на эмоциональной коммуникации. Так ли это? Я думаю, да, мы еще учимся использовать дополнительные типы коммуникации, дополняющие как они влияют на развитие. Вот, вы спрашиваете, это связано с эмоциональным откликом и развитием языка, использование надлежащего способа коммуникации очень важно для осознания себя, для взаимодействия. Это можно, может иметь эмоциональную нагрузку, это может быть эмоционально значимым, и могут быть другие методики. Если можно, вот те вопросы, которые здесь остаются, мы их обработаем, я попрошу Екатерина вашей помощи в этом вопросе, чтобы эксперты подготовили ответы на эти вопросы, и тогда мы в течение конференции будем на них отвечать. Хорошо? У кого последний вопрос? Вирджиния, спасибо за презентацию, она была очень интересной, и мне понравилась метафора по поводу сенсорный профиль пустой бак, либо же переполненный, либо протекающий. По вашему опыту, с каким баком работать сложнее всего? знаете, у нас нет доказательств о поиске эмоций, этот взрывоопасный бак последний, у нас нет доказательной базы по поводу этого третьего типа, но я взяла для себя на вооружение эту методику флоуэртайм, потому что для тех, у кого было мало отклика, с ними было очень сложно работать, но когда я взяла эту технику на вооружение, начала использовать принципы диаэра, эмоции, эмоциональное взаимодействие, коммуникацию, я получила отклик, то есть нужен этот многогранный подход, групповое наблюдение должно проводиться, видео снимайте, посмотрите, какие есть дети, в любом случае многомерное взаимодействие, работа в команде помогут вам с любым ребенком найти какое-то решение и привести их в этот мир для любого ребенка. я знаю, что у многих из вас есть вопросы, но может быть многие из этих вопросов снимутся по результатам презентации, которые у нас будут в течение ближайших дней, но и мы будем, конечно, отвечать и по ходу. Вирджиния, спасибо большое. Коллеги, у нас перерыв, а я пойду узнавать насчет баков, про что я пропустил. Это common terms for fuel for fuel or it's your It's Star. It's Star. It's Star. It's Star. Good. Good, good, good. I'm glad. It's hard after lunch. Everybody is sleepy. That's so true. That's so true. complex. Time will . You are tired and go in. Which is And let's Goin. Keep it. We have rock. We have been Продолжение следует... Продолжение следует... Если можно, еще буквально два слова, коллеги. У нас сегодня произошли некоторые небольшие наслоения по графику. И, к сожалению, за полчаса до окончания вашего мастер-класса я в Федеральный ресурсный центр заберу наших зарубежных коллег. Я хочу, чтобы это выглядело предсказуемо, поэтому предупреждаю и экспертов, и всех присутствующих, что если вдруг в 17.20 вы увидите поднимающихся 6 человек, это не значит, что все закончилось. И уж точно не значит, что то, что происходит, неважно или неинтересно. Просто у нас сегодня плотный график событий. Ну да, а то бы мы гадали, что же мы такого сделали, что все американские эксперты встали, да, во главе с руководителем ФРЦ и ушли. Вы представляете, да, какой был бы эффект, если бы я об этом не предупредил? Конечно. Да. Конечно. Хорошо. Ну что, конечно. Тогда давайте мы начнем, и я вам, Ирина, я вам передаю слово тогда. Готовы? Готовы, да? Очень хорошо. Если вы еще сядете на свои места, будет совершенно замечательно, потому что мы сможем начать работать, да, в принципе. Иначе очень шумно, я плохо слышу себя в аудитории. Ага. У вас украли стол. Я вас, знаете, пока прошу, что делать, пока все рассаживаются. Поднимите, пожалуйста, руки, кто никогда не слышал про floor time. Ага, новички, да? А кто слышал, но не учился? Во! Большинство. А кто и слышал, и учился? Привет, да? Родные люди, да, все знакомые лица. Хорошо. Хорошо. Я рада, что все здесь, и особенно радостно, что здесь и те, кто уже учился, значит, наверное, мы рассказывали интересно. Я не имею в виду только себя, я имею в виду и наших экспертов-преподавателей всех, которые преподают и в институте ICDL. Мы ведем онлайн на русском языке курсы, и очно ведем курсы в различных городах России и ближнего зарубежья. Итак, я вижу, что вы уже готовы работать. Аудитория уже приняла более работоспособный вид, поэтому я передаю слово. Поэтому я говорю о том, что мы начнем делать презентацию принципа и стратегии Dear Floor Time, следование за ребенком на базовых ступенях развития. Кто знает, что Floor Time – это проследование за ребенком? Ага. Вот. Видишь, Сташ? Знают. Достаточно, да. Это очень хорошо. И сделает этот доклад Александр Ушаков и… И Ирина Нагина. Да, элегантный ход. Я хотел бы для начала, как это сказать, в преддверии нашей презентации я хотел бы сказать, отдать такое большое-большое-огромное спасибо всем, кто до нас выступал, потому что это потрясающе, как мы все вместе рассказываем про основные принципы и ключевые концепции. Сейчас. Три, два, один, раз, два, три, четыре. Я могу вообще вот так вот разговаривать. Чуть погромче сделай, потому что я и так напрягаюсь уже. Раз, два, три. Вот, отлично. Ого. Так, вот отлично. Ну вот. В общем, я хотел бы сказать огромное спасибо Вирджине Спилман за просто потрясающий доклад, громадный пласт информации, который мне теперь придет переваривать несколько, наверное, полгода точно, потому что много всего интересного. Огромное спасибо Джеффу и Кате за просто великолепное вводное слово. И так как мы сейчас рассматриваем наши основные принципы и концепции, соответственно, хотелось бы подчеркнуть, насколько важно рассматривать концепцию Deer Floor Time в рамках вот этой вот диалектики, ну то есть даже как взаимодополняющей концепции, то есть Deer и Floor Time. То есть, и, соответственно, про это мы сейчас будем говорить. Да, когда есть что-то целое, его всегда хочется разобрать на части, а потом опять собрать, да. И вот это непонятное слово Deer Floor Time хотелось бы разобрать на составляющие, почему Deer и почему Floor Time, почему Deer Floor Time называется этот подход, да. Начнем сначала. Что же в этом непонятного, да, давайте посмотрим. Или что ясного, да. Чтобы что-то объединить, это надо сначала разъединить, да. Итак, вы уже знаете, вы уже знаете, что DIR подход, это подход развивающий, который связан с развитием, с диагностикой развития, с программой развития ребенка, да. Индивидуально настроенный, скроенный, подобранный. Для этого изучается очень подробно индивидуальный профиль ребенка, его индивидуальность, да. А также его индивидуальная ситуация, семейная, те, кто его окружают, индивидуальные профили специалистов. Мы тоже учитываем, когда мы работаем в собственной профиле, да. И базирующиеся на взаимоотношениях между взрослым и ребенком. В основном ребенком с аутизмом. Именно это тема нашей сегодняшней презентации и конференции. Да. И так как много было сказано всего про DIR-часть, как концептуально образующую, как самую важную и как являющуюся таким, сейчас у меня мозг переключится обратно с английского на русский, как основой в сей концепции, то флортайм — это частная методика, которая воплощает в себе основные принципы флортайма. То есть это, с одной стороны, целевая игра, это интенсивное взаимодействие с ребенком в течение определенного количества времени. Можно обозначать формальные сессии флортайма, как-то несколько раз в день по 20 минут, либо это более точечные сессии, если в один раз в день, то это 45 минут, 25 минут, первые в 20. Но так или иначе это особый вид терапии. И вся методика в итоге воплощает в себе всю философию DIR-концепции. То есть она включает в себя конкретные способы бытия с ребенком, с другим человеком. Вообще неважно, ребенок это взрослый. Тут вопрос, к кому подходит, никому не подходит, подходит ко всем, потому что это вопрос как-то внутренней системы координат взаимоотношений. То есть каким образом мы общаемся с ребенком, как мы общаемся друг с другом, как мы общаемся с сходителями. И это, собственно, воплощается именно в рамках методики floor time. Привет, Лен. Floor time – это, по сути, сердце DIR-концепции. И с формальной стороны мы рекомендуем 6-8 сессий в день проводить, по 20 минут примерно. И условия – это должно быть комфортное, безопасное место, где вас не могут прервать. Небольшой side note заключается в том, что это крайне трудно. 20 минут не прерваться, сконцентрироваться в неспециалисту, например. То есть это такой, когда вы рекомендуете родителям, или мы рекомендуем родителям 20 минут и делить внимание ребенку из всей жизни, которая у них происходит в течение дня, это не так просто на самом деле. К этому, собственно, нельзя просто так сказать, что да сделайте это. Нет. Все-таки надо найти диалог, контакт с родителем сначала, чтобы он вовлекся в эти взаимоотношения. И, соответственно, как только мы вовлекаемся в эти взаимоотношения, это привык к нам, то, что называют гринспан, флор-тайм везде и всегда. Ой, а мы с Сашей договорились, что мы будем делать ремарки. И вот, значит, я однажды хотела быть очень хорошим специалистом, самым лучшим, и решил попробовать как-то 6-8 сессий в день по 20-30 минут, то есть это 2-3 часа. И на одном интенсиве, значит, в Крыму дети приходили 2 раза в день по полтора часа. К пятнице плакали все, в том числе и я. То есть они не хотели идти играть, мне не хотелось это делать. Почему? Я долго думала, почему такое произошло, когда вот 6-8 сессий в день, да? Потому что это очень важно, чтобы ребенок играл, когда он не когда вот именно надо, а в очень хорошем настроении, состоянии. Такого не бывает каждый день именно в определенное время. Именно поэтому модель флор-тайм включает в себя очень большую часть взаимодействия родителей с детьми. А специалисту достаточно встречаться несколько раз в неделю, например, 2-3 раза в неделю. То есть в удобное время, когда они оба в настроении и им удобно, они могут поиграть. И мы должны помочь родителям в этом. Поэтому это не обязательно, если вы к специалисту привезете ребенка на 2-3 часа в день, это не значит, что это будет хорошо. Флор-тайм интегрирует в себе, собственно, DIR. В презентации Кати и Джеффа был кусочек, где D и I указывают, как выстраивать R. Вообще обожаю эту формулу. Там все настолько классная формула, что понятно становится все. Ну вот. В общем, и флор-тайм базируется на… Мы общаемся с ребенком, если мы говорим сейчас общение с ребенком конкретно, через его… Учитывая его индивидуальные особенности. Мы общаемся с ним тем способом, чтобы быть максимально комплементарным этому ребенку, чтобы максимально его поддерживать, чтобы видеть его сильную сторону и компенсировать те стороны, которые у него слабые, с собой. Мы поддерживаем развитие всех социальных, эмоциональных и интеллектуальных способностей. Про это как раз и будем сейчас начнем говорить. Сегодня мы первые три. Да. Вот и ремарка, да, как мы договаривались. Саша, ты помнишь, да? Вот. По поводу того, что это значит. Вот учитываем индивидуальность. Короче, мы делаем то, что ребенку нравится, и то, что для него хорошо, и воспринимается им как удовольствие, и делаем того, чего ему не нравится. Как это все выглядит-то в результате, да? Какой результат-то у нас, что мы индивидуальность учитываем, и для чего, собственно? Да. И, соответственно, как Floortime реализует букву QR, то есть relationships, все это происходит через эмоционально заряженные взаимоотношения. Ну, то есть, и движение в работе конкретно специалистов Floortime и в общении с ребенком мы движемся по уровням, по ступеням развития туда-обратно, как и про это говорили до этого Катя и Джефф. Мы находим, встречаем ребенка на том уровне, на котором он сейчас находится, и вместе пытаемся подняться наверх. Это очень, это то же самое, про что говорила Вирджиния, когда мы встречаем ребенка в его индивидуальных особенностях, вместе пытаемся этот уровень раздвинуть в стороны. И теперь, где в DIR Floortime, часть DIR и часть Floortime, что мы делаем, что мы изучаем. И почему в программе DIR могут участвовать различные подходы, быть включены различные подходы, различные специалисты, вернее, различные методики, различные специалисты. Потому что DIR включает в себя больше, чем Floortime. Это беседа с родителями, например, первичная и потом, периодическая, или может быть даже чаще, чем игра с ребенком. Изучение документов, наблюдение, сбор анамнеза, анализ всей-все информации, в том числе наблюдение в игре Floortime и выработка программы работы. А это уже зависит от уровня специалиста или от возможностей междисциплинарной команды, которая работает в центре. В то время как Floortime… Я хотел как раз на самом деле сейчас подумал о том, что я могу сам рассказать. Ну давайте, мы только что прослушали примерно 6 часов лекции. Какие принципы Floortime? Как вы думаете? Можно так просто из зала крикнуть? Мне интересно, кто что думает. Ну, вы только что прослушали достаточно объемную лекцию Вирджинии и не менее объемную лекцию Кати и Джеффа. Плюс так или иначе, то есть много людей, которые слышали. Потому что такое Floortime. Какие у нас базовые принципы? Да, у нас 101 курс, между прочим. Да. Да, ну это мы долго будем носить на самом деле. Я озвучу. Следование за ребенком, эмоциональное присоединение, принцип «остановись, подожди, наблюдай». Спасибо. Какие еще варианты? Учет индивидуальных особенностей. Индивидуально ориентированные. Какие еще варианты? Спасибо. А что? Совместная регуляция. Совместная регуляция. Спасибо. Только это, по-моему, стратегия. Ну, это уже в стратегию, так или иначе. Да, да. Все равно. Что? Да, ну смелей. Эксперты тоже могут ответить. Может? Да, движение по лестнице, развитие вверх и вниз. Спасибо. Еще какие-нибудь варианты? Может быть, то, что вы думаете и то, что вы сегодня не услышали. Вызывать процесс и ставить задачи. Хорошо. Процесс важнее, чем результат, на самом деле. Вот. Спасибо. И флортайм состоит, соответственно, воплощает все принципы ДИР и имеет определенные стратегии, через которые этот флортайм, собственно, реализуется. Чик. Вот. И, как уже назвали, базовые принципы, один из них, это то, что воплощает все, что уже сказано было, это уважение. Да. Уважение всех у участников взаимоотношений, взаимодействия, уважение ребенка, уважение родителей, уважение семейной системы, уважение среды, уважение себя. Не менее важный принцип. Это все, что делает ребенок, имеет смысл. Ну, на этом базируется вообще вся концепция ДИР. Все имеет смысл. Ничего не бывает бессмысленного. То есть, про это Виржи немного говорила, про то, что все имеет какие-то определенные смыслы, даже если ребенок трещет какой-то веревочкой, это может иметь смысл для его организма как регулирующий механизм. То есть, и еще раз я хочу подчеркнуть, просто я обожаю эту фразу, индивидуальность – это норма, а не патология. И во время флортайма крайне важно создавать атмосферу безопасности. То есть, это создание атмосферы безопасности эмоциональной, физической и сенсорной. Почему это важно? Потому что только в атмосфере безопасности человек может раскрыть весь свой потенциал максимально полно. мы можем двигаться вперед, скажем так, потому что, если мы говорим про ребенку, у которого есть трудности в сенсорной обработке, то он скорее находится в ситуации не очень безопасной, но вот постоянная большая часть времени и, соответственно, он скорее защищается от нового опыта, чем движется в сторону исследования и поиска новых путей и расширения своих знаний, умений и отношений. Что еще? Связь между эмоциями и действиями основа взаимодействия. Это действительно так, потому что в гипотезе аффект диатеза или мобилизации аффекта Стэнли Гринспин писал, что базовая проблема ребенка с ранним детским аутизмом это отсутствие связи между эмоциями, интенциями и моторным ответом. Как вы понимаете, даже улыбка это моторный ответ. Для того, чтобы сложить губы и вообще лицо свое в улыбку, нужно хорошо чувствовать мышцы лица. Это моторный ответ. То есть в базе лежит моторный ответ. Поэтому связь между эмоциями и действием это действительно основа взаимодействия. Взаимодействие это фундамент отношений, коммуникации, мышления. Взаимодействие соответственно предполагает двухстороннее взаимодействие, диалог друг с другом. И уважение и индивидуальность мы уже про это говорили, основа коммуникации. Но наверное про уважение никогда не лишне поговорить, потому что это действительно не то что проблема, а еще встречается совершенно нормальная ситуация, когда логопед работает методом холдинг-терапии, пока ребенок не скажет звук, он его не отпускает. И ребенок может кричать. И родители, и все это воспринимают нормально, потому что он же заговорит. Уважение и индивидуальность ребенка это действительно основа коммуникации. и даже занимаясь развитием движения первоначально, когда я начала работать во флортайм, я поняла, что когда ты играешь с ребенком, даже в сенсорную игру, и вдруг ты его неожиданно хватаешь за ногу и говоришь «вытащи», он вытаскивает. Но доверие разрушается. И ты чувствуешь это уже со временем практически физически ощущаешь. Поэтому я прекратила делать такие вещи уже давно. Но у меня тоже был переходный период. Дистанция между желанием и его исполнением при этом это основа формирования абстрактного мышления. Потому что если я хочу взять этот пульт, я совершила действие. Все, мне не надо ни о чем думать. А если он там загорожен, мне надо обойти Сашу, например, чтобы взять этот пульт вот так вот. Не могу я здесь пройти. Тогда я буду думать, что же мне делать, как же мне там. И для того, чтобы решить эту проблему, как же мне взять пульт, который мне недоступен, я должна удерживать образ пульта в памяти. И этот образ должен быть у меня в актуальном состоянии и строить план, как мне его добиться. поэтому дистанция между желанием и его исполнением это основа формирования абстрактного мышления. Как формировать абстрактное мышление? Создайте дистанцию между желанием и его исполнением, не прерывая контакта, так, чтобы ребенок с удовольствием с вами взаимодействовал в это время. И у вас сформируется абстрактное мышление. Собственно, мы все с Сашей рассказали, можно идти. Готово. А Стэнли Гринсперт говорил еще лучше. Он говорил, значит, создаем, быстренько создаем двухстороннее взаимодействие и дальше развиваем, 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 развиваем способности ребенка. Все могут идти, все все знают, вы флор-тайм играете. Это я шучу, конечно, потому что уже вечер, потому что хочется как-то активировать вас эмоционально. Либо вы испытаете возмущение от того, что я здесь делаю, либо обрадуетесь. В любом случае вы активируетесь. И процесс важнее, чем результат. Саш, это правда, что нас результат не волнует? Ну, как сказать? Честно. Признавайся. Честно, результат нас волнует, но гораздо, 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 гораздо в меньшей степени, потому что нас волнует то, как мы общаемся с ребенком, то качество способностей, которые ребенок проявляет. То есть мы хотим, чтобы ребенок проявлял себя, например, он участвовал в своем собственном моторном, например, планировании, чтобы он хотел взаимодействовать своим телом с окружением, чтобы он слова использовал неформально, потому что его научили в этой ситуации говорить про это слово, чтобы он их использовал со смыслом, собственно, для этого абстрактное мышление нужно, чтобы он понимал, чтобы он шутил, чтобы он коверкал эти слова, потому что он знает, как устроена вообще речь, и что можно это делать. А это достигается только в процессе взаимоотношений. Что такое процесс? Это пролонгированное состояние. То есть результат – это какая-то кратковременная цель. Мы поставили результат – научиться прыгать. Ну да, хорошо, научились прыгать. Заставили ребенка прыгать с тумбочки. Вот он научился прыгать. Но зачем? Помогло ли это ему, конкретному абстрактному мальчику, который непонятно, откуда вообще эта цель взялась сейчас, помогло ли ему это общаться с другими людьми? Помогло ли ему это вовлекаться в отношения с другими людьми? А знаете, почему так Саша отвечает? Потому что он про floor time рассказывает. А если бы он рассказывал про концепцию DIR, про подход DIR, мы бы сказали, что цели, безусловно, есть. И на базе этих целей строится программа наша. Но когда мы входим в игру, в методику floor time, то у нас, конечно, процесс важнее, чем результат. В процессе взаимодействия с ребенком нам более важен процесс. Почему? Потому что если в процессе взаимодействия у нас есть цель, как у нас на супервизии бывает, что вы хотели сейчас делать, ребенок вышел из контакта? Я очень хотела, чтобы он назвал этот цвет желтым. Вам зачем это было надо? Вы разорвали контакт, он не назвал этот цвет желтым. Но если ему что-то понравилось, он, может быть, вам скажет зеленый, понимаете, или фиолетовый. То слово, которое он никогда не произнесет. Вы не ставили эту цель. Вы не ставили эту цель. Но он смог это сделать в процессе вашего взаимодействия. А цвета вы будете изучать на структурированных занятиях с коррекционным педагогом. Это будет входить в программу, потому что у нас есть занятие свободная игра floor time. Это мы потом покажем на слайде, вот какая у нас программа есть. Вот полуструктурированные и структурированные. И вот там мы будем ставить цели. Но в игре floor time, в методике floor time процесс важнее, чем результат. Есть две базовых стратегии. Я сейчас пробегусь коротко, потому что я посмотрел на часы. Боже мой. Да иди, пять часов просто. Вот. Потому что мне хочется… Я знаю. Нормально. Вот. Тоже эмоционально активирую коллегу. Есть две базовых стратегии floor time и две полярности основные. По сути, с одной стороны это следование, с другой стороны это озадачивание. Озадачивание я обожаю перевод конкретно этот, потому что в книжке оно названо как игровые препятствия, формирование игровых препятствий. В оригинале оно названо follow the child leads и… Челленджинг. Челленджинг. Челленджинг ближе в русском языке все-таки озадачивание, потому что игровое препятствие и препятствие в русском языке несет в себе негативный фон. Ну то есть препятствие – это что-то прерывание, остановили, подножку поставили, забор построили. Ну негативно оно воспринимается. Озадачивание – это более мягкая форма. Ой, слушай, я не знаю, какой ботинок, что-то не надевается. Как же быть? Не понимаю. Ой, дверь не открывает. А куда эта твоя машинка поехала? Но так как у нас доклад называют все-таки проследование в большей степени, соответственно, и мы хотим рассказать про первые три ступени, про которые мы скажем чуть позже. Следование – это, как уже многие сказали по поводу, знают, что такое, что флортайм строится на следовании. Следование – это одна из главнейших стратегий в реализации флортайма. И я хочу сразу обозначить, это самое сложное для того, чтобы освоить ее в полной мере. То есть я там, будучи экспертом, до сих пор периодически у меня появляются разнообразные инсайды по поводу того, что оказывается еще вот это следование, то есть можно еще и так вовлекаться. И, соответственно, все это воплощается в том, что мы изначально видим смысл во всем, что ребенок делает, а также видим, угадываем и наделяем намерениями того, что делают все действия ребенка. Либо нельзя сказать, то, что он что-то сделал просто так, потому что мы тем самым пропустим какой-то кусочек его внутреннего мира. Если мы в любом случае попытались найти это намерение, даже, может быть, мы случайно придумали, то если это было рождено взаимодействие, то ребенок поймет то, что оказывается это было намерение. То есть если ребенок маленький… Так происходит в общении с маленьким ребенком, с младенцем, когда он начинает махать рукой просто от того, что он оживляется. И мама поддерживает. «Ой, как ты классно ручкой машешь вот так вот». «Привет тебе!» Оказывается, ребенок получает обратную связь, эти сигналы. Постоянно back and forth. Общение, в общем, двухстороннее. Туда и обратно. И тем самым оказывается то, что мало того, что меня увидели, меня я почувствовал, оказывается, я есть, оказывается, это еще рука, оказывается, она вот так вот машет, оказывается, она вот так вот реагирует, приводит к тому, что окружающие люди, а потом оказывается то, что это еще и привет. И одно из основных, точнее, с чего начинается любое исследование, с наблюдения. Мы наблюдаем изначально за ребенком, включенно наблюдаем, это очень сложно. И впоследствии, наблюдая за чем, мы наблюдаем за взглядом, за сигналами и за интересами ребенка, а также за его, мы обращаем внимание на его эмоциональный фон, на его ритм и темп. Это основные шесть таких параметров, которые мы наблюдаем, которые мы пытаемся понять, почувствовать, увидеть, синхронизироваться с ними. Собственно, синхронизация по ритму и темпу – это одно из самых сложных, что требуется от специалистов флортайма. То есть увидеть темп ребенка и ритм его, с какой скоростью он что-либо делает, насколько быстро утомляется, куда бежит, или где лежит, либо ритм – это то, с какой периодичностью он это делает. То есть, соответственно, есть сильные какие-то моменты, как в музыке, есть слабые доли. И насколько мы в этот ритм вообще попадаем. Ну и, соответственно, как вы уже сказали по поводу сорегуляции, совместная регуляция нам нужна для того, чтобы почувствовать эмоциональный фон ребенка, чтобы включиться в его изначально, его состояние текущее. И впоследствии совместная регуляция нужна для того, чтобы помочь ребенку освоить собственную саморегуляцию уже в данном случае. А я хочу про совместную регуляцию. Вот что же получается-то? Значит, ребенок плачет, мы хотим, чтобы он успокоился, а называется следование за ребенком. Почему мы включили это в следование-то, собственно? А потому что в первый момент, когда мы вообще начинаем взаимодействовать с ребенком, то есть или хотим что-то сделать, или заняться совместной регуляцией, мы настраиваемся на эмоции ребенка. Мы следуем за его эмоциями. На несколько секунд нам становится так же грустно, как и ему. И мы должны ему показать, я понимаю, я понимаю, как тебе плохо. Я понимаю. Но успокоиться все равно надо. Это дальше. И при этом мы остаемся спокойными, включенными и неразрушенными этими чувствами, которые мы показываем ребенку. Мы показываем их не с такой интенсивностью, как он, естественно, завалился и плачет на пол. Но мы все равно следуем, на какой-то момент мы следуем, для того, чтобы потом привести его к спокойствию. Вот в этом смысл следования в совместной регуляции. Да. И хочу отправить референс к Вирджинии. Она рассказывала по поводу оптимального уровня включенности, то есть включенности ребенка. И там же в этом блоке было про то, что мы работаем на грани. Чтобы ребенок начал осваивать свою собственную регуляцию, мы работаем в некоторых случаях на грани. Соответственно, floor time этому принципу также следует. Мы много следуем, очень много. Мы очень много поддерживаем ребенка. Мы очень много синхронизируемся с ним в эмоциях. И на первых порах само следование является озадачиванием. Потому что для утичного ребенка общение на уровне эмоций, на уровне синхронизации с ним ритмов, темпов и тому подобное, оказывается непростым. И поэтому многие дети, крутя банку увлеченно, если мы вовлекаемся в этот процесс вместе с ребенком, и мы попадаем максимально в ему эмоциональный план, в его действия, в его темп, ритм, ему эта банка перестает быть значимой, настолько сильной, как она была только что. Он начинает насыщаться этим процессом. Такая же история, как ребенок, выставляющий машинки в ряд. Кстати, меня в последнее время не везет, я таких детей вообще не вижу. И когда мы вовлекаемся в этот процесс выставления ряда, он может не давать, мы можем стать поставщиком, как Стивен Шор, кстати говоря, очень классно сказал, если ребенок любит мячики, станьте поставщиком мячиков. Мы становимся… Вот у меня машинка еще есть, еще классная машинка. Держи тебе, замечательная машинка. Это кто? Сейчас я отдельный референс. Стивен Шор – это человек с синдромом Аспергера, человек мира абсолютно. Он в свое время сейчас получил Ph.D. по психологии. Преподает Миллер метод. Вообще у него много. У него есть книжка за стеной. В общем, это человек с синдромом Аспергера, который решил то, что в какой-то момент, как он сам говорит, я решил сделать общение с людьми своим специальным интересом. И стал человеком 2.0 абсолютно, потому что он идеальный собеседник во всех вопросах. Не только собеседник, он идеально держит дистанцию, он идеально общается. То есть это сложно. Он идеальный преподаватель. Отлично. Это очень удивительно. И, собственно, наше вовлечение в итоге оказывается то, что ребенок, мы разделяем с ним его мир. Мы входим, мы становимся частью его мира. И мы хотим это сделать искренне, с удовольствием, нашим удовольствием тоже. Это важно. Мы хотим, чтобы он увидел, что он ценен как личность по поводу agency. И при этом ребенок развивается через взаимоотношения, через то, что он ориентируется на взрослых, когда они становятся для него значимы, через то, что он преодолевает себя вместе в общении со взрослыми людьми. И это и есть базовое озадачивание. То есть, когда мы общаемся с маленьким ребенком, мы уже своим существованием его озадачиваем тем, что «Ого, ничего себе, вот этот человек, он на меня реагирует». Про что Ира будет сейчас рассказывать, соответственно. Да. И показывать. Да, и показывать. И, соответственно, тут написаны какие-то определенные факторы. Я считаю, что это сейчас не так значимо, то, что там написано. Потому что для меня, я понял то, что… Важнее сказать то, что на первых этапах, на первых порах сама по себе задача уже общение является для ребенка. Да, это вторая задача. Потому что для того, чтобы установить контакт и обеспечить совместное внимание с ребенком, это мы обеспечиваем с ним совместное внимание, с ребенком с аутизмом. Потому что все остальные дети с особенностями здоровья, с ОВЗ, они, как правило, хотят общаться. И только дети с аутизмом… И я все время говорю, как приятно с детьми, которые хотят с тобой играть. Ну, просто фантастика. Потому что ты все время играешь с детьми, которые с тобой сначала играть не хотят. Ну, категорически просто не хотят. И поэтому следование – это возможность войти в мир ребенка. Войти в его мир. Это та дверь, его интересы, его занятия. Это та дверь, куда мы можем войти без крика, без истерик, без убегания ребенка. Для того, чтобы потом пригласить его и позвать с собой, вовлечь его в наш мир. Соблазнить его выйти из своего мира в наш общий мир. Да, соблазнить. Да, это важно. Потому что тут даже сам Гринспен говорил по поводу того, что контакт – это влюбленность. Это изначальная способность влюбляться вообще. И, соответственно, каким образом мы проводим определенные сессии, на чем базируется у нас? То есть мы же что, следуем за всем что только делать ребенку? Нет. Видите, не выдержал. Нет, мы не всегда следуем. Мы сначала следуем. И самое интересное, что нельзя сказать, знаете, мы в первое время, в первые три занятия или в пять мы следуем за ребенком. Прошло пять занятий, ребенок, контакт установлен, следовать можно больше не следовать вообще, давайте заниматься какими-то другими делами. Так не получится. Каждый раз, каждый раз, я это говорю на супервизиях, каждый раз, когда ребенок вошел к вам в комнату, мы настраиваемся, мы смотрим на ребенка, мы настраиваемся на него, мы следуем за его интересом. И, может быть, потом уже мы создаем какие-то сложности, озадачиваем ребенка. Может быть, у вас вот это следование за ребенком займет 30 секунд, а может быть 45 минут, и в последние 15 минут ребенок сможет преодолевать что-то. А может быть, это займет полгода, когда вы будете только следовать за ребенком. Дети все разные. Но самая большая ошибка, это когда ребенок вам доверяет, он вас вообще любит, он вам прощает это озадачивание, и прям видно, как он терпит. А вы каждый раз понимаете, что у нас же с ним хорошие контакты, испытываете его терпение. Поэтому каждый раз мы следуем за ребенком. Но мы не только следуем. Я к тому, что следование – это очень важно. И почему вы вообще включили сюда задачование? Потому что каждый раз, когда ты говоришь, что занимаешься флортайм, тебе говорят, а, ну понятно, вы там следуете за ребенком, развивать его не собираетесь. Мы его собираемся развивать, мы озадачиваем. Поэтому это всегда слово есть у нас, но все-таки для того, чтобы все остальное состоялось, вот все остальное, чтобы состоялось, мы следуем за ребенком. Ты ответила на твой вопрос? Да, вполне. Но в любом случае по поводу следования, вхождения в мир и тому подобное, есть вещи, которые все равно опасно делать. Ну то есть, и, соответственно, за ними следовать не надо. Это нормально. Нормально ли взаимоотношения родителям сказать, то, что, слушай, мальчик, ой, ты там ножами жонглируешь сейчас, подожди, ну-ка, можно я их положу обратно? Ну вот, то есть не надо позволять ребенку делать то, что для него опасно. Точно такая же история, как залезать на подоконники или там при открытом окне. Даже если ребенок очень любит смотреть с высоты. Мы ограничиваем, в любом случае, это нормальные рамки безопасности жизни построены. Да, первое правило безопасности. Мы абсолютно адекватны, и мы работаем и живем по принципу реальности. Это признак психического здоровья и методики тоже. Мы против опасных вещей, и мы ограничиваем в этом ребенка. Конечно, ограничиваем. Но только в этом. И стараемся создать безопасную среду. В остальном случае, это как в случае не… Что происходит с этим микрофоном? В случае недирективной игровой терапии, то, что он делает, это в принципе хорошо, если он не пытается уничтожить квартиру в пух и прах. То есть, ну, сейчас в данный момент хочет раскидать игрушки. Хорошо, давайте посмотрим, поднаблюдаем вместе, раскидаем игрушки. Если мы понимаем то, что у него оказывается сенсорный гиперпоиск по этому поводу, и его это скорее еще больше возбуждает и выводит его из равновесия, то в следующий раз, соответственно, мы будем модулировать свои отношения с ним в этом вопросе. И, соответственно, слушай, давай мы чуть помедленнее или там по-другому. Или давай тебе нужны игрушки, я тебе готов подержать баночку. Давай по одному доставать или там горстью, но не надо… Или коробку. Коробку, да, держать. Да, вот держать бутыл. Коробки нету. Ну вот. Сейчас потерпи немножко, еще полчаса остался. Вот. Важно, что педагог, специалист флортайма, это игрок, родители, это игроки. Есть такая вещь, что такое игра. Игра — это только то, что Йохан Хюзинге писал. Игра — это только то, во что ребенок играет по доброй воле. Вообще взрослый человек во что играет по доброй воле. Ну то есть и важный момент в этом в том, что игрок — это активный участник. Это не человек, который держится какой-то конкретной роли, типа комментатора, последователя, прерывателя. Ну то есть какой-то… Я только одна персона. Ну вот. Я только за тобой комментирую. Либо я только за тобой хожу. Очень странно это выглядит. И я участвую. Я хочу тоже получать удовольствие от того, что происходит. Я хочу тебя понять. Я хочу понять, какие у нас с тобой взаимоотношения, что во мне это рождает. И на более высоких уровнях это нормально. Ребенку сказать, слушай, ну я уже устал, мне скучно 500 раз играть в эту игру. Я не могу. Все, я пойду лягу. Но это не исследование. Я лягу на более высоких уровнях, когда уже с ребенком установлен контакт. На первых порах мы в любом случае вовлекаемся. И это требует очень высокое требование к собственной личности, к постоянному рвоту над собой. Также крайне важна эмоциональная, сенсорная и организационная поддержка ребенка. Что такое организационная поддержка ребенка? Организационная поддержка ребенка. Что у нас занятия состоятся обычно после обеда, когда он, например, не голодный. И у нас есть какое-то расписание, когда ему удобно, и когда он в хорошем состоянии. Это первое. Второе. Организационная поддержка это организация среды. Уберите, пожалуйста, вазы эпохи из вашей игровой комнаты или из вашей комнаты дома, где вы играете с ребенком. А также фарфор, да. Вот английский. Уберите. У нас была просто ситуация, когда специалист играет в чужом кабинете. К сожалению, такое бывает. И что бы ребенок не сделал? Она говорит, ой, нельзя. Слушайте, флортайм в действии. Вот что такое вот флортайм? Она три минуты флортайм, потом она бежит с глазами полными ужаса и говорит, не, не надо, только не это. И отнимает у ребенка что-нибудь, что он взял чужого специалиста. Потому что эрготерапевт придет и будет ругаться. Или там кинезиолог был, я не помню. Вот. Организационная поддержка это сделать себе пространство, где тебя ничего не раздражает. И даже если он сломает какую-то игрушку, то это не будет катастрофа-катастрофа. Вот. Вот так вот. Как эмоционально ребенка поддерживать? Как эмоционально ребенка поддерживать? Ну, например. Например. Нам надо его активировать. Вот. Но мы включаем больше эмоций. Здорово. Саша, тебе как сегодня? Нравится, да? Устала. Устал? Очень. Ты правда устал? Да ладно, ну не переживай, да? Это если ты в хорошем состоянии, да? А если, например, ребенок устал, действительно, вот, как сказать, это в хорошем состоянии, но недостаточно активный. Но если ребенок перегружен, да, он истощен уже, то вот такая вот активация эмоциональная. Ой, здорово, пойдем играть. Он даже, может быть, с тобой пойдет играть. На ближайшую минуту, да? А потом у него будет истерика, потому что ты его перегрузил. Либо ему плохо, грустно, да? И ты поддерживаешь там, действительно, ты настраиваешься на него, следуешь за ним эмоционально, успокаиваешь его. И потом потихонечку вы вполне, может быть, мягко поиграете. А потом, может быть, он станет очень активным. Я ответила на твой вопрос? Да. Отлично. Спасибо. И предоставлять выбор из двух. Это я сама скажу. Это или это. Это или это, да? Ну, можем дальше пойти, а то у нас тут тоже график, тайминг жесткий. Итак, что мы делаем в ДиАрт? Мы строим профили. Мы строим профили для анализа и для выбора целей, да? Это профиль индивидуальных особенностей ребенка. Его вам показывала Вирджиния, да? Профиль способности функционального и эмоционального развития по ступеням. К ним мы, слава богу, скоро перейдем. Вот. И также все эти профили родителей, семьи и специалистов. Почему? Потому что я видела ребенка на руках у мамы, который громко кричал. Мама мягкая, нежная, блондинка, с мягкими чертами лица и голубыми глазами. Она его очень нежно держала руками, да? А ребенку нужны были очень крепкие объятия. У них был разный темперамент, разная чувствительность, да? Поэтому нам нужен профиль мамы. Мама быстрая или медленная. И для себя маме тоже это очень важно знать. То же самое со специалистом. Потому что если взаимодействие происходит между двумя людьми, взрослым и ребенком, это взаимодействие может не получаться по двум причинам. Либо из-за того, что ребенок не хочет, либо из-за того, что взрослый что-то неправильно делает, да? И тоже не может, да. Взрослый не может. Либо ребенок не может. Либо они вообще не переносят друг друга. Что значит не переносят друг друга? Они очень сильно не совпадают. И взрослый не может подстроиться. Мы всегда можем сделать все. Вопрос, чем мы за это заплатим. Он тратит такое огромное количество сил на то, чтобы снизить свой темп, да? Или наоборот, повысить интенсивность своих эмоций. Что, в общем, только мысли о том, что придется работать с этим ребенком, у него возникает ужас. И естественно, когда даже ребенок приходит, и взрослый справляется с собой, он транслирует ему вот это ожидание неудачи. Нам это не нужно. Да, это еще может касаться, например, сенсорной совместимости специалиста или даже мамы и своих детей. Потому что, пример, у меня есть знакомая, у которой есть двое детей. И знакомая достаточно чувствительная по слуху. То есть ей, в принципе, не очень нравятся разнообразные звуки. Ей не очень нравятся высокие звуки. У нее нет аутизма. Просто у нее такая высокая чувствительность. Она не любит, когда кто-то плохо поет, не любит шумы птиц и подобное. А дети, когда им было, соответственно, 2-3 года, говорили, как любые типичные дети. То есть примерно вот так, может быть, даже выше. И она все пыталась понять, почему они ее так раздражают в какой-то момент. То есть почему она на них постоянно срывается по поводу и без повода. То есть просто у нее общее ее состояние, постоянно напряженное, когда она дома вдвоем с ним, втроем, соответственно. В итоге она решила поступить элегантным способом. Она купила себе беруши. Обычные такие беруши. Так как у нее слух чувствительный, она в них все равно нормально продолжала слышать. Но при этом на детей срываться она перестала. Потому что она скомпенсировала свой слух, чтобы лучше воспринимать своих детей. Так как детей в данном случае, у них такие особенности, нельзя попросить, чтобы они говорили низким басом. Потому что я не представляю себе ребенка, который бы таким голосом говорил. Или смените маму, да, в отличие от специалиста. Это нереально. Отличная идея. Слушайте, дети, извините, я вам не подхожу. Вот он другая мама. Я слишком гиперчувствительная. Нереально, да. Но флортайм, да, вот что такое флортайм тогда, да, что мы делаем флортайм? Мы помогаем ребенку в освоении вот этих вот способностей функционального и эмоционального развития через отношения, игру и общение. Где возникают у нас еще отношения, кроме игры, да, во всех занятиях, занятиях и ежедневной нашей активности, если мы говорим о родителях, да, или о нянях, о воспитателях. Тут мы подходим к важной такой теме. Достаточно хочется ее пройти. Это полярности флортайма. Гирфлортайм концепции в гломальном смысле. Представьте, это как две оси координат. Можете представлять, можете посмотреть на экран. Возьмем ось Х, горизонтальная ось. С одной стороны у нас следование за ребенком. С другой стороны на предположном спектре. Это озадачивание ребенка для освоения новых ступеней. И мы балансируем между следованием, озадачиваем. Мы хотим, чтобы было больше следования, и немного озадачивания на первых порах. И вообще в принципе всегда. Озадачивание нам нужно, чтобы ребенок продвигался вместе с нами на следующий уровень. Другая ось координат. Другая ось координат. Это индивидуальные особенности и способности ребенка. Национальные способности ребенка, соответственно. И на противоположной стороне, снизу, это взаимоотношения и личность педагога. То есть следуя за ребенком, тут такая интересная получается схема. Если мы берем следование, то много следуя за ребенком, мы мало его озадачиваем. Вот эти константные. Но что нам дает следование? Следование за ребенком дает нам понимание его индивидуальных особенностей. В свою очередь, что дает нам понимание того, каким образом мы можем компенсировать эти индивидуальные особенности и усилить его своими сторонами. Прости меня, я больше не буду. Жуть. Что в свою очередь? Хорошо, я не буду показывать в нее бутылкой. В общем, исследование дает нам понять, какие индивидуальные особенности, те способности, которые мы выясняем по ребенку, что в свою очередь дает нам понимание того, каким образом мы лучше компенсируем ребенка, где мы поддерживаем, в каких отношениях мы максимально комплиментарны, что в свою очередь дает нам понимание, где мы можем сейчас его озадачить, чтобы он продвинулся на следующую ступень. Правильно? Я хотел, мне же нужно еще время, чтобы до тут дойти. Да, да. А, собственно, подводочка. Не только ЖЭШ. Есть такие, например, так как у нас мультидисциплинарный и трансдисциплинарный подход, где флор-тайм в глобальном смысле, а задачу не нужно. И, например, если мы берем какую-нибудь классическую дефицитологическую работу либо логопедию, когда у ребенка есть логопедические проблемы, ну это чистое озадачивание, ну то есть в большей степени. Задачивание, чем следование, потому что, извини, но все равно надо поработать со стороны логопедии. Вот, ребенок, может быть, нормально живется, как мне до 11 лет, картавам. Но так или иначе, и поэтому ДИР совмещает в себе философию, диагностику и разнообразные методы, подходы и методики. Спасибо большое. И вот, да, у меня отобрали микрофон, сменить батарейки. И вот, значит, если мы говорим о DIR или о ДИР подходе, у нас там что, одна флор-тайм сидит, методика? Нет, не одна. Туда может быть включена речевая терапия или логопедия. И об этом завтра расскажет. Ну, о своей диагностике, почему у вас в центре это есть? Вот, все равно будете говорить, так к слову придется. Вот, речевая терапия. Сдадим вопрос. Азирова, Анна нам тоже расскажет о работе логопеда, да? Будет доклад. Вот, в подходе флор-тайм это обязательно будет эрготерапия, физическая терапия. Мы это видели в школе Ребекки. Значит, обучение академическим навыкам. Да, это, конечно, не флор-тайм. И здесь у нас будет часть работы структурированная, да? Но это реально сделать в учете интересов детей, в учете интереса класса. Мы видели в школе Ребекки, как здорово они выбирают книжку, которую они будут читать. И мнение каждого важно. Даже того, кто валяется сзади в уголке сенсорной разгрузки, да? Они все равно с тьютором выберут, какую книжку читать, да? И класс будет читать эту книжку. Там есть эти приемы, да? Референс школы Ребекки – это школа, которая построена полностью на дирк-флор-тайм-концепции. Да. Находится в Нью-Йорке. А? Частная школа. Частная школа, да, коррекционная для детей с расстройством аутистического спектра. Музыкальная терапия в подходе Дир работает и очень активно. В школе Ребекки, вот где мы видели все, так сказать, весь комплекс, это, например, музыкальная терапия базируется на музыкальной импровизации. Театр, спорт, творчество. Есть уже инклюзивные театры, да? Есть программы «Лыжи мечты», где работают выпускники наших курсов, специалисты Дирк-флор-тайм, по крайней мере, в Нижнем Новгороде точно есть такой специалист. Творчество или продуктивная деятельность, да? И нейропсихологическая коррекция тоже может существовать в подходе Дирк-флор-тайм. Вопрос у специалиста, как совместить эти подходы и как структурировать свое занятие. Соответственно, мы подходим к тому, про что сегодня было сказано крайне мало. А именно к буковке D. Что такое D в концепции D-I-R? Это ступени функционально-эмоционального развития. Я не удалил функционально-эмоциональный development capacities, но так или иначе они так называются. Я считаю то, что это важно, потому что тут есть разница, когда в английском это называется capacities, это способности. У нас они переведены как ступени. И в итоге, путем долгих ночей споров, пришли к тому, что оно и то, и то имеет смысл, потому что на каждой ступени есть разные способности. И да. Спасибо. Значит, начнем мы спорили по зуму, но мы все-таки дошли к другому, согласились мы на другом. Дело в том, что есть ступени функционального эмоционального развития или ступени развития, на которых проявляются способности, потому что на каждой ступени несколько способностей. И сейчас мы на это посмотрим. Мы здесь сосредоточимся на первых трех… Покажи там, что у нас там дальше. Вот, вот сколько этих ступеней. Значит, вообще их 16 сегодня, Катя сказала. Это действительно так. Мы вам показываем 9. Да? Тоже сели батарейки? Мы вам показываем сейчас 9. Про них говорить не будем, потому что мы поговорим про первую, вторую, третью ступень. Четвертую, пятую, шестую ступень. Про эти ступени вам расскажут наши коллеги, наши расскажут завтра или послезавтра. Завтра. Со стратегиями, да. А высшие ступени, седьмая, восьмая, девятая, и что-нибудь про десятую, одиннадцатую, это мы как бонус рассказываем на 201 курсе. Правда, Саша? Да, приходите, в общем. И на 202, и на 203. Ну, неважно, это была шутка. Вот те циферки, которые стоят, да? Это про что? Это про что, как вы думаете? Возраст. Возраст. Возраст чего? Хорошо. А как он относится к этой ступени? В этом возрасте что? Формируется оно всю жизнь. Оно проявляется. Впервые проявляется. Давайте на примере первой ступени, например, да? Давайте я выделю тогда, соответственно. У нас есть три базовые. Мы сосредоточимся на первых базовых ступенях, первой, третьей ступени. Почему? Потому что, конечно, первая и шестая ступень являются базовыми или высшими, но по большому счету все-таки базовыми ступенями является первая, третья ступень. Это саморегуляция и внимание, контакты, общение или вовлечение общения и двухсторонняя преднамеренная коммуникация. Без этого обучаться чему бы то ни было, поскольку обучение всегда происходит через взаимодействие с другим человеком, практически невозможно. Переходим к первой ступени. В возрасте от нуля до трех месяцев мы можем наблюдать, как ребенок, освоивший эту ступень, способен к саморегуляции и совместной регуляции. По сути дела, что такое совместная регуляция? Это саморегуляция с помощью другого человека. То есть и нужна ему поддержка другого человека, или он уже сам может. Он адекватно реагирует в ответ на внутренние и внешние стимулы, сигналы из внешнего мира, приходит в равновесие при удовлетворении его потребностей. Или после того, как убрали источник неприятных для него ощущений, мокрая пеленка. А также реагирует на утешение и внимание. Это значит, что он плачет, но когда ты начинаешь говорить, все замечают, он меняет громкость плача, он начинает прислушиваться, он поворачивается к активности, он реагирует и влюбляется в мир. Вообще, когда... Здесь опять у нас очень большие сложности с английским переводом. Когда говорят про вторую ступень, то говорят, что ребенок влюбляется в мир. Значит, что значит влюбился, да? Мне вот нравится и смотреть на этого человека, и слышать этого человека, да? И вообще вот все нравится. А что такое влюбиться в мир? Ой, слушайте, ребят, так интересно. И на эту конференцию хочется, и на пляж хочется, и путешествовать хочется, и почитать чего-то хочется, и с друзьями пообщаться хочется. Хочется всего и сразу, и на все реагируешь быстро-быстро. Ой, а еще вот это, да? Поэтому влюбиться в мир – это когда тебе хочется всего и сразу, и ты на все реагируешь. И так же и ребенок. Звуки, запахи, цвета, формы – он реагирует на все. Он с интересом привлекает свое внимание ко всему, что он видит, слышит и чувствует. Это все-таки влюбленность в мир. При этом он способен направлять внимание, не только направлять его, переключать, но и удерживать на том, что ему очень интересно и что вызывает очень много эмоций. Реагирует на проявление внимания и способен наслаждаться процессом взаимодействия все больше и больше. И сейчас мы посмотрим видео замечательной девочки трех месяцев, как она реагирует и как она взаимодействует, и какая там саморегуляция. Как бы я ее не фрустрировала, она хмурится и возвращается потом к состоянию гомеостаза, баланса. Давайте посмотрим. Девочка, вот она какое солнышко у нас. Вот как ножками, как ручками, как здорово, как у тебя хорошо. Ой, молодец, молодец, молодец. Ой, молодец, молодец. Ой, привет, привет. Ой, привет, 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 привет. Ой, привет, привет, привет. Ой, какая девочка. Ой, какая. А-а-а-а, ножку взяли. На прикосновение, да? Оп, отпустили. Видите? Оп, ножку взяли. Оп, отпустили. Ножку Ой, ножку взяли Еще ножки взяли Ножки взяли обе Оп, отпустили Ножку взяли Так хорошо Вот так вот прям замечательно Тебе так нравится? Тебе так нравится? Нравится так со мной разговаривать? Нравится со мной разговаривать? Вот как со мной разговаривать нравится Когда нежный голос, нравится, когда он такой нежненький, как у мамы. Хорошая реакция, да? Так нравится. Ой, ножками как. Как здорово ты ножками стучишь. Как же здорово. Да. Ой, как хорошо. Ой, как мы хорошо разговариваем с тобой. Ой, как здорово. Она меня видит в первый раз. Она меня видит первый раз. Смотрите, как она вовлекается, да? Вот. И смотрите, как она реагирует на неприятный ей вот голос, да? Она хмурится. Она хмурится, и у неё нет, во-первых, катастрофической реакции, она не начинает сразу плакать, да? Она хмурится, и когда я меняю тон голоса, она мне прощает, она начинает улыбаться, опять вовлекаться. Вот она способность саморегуляции, отсутствие катастрофических реакций. По сути дела, что мы здесь видим? Дифференциация эмоций. То есть она оценила это изменение звука голоса как неприятный, но не очень страшный стимул, сигнал, и поэтому она просто нахмурилась. Она может дифференцировать свое отношение к происходящему. Это три месяца, ровно три месяца девочки зовут ее, Ясмина живет в Москве, наша российская девочка. Там еще момент был по поводу, она среагировала, когда Ира брала ее за ногу, изначально она сразу, ты кого-то, ножку возьму и отпустила, когда она ногу увела, и девочка заулыбалась, ей понравилось, а потом Ира взяла и задержала ногу, когда она дернула, там в руке было видно, и она нахмурилась. По поводу следования за сигналами. В первый раз было следование за сигналом, человек показал то, что хватит, все, спасибо. А второй раз это было проигнорировано, и ребенок уже в три месяца на это реагирует. Да, и что хочется сказать, когда ты работаешь во флор-тайм, и начинаешь действительно следовать за ребенком, ты начинаешь понимать, сколько дети нам прощают. Слушайте, я вот не такая, ну как сказать, добрая, потому что столько, сколько прощают дети, с которыми ты играешь и занимаешься, простить тебе ни один взрослый не может, что мы себе только не позволяем. Сигналы пропускаем, ноги задерживаем, тон неконтролируемо меняем, убегаем куда-то. В общем, безобразие. Когда ты начинаешь за собой следить, появляется рефлексия, и появляется твое включение в этот поток и процесс, ты понимаешь, сколько они прощают. Но если у ребенка это не получилось, если у него есть сложности, он сенсорно и эмоционально перегружается. Это как происходит? Он с тобой весело играет, ему очень нравится, а потом он начинает плакать резко. Вот перегрузка, например. Находится в сенсорном поиске. Но Вирджиния про это прекрасно сказала, я просто даже ничего не могу добавить. Или наоборот, он самопоглощенный, не реагирует на стимулы извне, он весь в себе, быстро теряет интерес к общению. Вроде хорошо, вроде ему нравится, вроде глаза загорелись, вроде волшебный момент. Такое ощущение, что он выключается. И, например, долго восстанавливается после стресса, успокоится не может больше 20 минут. Гиппо или гиперреактивный. Но вот на самом деле гиппо и гиперчувствительный, и гиппо и гиперреактивный, мы видим только через гиппо и гиперреактивный. Потому что он может перегрузиться, но быть в таком ужасе, что ничего и не скажет. Вот как раз Вирджиния рассказывала про ребенка, который возбуждался, там очень бегал, прыгал, и мама говорила, как он радуется, а потом начинает рыдать. Вот это бывает, что ему совсем это не нравится, он перегружен этими ощущениями, но он даже не знает, как ему отреагировать. И иногда, например, это бывает смех, рефлекторный защитный смех, когда он смеется. Это примерно так, когда нас щекотят. Кому нравится, когда его щекотят долго? Поднимите руки. Кто смеется, когда его щекотят? Что? Ничего себе. Нет, остальные. Нет, я к тому, что это самые честные. Все смеются. Кто не сразу нападает на того, кто щекочет. Вот так и с ребенком, когда он перегружается. Ну вот, и что с этим делать вообще, если он совсем чувствительный? Это же не в норме, это вот он гиперчувствительный. На самом деле, про работу на первой ступени Виржини очень много говорила про… Вообще, по сути, вся сенсорная интеграция – это про работу на первой ступени в глобальном смысле. Мы встречаем ребенка на уровне контакта и при намеренности. Мы хотим, чтобы он был вовлечен, но работаем мы уже именно в сенсорной интеграции. А знаешь, чем я занималась вчера ночью? Чем? Я беседовала с президентом ассоциации специалистов сенсорной интеграции Янинковой Любовь Николаевна на предмет, занимаемся мы сенсорной интеграцией во флор-тайм или не занимаемся? Не занимаемся. Мы занимаемся сенсорной поддержкой и учетом этих особенностей. Мы не терапевты по сенсорной интеграции. Поэтому у нас здесь стратегии, действительно хорошо описала Вирджиния, и они связаны с учетом сенсорных особенностей. Настраиваемся не только на эмоции, темп-ритм, на сенсорные особенности настраиваемся. Как мы настраиваемся на сенсорные особенности? Мы следуем за сигналами ребенка, а до этого наблюдаем. Ну и, соответственно, если мы хорошо наблюдаем и настраиваемся, то мы подстраиваемся и совместно регулируемся, потому что регулируемся мы вместе, и направляем взгляд куда надо. В общем, у нас возникает совместное внимание. Только это совместное внимание, вы поймите правильно, мы присоединяемся к ребенку, и мы с ним обеспечиваем совместное внимание еще на этой ступени. Иногда и он тогда нам под вед совместное внимание дает. Это вообще важный момент, потому что у ребенка с аутичным спектром чаще всего совместное внимание – это один из диагностических критериев вообще, но отсутствие совместного внимания. И, соответственно, мы как специалисты должны компенсировать и сонаправлять внимание с ребенком. Одна из самых сложных вещей – это сонаправлять внимание с ребенком, потому что почувствовать… И почему на более высоких уровнях возникают проблемы? Потому что сонаправлять внимание с ребенком, когда он живет в мире абстрактном уже, то есть когда все его внимание находятся в его мыслях, в его представлениях о том, что он хочет делать, либо что он видит, там этот стул, ракета, самолет и тому подобное. Направить с этим внимание – это уже гораздо сложнее. Но сейчас-то нам проще. Он смотрит на лампочку, мы смотрим на лампочку. Он смотрит вниз, мы смотрим вниз. Мы хотя бы интересуемся, куда он там смотрит и что его там интересует. Вот в этом следовании. И чаруемся. И радуемся тому, что если ему что-то нравится, и сопереживаем ему, если ему это не нравится. Собственно, как я уже говорил, помогает осваивать эту способность. Собственно, сам факт того, что мы это делаем с ребенком. Уже мы помогаем ему осваивать способность к регуляции. То есть даже отражение эмоций, то, что какая красивая лампочка. Ух ты! Это уже является… Ребенка вводит в совместный мир, что на первом этапе является для него определенной сложностью и озадачиванием. Собственно, следующее. Следующее. Контакты, общение. Вовлечение в контакты, в общение. Вовлечение. Мы, следуя за ребенком, входим в его мир и вовлекаем его в наш мир. И он способен туда вовлечься. Способен, во-первых, отличать мир людей от мира вещей. И по-разному к ним относится. И мир людей его интересует больше, чем мир вещей. Это значит, что когда говорит мама или какой-то любимый человек, знакомый, близкий, то он отвлекается от предмета. А ребенок с аутизмом, как правило, не отвлекается. Или, сказать, очень часто не отвлекается. Соответственно, ребенок выделяет значимых взрослых в своей жизни. Вы видели, как девочка радовалась мне в том числе. Но для того, чтобы мне порадоваться, я должна что-то такое сделать, чтобы она порадовалась. Говорить тем тоном, который ей приятен. Брать ее именно так, как ей нравится. А маме она радуется в любом случае. У нее есть уже такой образ любимого человека. Это мама. Соответственно, проявляет ожидание и предвкушение взаимодействия. И радостно смеется, улыбается своему воспитателю. И поток взаимодействия, который возникает, может быть все более долгим и долгим. Вы даже у этой маленькой девочки это видели. Начинает добиваться внимания своих воспитателей, вовлекаясь во все более и более глубокую привязанность, переходящую во влюбленность между ребенком и воспитателем. И здесь влюбиться в человека. Вторая ступень – это влюбиться в близкого человека. И вообще, развитие дальнейшее, что значит 2-6 месяцев? Дальнейшее развитие этой ступени обеспечивает нам возможность устанавливать длительные, эмоционально близкие отношения с людьми. И развивается это годам к 18, 19, 20, ну, у некоторых к 40 и дальше, в способность любить, способность быть в долгих, эмоционально близких отношениях и даже развивать эти отношения до такой степени, чтобы их было так много, чтобы от этих отношений рождались дети. Но это будет потом. А сейчас 2-6 месяцев ребенок выделяет особых воспитателей, добивается их внимания и способен ради любви добиваться прогресса в тех областях, в которых ему сложно. Потому что нам так здорово с тобой играть, я потянусь за этим мячиком, я скажу что-нибудь, пускай вербально или невербально, но я дам тебе понять, потому что тебе это очень хочется, а я тебя люблю. Давайте посмотрим, что у нас будет дальше. Девочка Ева, в конце мая ей исполнится 3 года. Значит, генетические нарушения, ДЦП, эпилепсия, органическое поражение головного мозга, что еще? Ну, задержка психомоторного и речевого развития. Да, до кучи. Вот, давайте посмотрим, как у нее выстраивается вторая ступень. Летит, 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 летит. Опа, молодец! Ты поймала! Кинешь маме мячик? Ты расстроена? Ты расстроена? Давай, поиграем еще, нет? Маленький. Опа, бух, 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 бух. И летит, 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 летит. Чуть-чуть, чуть-чуть, чуть-чуть. Молодец! Ты поймала? Бух! Какой хочешь мячик? Этот или этот? Этот будем играть. Молодец! Давай кинем его маме. Бух, 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 бух. Молодец! Ланя не мячик. Чуть-чуть, 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 чуть-чуть. Поймала! Молодец! Бух, бух, бух. И мама Еве кидает, кидает. Летит, 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 летит. Опа, молодец! Поймала! Бух, бух, бух. Бух, как он светится, да? Здорово! И мама Еве будет кидать, да? Кидать Еве мячик? Кидать мячик? Все, кидаю, кидаю. Ух ты, молодец! Бух, бух. И маму снова Еве кидать. Летим, летим, летим. Летим, летим. Молодец! Ева, молодец! Будем кидать маме? Пух, 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 пух. Какой хочешь мячик? Синий? Синий Ева хочет. Держи, вот такой большой. Какой большой синий мячик. Пух! Молодец! Ты смогла кинуть большой мячик. И я тебе его обратно. Чук! Ладно? Ты молодец поймала. Молодец! Маме кинешь? Падал! Как вам кажется, что есть у Евы, а чего у нее еще нет? Экспертов прошу молчать. Выпускников 202-го курса и 201-го тоже. Остальные могут? А? Да, например, да, да. Я не про ДЦП. Ну, врач поставил диагноз, я не могу его оспаривать. Третий, четвертый. Ага. Хорошо. Ага. А почему под вопросом? А? Да, когда не так портится, портится, да, да. Добивается, добивается. Действительно. Спасибо большое. Да, у Евы хорошо сейчас выстраивается вторая ступень. Очень здорово, действительно так. Планирование движения у нее сложности, но да, она делает то, что ей очень сложно. И вообще движения ей сложны при удержании позы, ну, стоя, да. Да, да, ради этой игры, чтобы она продолжалась. Ей очень нравится. Вы видели, как она стоит. Какие трудности возникают? Да, сложности, значит, ребенок не может удерживать внимание, оставаться в его взаимодействии, быстро перегружается. Ну, сенсорный поиск мы уже все знаем, да. Апатичный, перевозбужденный, не включается, не вовлекается. Игрушка привлекает его больше, чем главный воспитатель, да, и протестует против телесного контакта и внимания. То есть игрушка интересует настолько, что он не готов ей делиться и не готов взаимодействовать, ни на что не готов отвлекаться, да. Такое тоже бывает. Вот вторая ступень. Что делать? Да, хочется сказать, что вторая ступень, это, наверное, одна из самых важных ступеней вообще в флортеме. Вот, и, соответственно, поддержание ребенка на этой ступени, это, наверное, одна из, по поводу задач, не задач, но это одна из ключевых, так сказать, фундаментальных, одно из достижений ребенком второй ступени, вот, стабильной, это фундаментальное изменение в его жизни вообще. Ну, то есть, когда, если ребенок был неконтактный, но у него начинает появляться контакт, он его поначалу сначала это очень разбалансирует, но когда он достигает стабильного контакта, у него открываются совершенно новые способности, и, собственно, ребенок, освоящий вторую ступень, может начать компенсировать у себя первую ступень, ну, плохо развитую еще. То есть, мы в данном случае не, это не линейный процесс флортем, это не про то, что мы сейчас работаем только над первой ступенью, потом мы работаем только над второй ступенью, нет, это не так. Мы сначала, мы встречаем ребенка на том уровне, на котором он есть. Если ребенок сильно разбалансированный, то мы его, конечно, встречаем на первой ступени. Если ребенок при этом интересуется миром, вполне себе нормально ходит, взаимодействует с предметами, с игрушками, но поэтому абсолютно не обращает внимания на людей, он неконтактный, вот, и в данном случае мы встречаем его в той деятельности, в которой он сейчас занят, ну, то же самое вставление машинок, например, и стараемся в данном случае стать частью, чтобы привлечь к себе внимание, чтобы мы в итоге стали частью мира ребенка, и вот этого появления нас в мире ребенка, и когда он понимает то, что это эмоционально значимый взрослый, вот, мы поддерживаем его, он нас видит, он видит наше лицо, он видит наши эмоции, вот, у него начинает нарастать уровень контакта, и он в итоге приходит не к машинкам, например, он приходит поиграть с нами в машинки, вот, что впоследствии является основанием вообще его дальнейшего развития. А все обучение – это способность что-то усваивать внутрь себя, и если в его мире он допускает в свой мир кого-то, да, то он потом туда допустит и знания, и они будут усваиваться, вот, что здорово. Да, и, ну, технические вопросы очень важно, соответственно, все точно так же, как и было на первой, если направлять внимание, срегулироваться, вот, а также очень важно эмоционально поддерживать, поддерживать и аттенуировать ребенка на второй ступени, потому что нам необходимо проявить тот факт, что то, что он вообще существует, то, что есть его эмоциональный мир, есть его действия, и это про находить, угадывать и наделять намерениями все, что делает ребенок, то есть. Вот, но чтобы как-то подвести к эту ступень уже к стадии развития, нам необходимо выстраивать мягкие игровые препятствия, которые привлекают внимание к воспитателю, как к участнику взаимодействия, то есть. Любит он машинки или баночки? Это один из самых простых способов привлечь к себе внимание. Ой. Да, оставь. То есть, ну, взаимодействие с собой, как с… Я попробую. Вот так? Они не удержатся там, я тебе поверь мне. Спасибо. То есть, когда мы являемся частью мира, важным, значимым, смешным, ну, то есть, и когда мы становимся частью мира ребенка, именно мы, мы являемся важной частью, как Ира на последнем курсе очень хорошо сказала про машинку, которая катится, то, что это я мост, я, ну, то есть, катит по руке машинку, я такой, вот, я теперь мост, я буду мостом таким вот большим, можно, я буду большим таким мостом, то есть, или маленьким. А чего вы никак не реагируете, сказала я, вы же мост. Да, да, да. Вам как вообще от того, что эта машинка на вас? Ну да, но эта ступень вообще была пятая. Это про… А. К тому, что мы являемся частью мира. Да, мы частью мира, и мы живые. И тем самым мы показываем то, что вообще мы есть изначально. Да, да. Это третья ступень. Согласна, согласна. Третья ступень. Шесть-десять месяцев. Что умеет ребенок, освоивший эту ступень, да? Начинает общение, открывает коммуникативные циклы. Сейчас вот мы этим займемся. Жестами может показать то, чего он хочет, да? У него появляется язык жестов. Да, у ребенка есть язык жестов, мимики и пантомимики. Там подойти, отвернуться там, да? И мы понимаем, что он имеет в виду, да? Он отвечает выступать. То есть он может играть с игрушками, одновременно взаимодействовать с воспитателем. Разделяет свое, переключает свое внимание, да? Достаточно быстро. Вот интерес, вот интерес, вот интерес, вот здесь интерес. Отвечает воспитателем на предложение и развивает это предложение. То есть папа дает ему игрушку, он берет игрушку, не просто ее берет, да? Посмотрел и выбросил. А берет и придумывает, что с ней дальше делать. Выражает основные эмоции с помощью мимики жестов, звуков и лепета. И понимает эмоции, эмоциональные сигналы других людей. То есть он тоже понимает нахмуренные брови, это не есть хорошо. И понимает, что вызывает реакцию людей и оказывает влияние на предметы. Ну, сначала понимает, что оказывает влияние на предметы. Если бросить мячик, он поскачет. Если бросить мячик и рядом будет мама, она поднимет. Если бросить мячик 15 раз, мама, наверное, рассердится. А до этого, наверное, первые 5 она будет радоваться. Вот. И он тогда, у него возникает причинно-следственные связи. Не надо бросать мячики 10 раз или больше, ну, как бы сказать, много, больше какого-то количества, если ты не хочешь, чтобы мама рассердилась. А? Да, мама лицо. Вот примерно вот это количество больше не надо. Удовольствия не будет, точно. И способен воспринимать расширяющийся спектр эмоциональных состояний других людей. Давай переходить к следующему слайду. Вот он самый интересный в этом блоке, потому что мы решили разыграть этот цикл контакта. Да, Саш? Ага. Начали. 3, 2, 1. Собственно, это А было уже. Что есть у цикла контакта? Открытие и закрытие. Ну, вот, например, ребенок инициирует или открывает цикл. Как я сказала, Саш, да? Саш сказал, да. Что он сделал? Он закрыл цикл. Почему закрыл? Потому что я не продолжил диалог. Да. И вот представьте себе этот залог. Привет. Привет. Как дела? Ну, неплохо. Что у тебя нового? Вот лекцию читаю. Ага. А что ты хотел бы завтра делать, да? Спать. Как вы думаете, после 3-4-5 таких попыток, что я захочу сделать? Отвернуться и уйти, раз он все время закрывает диалог, да? Ребенок то же самое. То есть дети с аутизмом, они особенно чувствительны. Они могут сделать это один или два раза, и все. И для того, чтобы диалог этот продолжался, и с вами вообще вас сочли людьми, с которыми стоит вообще общаться, да, и продолжать этот диалог. Раз уж я чего-то там сказал, ну можно хоть как-то ответить? Саш, привет. Здравствуйте. Как у вас дела? Спасибо. Хорошо. Поинтересовался, да? Сейчас, нет, сейчас был мастерское использование, никто не заметил, но это было мастерское использование техники антиципации на самом деле. Антиципация это такое… Ожидание. Ожидание, вовлеченное ожидание, потому что «Привет, как дела?» Такой… Нет, «Привет, как дела?» Хорошо. И такой… Давай. Девушки это умеют делать. Да, да. Я внимательно слушаю, что ты скажешь дальше. Поэтому ребенок инициирует или открывает цикл общения на базе своих интересов, да, там он приносит машинку, да, мама говорит, а машинка опять. Да, и пошла дальше готовить, да. Вовлеченный воспитатель говорит, о, машинка, опять машинка, что мы сегодня с ней будем делать, да? То есть она откликается и продолжает общение, да. Ребенок, например, начинает уезжать из комнаты с этой машинкой. Ух ты, да. Вот, закрывает цикл, да, но он при этом ждет, что цикл будет продолжен. И взрослый тогда, следуя за ребенком, ух ты, сейчас я тебя догоню, ну-ка, что ж ты мне не говоришь, что мы будем делать с этой машинкой, да? Как же это так? А мне так хочется узнать. Он следует за ребенком, да, и этот цикл продолжается. Ребенок еще куда-нибудь поехал. Если он, ну, готов продолжать этот цикл, мы увидим, только если мы попробуем на открытие его цикла поддержать этот цикл. Мы узнаем, сколько он способен выдерживать. Но это зависит от развития предыдущих уже ступеней. Пример с машинками, когда выставляем в ряд, вот тебе машинка, 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 машинка. На пятый раз ребенок уже, не знаю, машинку на голову поставил, потому что надоело давать машинки просто так. Ну вот, ребенок такой выставил ряд и такой, так, куда, где? И в этот момент у него появляется, собственно, вот эта возможность открыть эту цикл. Да, открыть цикл. Машинка или там, о, я тебя достану. Ой, что-то она высоковата, машинка, ну, иди сюда, да, я тебя достану. А у меня один раз было, когда я ловила мальчик, знаете, такая штука крутящаяся, и там шарик выскакивает, да? Я не знала, что делать, как подстроиться, я просто ловила этот шарик. Я ловила раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, да? Потом я стала смотреть на него, прежде чем подставлять руки. Он, ну, ждал меня, да, и у нас мы очень хорошо играли. А потом родители стали спросить, спросили, а что вы сейчас делаете? Я отвернулась и начала объяснять, что я сейчас делаю, да? Когда я повернулась, около меня стоял ребенок, дергал меня за рукав и говорил, ну, давай ты чего, да? Вот, я сказала, боже мой, действительно, так ребенку с аутизмом приходится привлекать этого взрослого к общению, который вообще забыл, зачем сюда пришел, да? Вот, это была большая радость, большая радость от того, что это произошло. Но у нас было много кругов общения, много циклов, которые я поддерживала и развивала, поддерживала и развивала. И буквально возникает такое ощущение, что ты ребенка сначала насыщаешь своей готовностью общаться. И только потом, когда он получает достаточно этой готовности, внимания и поддержки, он тебе это обратно отдает. Тут есть разница, почему мы про следование в большей степени. Потому что мы хотим, чтобы этих кругов циклов, коммуникативных циклов становилось больше. Больше это сколько? Это для хорошего достижения, это сколько у нас там, больше 40 коммуникативных циклов. Мы говорим про такую стабильную, уверенную третью способность. То есть 40 коммуникативных циклов это примерно минуты 3 общения такого непрерывного, без того, что кто-то пошел чай попить, поговорить с мамой и тому подобное. То есть это именно общение, оно в итоге, внутри этого общения оно будет не одинаковое, потому что ни один ребенок не делает больше 15 раз одного и того же на самом деле. Ну то есть если вы будете максимально, попробуйте эксперимент такой забавный, попробуйте максимально точно повторять то же самое, что вы делали, если там ребенок катнул машинку, вы поймали, катнули ему обратно. Еще раз, еще раз. Сколько это делать, спрашивают родители? Я говорю, сколько вы держите? Ну да, на самом деле не больше 15 раз, потому что обычно к седьмому разу ребенок сам что-то делает, он либо машинку катит в сторону, либо встает и уходит. Родители больше трех не выдерживают редко, и специалисты пять. Да, многие специалисты тоже больше пяти не выдерживают. А ребенок семь. Собственно, почему? Мы можем легко открыть коммуникативный цикл сами, мы можем подойти и начать щекотать ребенка. Ну это типа открыли коммуникативный цикл. Мы знаем, мы позже начали, у нас еще осталось пара слайдов. Да, ну соответственно, мы подходим уже к концу. Мы можем сами открыть коммуникативный цикл, то есть сделать что-то ребенку, как объекту, условно скажем. И он, конечно, на это как объект как-то отреагирует. Но это не дает никакого представления и понимания о том, что это общение. Это мы делаем в данном случае объекту. Поэтому важно реагировать на то, что ребенок делает сам. Отреагировать на его сигналы. То есть мы наделяем намерениями и подхватываем любые действия ребенка как намеренные. То есть если даже ребенок сам с собой сидит и кидает мячик в сторону, я пойду, поймаю и схвачу этот мячик и верну ему обратно. То есть даже если он не мне его сейчас кинул. Потому что в данном случае я хочу, чтобы это было преднамеренное действие, а не просто взаимодействие с объектом, в основном скажем. То есть насыщенное, да. Вот. И мы тут вот перешли как раз к стратегиям, про которые Саша рассказал. Вот. А дальше мы, наверное, уже будем завершать тогда наш, да? Да, вполне. Я хотел, на самом деле, ну, можно... Нет, это не надо. Мы сейчас видео, наверное, посмотрим, потому что это у нас уже все увидели. Короткий пример инициативы. Привет от моего сына всем. Вот он! Играй его. Пропал. Вот он! Пропал. Вот он! Снова пропал. Нашел! Опять пропал. Где он? Вот он! Опять нету. Вот он! А что это, Тимош? Что-то прям... Тимофей полтора года здесь. Нашел! Вот, соответственно, это была короткая именно инициатива. Тут играя была его абсолютно, то есть вот ему что-то позабавило вот так вот делать. То есть вот пропал, появилось опять. И его очень посмешила реакция. Теперь мы должны посоветоваться с нашими слушателями. Вообще у нас было заявлено в программе, значит, что мы разберем видео. Как работает специалист, прям вот как мы это делаем, по минутам, да? Ну, поскольку, значит, вообще-то мы должны укладываться во времени, поэтому давайте подумаем, что мы сейчас будем делать. Будем разбирать или не будем разбирать видео? Нет, кто хочет разбирать видео? Кто не хочет? Кто не хочет? Давайте тогда, кто не хочет, спокойненько идет по своим делам, да? И наушники сдает. А что, мы должны сдать какие-то наушники? Нет, у меня нет наушников. А у нас нет. Все сдавайте тогда наушники, идите, да? Потом сдадите, или должны уйти люди? Все должны сдать наушники, да? Значит, тогда все идем сдавать наушники и объявляем перерыв. Сколько? Да, пять минут. Пять минут. У меня еще готово. Осталось времени на 15 минут максимум. А вы еще видите, что организаторы? Что делать будут? Нет, нет, я могу быстро показать видео.